Это я не тебе, честно, проблемы с девушкой. Вы бы сначала в своем классе порядок навели. Потому что если он еще раз у меня полезет, я его сломаю. То, что вы сейчас увидели, это кадры из новых видео про школу. Прежде чем мы начнем их выпускать, предлагаю вспомнить все то, как начиналось. 20 серий сериала про школу в одном видео. Приятного просмотра. Что? Что вы делаете? Значит так, берешь этот баллончик с краской и идешь раскрашивать машину директора. Ты понял? Дима, давай быстрее, или ты хочешь обозвать первый учебный день? Мама, иди на работу, я дальше сам пойду. Я сама решу, когда мне идти на работу. Мам, я уже в шестой класс перевелся, это средняя школа, я могу уже сам ходить. Такие мы взрослые стали, сам ходить. Ну иди. Хорошего тебе дня. И тебе хорошего. И не дай бог ты домой двойку принесешь. Понял? Понял, пока. Я надеюсь, хоть в этом году мама не будет меня позорить своими выходками. О, малолетка. Что? Ты в глаза долбишься. Это вы мне? Посмотри назад. Ну что там? Видишь там кого-то? Нет, никого нет. Ну так что тупишь, иди сюда. Ну, я здесь. Что вам нужно? В каком классе хоть? Я в шестом. И как тебе? Вы про что? Я говорю, как в шестом классе тебе? Ну, я не знаю, первый день только. Деньги есть? Деньги? Ммм, нету. Ты что говоришь, тебе мама что, денег не дает в школу? Нет, не дает. Карманы выворачиваю. Я не буду выворачивать. Зима! Наташа? У тебя все хорошо? У него все отлично. Смотри отсюда, три без га. Я сейчас учителя позову. Ой, как страшно. А, я не поняла, что здесь происходит? Ой. Ничего такого. Дима, а можно тебя на минутку? О, блин. Запомни мое лицо. Еще увидимся, сосунок. Дима, а что они хотели? Спрашивали расписание, Александра Юрьевна. Расписание? Ну-ну. Да все хорошо, Александра Юрьевна, можно идти на урок? Идите, идите. Пошли, Наташа. Дима, почему ты не сказал правду? Я сказал правду. Я слышала, что они тебе деньги требовали. Ничего они не требовали. Я тупая, по-твоему? Наташа, ты можешь не лезть? Ты сейчас серьезно? Да. Ну сиди теперь сам. Ну и посижу. Привет всем. Саш, привет. Не хочешь сесть со мной? С тобой? Ну ладно. О, хорош. А? О, привет, Сэм. Не хочешь сесть со мной? Что? Наташа. Ну ладно, сяду. Все ясно. Ну ты первый начал. Дима, что случилось? Да ничего. Как у тебя дела, Саша? У меня все хорошо. К урокам приготовился? Ну да, смотри, как вы мне книгу подарили. И вник ниндзя? Ну да, какая прикольная книга. Ну так себе. Приветствую всех. Здравствуйте. Здравствуйте, Александра Юрьевна. К уроку все готовы? Да. Расписание новое видели? Да, но оно же не полное. Расписание будет меняться и дополняться на протяжении всей недели, поэтому попрошу вас быть повнимательнее. Хорошо. А сейчас приступим к теме урока, а именно к самостоятельной работе. Что? Александра Юрьевна, ну это же самый первый урок после каникул. Самостоятельная? Вот именно, поэтому я и хочу сделать самостоятельную работу, чтобы проверить уровень ваших знаний. Вы за лето, наверное, все позабывали. Офигенно, блин. Саша, а можно не выражаться, пожалуйста? Прости. Достаем двойные листочки и начинаем писать. Офигенно. Еще и самостоятельную писать. Самый тупой первый день учебы, который мог бы только быть. Повторюсь, писать ни у кого не получится. Вопросы я составляла сама, поэтому ответы вы нигде не найдете. Ну прикольно. Дима, у вас все в порядке? На вас лица нет? Все хорошо, Александра Юрьевна. Я просто переживаю за самостоятельную. Самостоятельная легкая, вы справитесь, не переживайте. Ну ладно. А ты что-то знаешь вообще? Знаю, а ты? Блин, я тоже ничего не знаю. Надо было с Сэмом соиться. Так можешь пересесть. Уже нельзя пересаживаться. У вас есть 15 минут, можете приступать. Зачем я с тобой сел? Офигеть. Ладно, раздражимость характера. Только для растений, только для животных. Что? Александра Юрьевна, вас к директору вызывают. Что, срочно? Да, сказали, что очень срочно. У меня самостоятельная, я буду через 15 минут. Ну сказали, что капец, как срочно. Хорошо, сейчас буду. Так, дети, я могу на вас рассчитывать? Да. Я вас очень прошу, ответы в интернете не ищите. Это ваше знание, в конце концов, договорились? Да. Хорошо, спасибо, я на вас рассчитываю. Ребят, кому дайте списать. А у тебя какие вопросы? Сэм, сможешь ты списывать? Сэм, не давай ему ничего списывать, пускай сам пишет. Не впутывай Сэма в нашу ссору. Шухер. Что? Вы что, малолетки, вообще бесстрашные? А вы кто такие? Правительство ваше. Правительство? Пришли казну в государство забрать. Чего? Ну что, малый, думаю, мы тебя не найдем. Что вам нужно? За извинениями пришли. Извинения? Вы можете выйти из класса, это не ваш класс. Ага, малявка, ты тоже тут? Я не малявка. Отстаньте от нее. Если вы пришли ко мне, разговаривайте тогда со мной. А ты что, самый смелый получается? А ты что, самый умный? Дневник ниндзя, ого. Это твое малолетка? А, нет, ты не малолетка, ты уже целый ниндзя. Это не мое. Твое тогда? Нет, это Дима. Саша. Так если это ничейное, то можно и порвать. Что? Что вы делаете? Так это твое получается? Пацаны, шухи, лихучинка идет. Ну, малые, вам повезло. Увидимся на перемене. Пошли. Вот же козел. А кто это вообще такие? Они перед уроками к Диме прицепились. И что они хотели? Не знаю, Дима ведь не хочет говорить, да, Дима? Да что говорить? Достали все. Так а чего ты боишься, чего ты молчишь? Я никого не боюсь. Я сам разберусь с этим. Мне советы ваши не нужны. Так, я не поняла, что за балаган? Работу все написали? Александра Юрьевна, вы нас извините. Мы бы сделали самостоятельно, но... Что но, Наталья? Наташа хочет сказать, что мы не можем решить один вопрос, поэтому решили его обсудить вместе. Да? Интересно, какой же вопрос вас смутил, если у всех задания разные? Я поняла. Молчанку играем, да? Хорошо. Значит, сдаем все работы и сейчас будем отвечать устно. Спасибо тебе, Дима. Я еще и виноват. А из-за кого они сюда пришли? Я смотрю, вы там успокоиться не можете. Дима, Наташа, к доске. Опа. Зашибись. Молодец. Так, давайте еще раз. Как звучит вопрос? Образование белков происходит в... Ну и где же происходит образование белков? Ну, тут варианты. Метахондрий, рибосомы, лизосомы. Ну и какой же вариант верный? Ну, может, митохондрий? Дима, а ты вообще присутствовал в прошлом году на моих уроках? Ну да. Так а при чем здесь митохондрий? Наташа, может быть, ты знаешь правильный ответ? Ну, может, лизосомы. Так, я поняла. Дневники мне на стол оба. За урок у вас сегодня два. И всему классу за поведение тоже. Заберете после уроков. Отличное. Начало учебного года. Так, на следующий урок без опозданий. Что у вас по расписанию вообще? Математика. Хорошо, я спрошу у учителя математики, как вы себя вели. И дневники остаются у меня, ясно? Спасибо тебе, Дима. Весь день испорчен. И все из-за тебя. Почему вы обвиняете меня во всем? Потому что, если бы ты рассказал за этих старшеклассников Александре Юрьевне, все было бы иначе. Я не хочу быть шестеркой. Ты называешь это шестеркой? А как еще? Вы идете? Нет, мы идем. Да, идем. Блин, ну реально, достали все. Почему меня приписывают ко всем бедам, а? Ну что, малой, остался один? Да блин. И как мы будем решать нашу общую проблему? Почему вы именно ко мне прицепились? А мы дерзких детей не любим. Еще хочешь, чтобы мы тебе тут что-то объясняли? Нет. Значит так, как мы будем решать наши вопросы? Может, я просто уйду? Что? Ну, я просто уйду и все. Ты, видимо, вообще не понимаешь, во что ты вляпался, да? У меня нет денег, как я могу вам помочь? Значит, будешь расплачиваться другим способом. И каким? Что? Зачем мне? Значит так, берешь этот баллончик с краской и идешь раскрашивать машину директора. Ты понял? Я не буду этого делать. А если ты это не сделаешь сейчас? То что? Ты будешь до конца всех своих школьных дней отдавать нам свою еду и выполнить все наши приходи. Ты понял? Я сказал, что я не буду этого делать. Пацаны, можешь сломать его? Что? Я не поняла, кого вы тут ломать собрали? Александра Юрьевна? Я спрашиваю, что вы тут делаете. Там мы у малого просто спрашивали, что он тут сам делает. Спрашивали, значит, а баллончиком ничего раскрасить не собирались? Не собирались. Дима, ты мне ничего сказать не хочешь? Нет, ничего не хочу. Значит, молчанку будем играть, да? Дима, ты достал. Почему ты не можешь рассказать всю правду? Наташа? Так, собрали все свои манатки вместе с вот этим баллончиком и дружным коллективом вместе со мной к директору. Будем заниматься творчеством, так сказать. А вот кто такая, чтобы нам тут что-то указывать? Значит, слушай сюда, Джастин Бибер. Дима, если ты еще хоть раз, хоть на один миллиметр приблизишься к моим детям, ты пожалеешь, что связался со мной. Уяснил? Александра Юрьевна? Свободны. Офигеть. Ну, Дима, ты как всегда, почему ты не можешь меня послушать? Да я хотел сам решить эту проблему. И как, решил? Ну, нет. Вот именно, бегал бы у них на поводу до конца школьных дней. Ты как всегда права, Наташа. Ну, ладно, зато хорошие оценки по математике получили. Ну, это да. Ну, тогда пошли. Пошли. А? Черт. О, малой. Еще увидимся. Это шестой класс. Дима, тебе тоже кажется, сильно Игоревна понравилась. Учитель, но вам это не мешает смотреть на юбку. Чтобы старшеклассники больше не трагают? Нет, я их после того случая не встречал. Вот и отлично. Я надеюсь, мы теперь снова друзья? Не переживай. Друзья, конечно. О, Дима, вас красуха вызывает. Александра Юрьевна? Ну да, скажем, что вы к ней в учительскую подошли. Эээ, вместе с Наташей? Ну, я откуда могу знать? Блин, что ей опять нужно? Ну, я не знаю. Ладно, пошли. Идем. Александра Юрьевна, можно к вам? Явились, не запылились. Где вы бродите? Что-то случилось? Да, Дима, случилось. Сейчас твою маму в школу буду вызывать. За что? Да шучу я, господи. У вас изобразительное искусство сегодня. Каким уроком? Ну вот сейчас последним будет. Вот и отлично. Значит, слушайте внимательно, что я вам скажу. Так как ваш учитель Елена Николаевна заболела, поэтому... Вы нас отпустите пораньше домой? Поэтому, Дима, урок сегодня проведет другой учитель из другой школы, Кристина Игоревна. Я попрошу вас передать эту информацию всему классу и вести себя должным образом. И не позорить меня. Хорошо, Александра Юрьевна. Наташа, я очень надеюсь, что ты проконтролируешь этот момент. Ну, я постараюсь. А сейчас быстро на урок и без опозданий. О, Дима, у вас сухи были? Ну да. И что она от вас хотела? Она сказала, что ИЗО проведет у нас новый училок. Что с Еленой Николаевной? Александра Юрьевна сказала, что она заболела и попросила нас вести себя хорошо и не опозориться перед новенькой учиться. Училка добрая хоть? Кто-то ее видел? Ага, добрая. Наверное, очередной динозавр с большими клыками. Саша, не говори глупость. Что я такому сказал? Динозавр с большими клыками? Блин. Я спрашиваю, кто тут динозавр? Молчим, значит. Дима, Наташа, что у вас происходит? Ну, мы про новую учительницу рассказывали. Если рассказывали про новую учительницу, при чем же тут динозавры? Простите. Селимся на места и готовимся к уроку. Если я узнаю, что вы обидели Кристину Игоревну, накажу весь класс. Ясно? Да. Достаем быстро свои тетрадки, альбомы, краски. Что у вас там? Готовимся к уроку. Мне уже интересно, кто это такая Кристина Игоревна. А что не так? Да, Александра Юрьевна, вокруг нее столько шума навела, как будто она президент какой-то. Не президент, а динозавр. Да, Саша, отвернись, ты уже долбал своими плоскими шуточками. Сама ты плоская. Что? Ничего. Ты слышал, что он сказал? Ну да. И ты ему ничего сказать не хочешь? Так он же это тебе сказал. Ты за меня даже не заступишься? Да блин, Наташа, не начинай. Ммм, ясно, все с тобой. Ты опять обиделась? Нет. О, а кто это? Это шестой класс. Отлично, тогда мне сюда. А вы разве не с одним из этого класса? Что, прости? Вы не похожи на шестикалачный. Зачто это как за комплимент, но, увы, я закончила школу много лет назад. Тогда что вы тут делаете? А, извините, забыла представиться. Меня зовут Кристина Игоревна. Я временно заменяю вашу преподавательницу по изобразительному искусству. Я думаю, вас должны были предупредить. Чего? Что? Вы что, чем-то расстроены? Нет. Нет. А почему галдеж тогда такой устраиваете? Мы просто думали, что вы динозавр. В смысле, динозавр? Руслан, замолчу. Кто-то объяснит мне, что значит динозавр? Руслан хотел сказать, что мы думали, что вы очень злой учителя. Ну, Руслан, я надеюсь, я не очень похожа на злого учителя? Нет. Отлично, тогда давайте знакомимся. А что это у вас в руках? Вы про картину. Эпикартина? Да, это картина, которую я нарисовала сама. И, между прочим, считаю, что это лучшая моя работа. Я очень много лет потратила на то, чтобы ее закончить. А вы нам ее покажете? Но это будет немножко позже. А, сначала мы с вами всеми познакомимся. И начнем мы с первой парты, допустим, с вас. Я? Да, вы вставайте. Как вас зовут? Меня зовут Динозавр. Офигеть, она такая милпочка. Еще и картины рисует. Что? Я говорю, что Кристина Игоревна милпа. Саша, ты дура. Сама ты дура. Саша, отвернись, или я тебе сейчас в марк. Ой, боюсь. Ты каждый раз будешь молчать, когда меня обижают? Да ты же его первая трогаешь. Можешь больше ничего не говорить. Все с тобой ясно. Да что опять не так? Меня зовут Саша Канакейн. Саша Канакейнка? Хорошо. Что можете рассказать о себе? Я романтик. Романтик, похвально. Может, еще и стихи пишете? Бывает, что и пишу. Зачем он врет? Я не знаю. И о чем же стихи ваши? Ну, вообще, последним стихи я им сам про взаимную любовь ученика и учительниц мочных классов. Что? Может, он по дороге в школу где-то головой дарился? Он, наверное, влюбился. В ученку? Она же страшная. Ну, я бы не сказала. Кто? Тогда давайте следующий. Вот ваша очередь. Моя. Да, ваша. Как вас зовут? Меня Дима. Дима, хорошо. Расскажите о себе. Чем вы увлекаетесь? Может, вы любите рисовать? Рисовать? Да. Ты разве рисовать любишь? И что вы рисовали из последнего? Рисовал. Не помните, да? Да нет, помню. Ладно, я поняла. Присаживайтесь. Кто у нас следующий? Меня зовут Наташа. Я рисовать не люблю и стихи не пишу. Всем спасибо. Что? Наташа, да, говорите. Ну, хорошо. Давайте тогда вы. Каких это порт ты любишь рисовать? Я не люблю рисовать. Зато этой училке ты говорил совсем по-другому. Да я просто не знал, что ответить. По твоему лицу было видно, что ты все знал. Да я тебе честно говорю. Дима, тебе тоже Кристина Игоревна понравилась? Чего? Ну, ты ведь рисовать не любишь, а я стихи не пишу. Саша, повернись. Что вы все-таки изюй сегодня достали? Говоришь, Кристина Игоревна понравилась. Может, ты с ней за одну порту сядешь? Или, может, после урока будете вместе рисовать? Наташа, успокойся, пожалуйста. Я спокойна. Супер, вы все большие молодцы. Ну что ж, тогда предлагаю перейти к началу урока. Кто мне может помочь? А что нужно сделать? Нужно принести мольберт с учительской. Есть желающие? Я могу. А вот вы, Дмитрий, да? Я? Да. Давайте, наверное, вы мне и поможете. Я? Ну, вы ведь у нас любите рисовать. Так что пойдемте со мной. А остальных попрошу посидеть тихо пять минут. Договорились? Ты что, обынаглел? Дима, зачем ты согласился? Да что вы хотите все от меня? Меня попросили? Я делаю. Ну что, ты, наверное, возьми мольберт, а я возьму все остальное. Хорошо. Тебе правда нравится рисовать? На самом деле нет. Я просто не знала, что вам ответить. Испугался, что ли? Неужели я такая страшная? Нет, вы не страшная. Ну так отчего ты? Я не знаю. А вы давно рисуете? Ну, рисовать я начала примерно с твоего возраста. А вы сейчас тоже рисовать будете? Сейчас, в смысле, на уроке? Ну да, мы же мольберт берем. Нет, рисовать сейчас я не буду. Мольберт нам нужен для другого. Ну что, пошли, маленький обманщик? Простите, я не хотела обманывать. Не заносим. Дмитрий, ставьте мольберт около доски и присаживайтесь на место. Хорошо, ставлю. Обращайтесь. Спасибо вам. Обращайтесь, говоришь? Наташа, это что с тобой происходит? Это что с тобой происходит? Бегаешь за юбками. Ты в своем уме? Ну что, детки, в начале урока я вам всем обещала показать свою картину. Помните? Чего? Чего молчите? Вы что, уже передумали? Чего все молчат? Какие-то вы странные. Ладно. Александр, да? Да. Не могли бы ли вы мне помочь поставить картину на мольберт? А я пока раздам всем распечатанный вариант своей работы. А почему я? Ну, Руслан может поставить. Я? Ну, ладно. Так вот, дети, как я говорила ранее, над своей работой я просидела не один день, и многие талантливые художники уже успели оценить ее по достоинству. Так, а что это с картиной такая? Кристина Игровна казалась. А что смешного? Вы думаете, я шучу? Чего? Так, а что с картиной? Это же не она. Картину я решила назвать «Поющие цветы». Поющие цветы? А что смешного? Понять не могу. А что с картиной? О, черт. Вы испортили мне картину? Офигеть. Кто посмел это сделать? Я еще раз спрашиваю, кто посмел испортить мне картину. Кристина Игровна, а может она уж таки была. Так, ребята, или вы сейчас признаетесь, кто испортил мою картину, или я иду за классным руководителем. О, черт. Хорошо, я вас поняла. Офигеть. Нам жопа. Ну, спасибо тебе, Наташа. Наташа, это ты сделала? Да, я, потому что вы начали все на нее слюни распускать. На кого? На училку новую. Вы думаете, я не видела, как все мальчики смотрят на нее? Наташа, что ты несешь? Это же учитель. Учитель? Но вам это не мешает смотреть на юбку. Ну, вообще, Кристина Игровна, хорошая мюфочка. Саша, блин. Да что? Вот, посмотрите, испортили мне работу. Вот негодяи. Кто это сделал? Молчат, не хотят признаваться. Значит, будем наказывать. Хотела ребятам показать свою работу, думала оценят по достоинству. А вы знаете, им ничего показывать нельзя. Они не умеют судить. Ты к ним по-хорошему, а они к тебе задним местом, да? Кристина Игоревна, вы меня простите. Самое главное, я им говорила за дисциплину. Но до них, видимо, не доходит, да, Наташа? Я кого просила сидеть за дисциплиной в классе? Ну, спасибо тебе, Наташа. Себе спасибо, скажите, дебилы. Наташ, что ты реально перегнул? А нечего было плясать под дудочку молодой училки. Я не плясал под ее дудку. И вообще, почему тебя никто не сдал, если это ты испортила картину? Она сказала, если кто-то ее сдаст, она больше никогда никому не даст писать. Так ты, оказывается, манипулятор? Я не понимаю, как можно было так подставить своего классного руководителя? Чем я это заслужила, а? Простите, Александра Юрьевна. Что мне, ваши простите? Убирать тут все быстро, пока блестеть не будет. Блин. У всех дети как дети. А мне досталось черти что. Вы худший класс за всю историю школы. Ну ты, Наташа, молодец. Ну что, сумасшедший? А почему вы так со мной разговариваете? Блин, а что мне с ними делать? Саша, ну ты что, правда принес голубя в школу? Нет, я что, ему дурака попала? Дмитриева, почему так поздно? Чего поздно? Еще пять минут до начала урока. Вот именно, всего лишь пять минут. Ну, простите. Все ваши ребята уже давно в компьютерном классе. Отправляйтесь туда, дальше вам все расскажут. Что расскажут? Что я уже сделал? Эээ, привет всем. Дима, ты почему опять опаздываешь? Да я не опаздывал, еще пять минут до начала урока. Ну ты как всегда, но я же тебе вчера писала. Куда ты писала? В инстаграм тебе писала, чтобы ты не опаздывал. Я не заходил в инстаграм. А нужно было? Привет всем. Саша? Привет. Привет. А у нас урок в этом классе будет проходить? Нет, не в этом классе, мы ждем пока нас Александра Юрьевна заберет. Куда? Ну в нормальный класс, Саша, не тупи. Понятно, ну ладно. Чего? Саша, а что это у тебя за коробка? Секрет. Ты сейчас серьезно? Ну да, это мой секрет. Может покажешь его нам? Ну если вы так сильно хотите, я могу показать. Интересно, что там за секрет такой? Голубь? Это что, ворона? Что? Сама ты ворона, это голубь. Ты притащил в школу голубя? Ну да, а что здесь такого? Ты бы еще корову притащил. Так у меня нет коровы. То есть, если бы у тебя была корова, ты бы ее тоже в школу притащил? У меня же нет коровы, а? Так, ну что, все готовы? Да. Я надеюсь, вы помните, о чем мы с вами договаривались? Договаривались? А вы про что? Вот если бы вы приходили раньше на занятия, вы бы знали, о чем я говорю. Димуна, сейчас будет открыт урок перед комиссией. Открытый урок? Вот блин. Так, все за мной. И только попробуйте меня подставить перед учителями. Блин, я вообще не знал, что у нас сегодня открытый урок. Я тебе говорила, надо было заходить в инстаграм. Что мне делать с голубем? Выпусти его на волю. Не выпущу, а я себе его домой заберу. Ну тогда решай свои проблемы сам. Блин, ну что мне с ним делать? Итак, дети, сейчас тихонько заходим, здороваемся со всеми и садимся по местам. Договорились? Да. Заходим. Добрый день, уважаемые гости и мои ребята. Добрый день. Так, ребята, можете рассаживаться по местам. Первый стол Герман, Сэм, Варя и Софья. Второй стол Наташа, Дима, Руслан и Саша. Хорошо. Все остальные за третий стол. Почему тебя посадили именно с нами? А что не так? Ты ворону в школу принес, ты нас подставишь. Не ворону, а голубя. И вообще-то я его спасаю. Я рада приветствовать всех вас в нашем дружелюбном классе. У меня сегодня прекрасное настроение. А как ваше настроение, детки? Что происходит с Александр Юрьевым? Она пытается понравиться учителям из комиссии, да? Ну? С хорошим настроением, Александра Юрьевна. Вот и отлично. Я надеюсь, что мы с вами сегодня, ребята, продуктивно поработаем. И в конце дня останемся с таким же прекрасным настроением. Ничего. Бобби, тихо. Бобби? Ты что, ему еще имя дал? Ну да. Так, а сейчас кто мне напомнит, над каким разделом мы работаем? Да, Наталья? Мы работаем над разделом зоологии. Совершенно верно. И сегодня мы продолжим изучать раздел зоологии. Саша, блин. Саша, вынеси этого голубя. Может, он в туалет хочет? Ну так пускай в коробку сходят. Почему страшно? А? Саша, сделай что-нибудь с ним. Всталь. Александра Юрьевна. Да, Александр, вы готовы отвечать? Нет. Как нет? А зачем вы руку поднимали? Ну, я в туалет хочу. Александр, ну вы же знаете, что ходить в туалет на уроке у нас строго запрещено. Мне очень надо. Присаживайтесь на перемене, обязательно сходите. А сейчас кто мне ответит? Какие разделы изучает зоология? Софья, может быть, вы что мне делать? Головой нужно было думать. Отлично, Софья, присаживайтесь, вы все верно ответили. А сейчас кто мне ответит, что изучает раздел морфологии? Может быть, Дмитрий? Я. Да, вы. Ну, раздел морфологии изучает. И что же? Он изучает внешнее строение организма. Эээ, внешнее строение? Совершенно верно. Раздел морфологии изучает внешнее строение организма. Спасибо тебе, Наташа, счастье. Вот и отлично. А как вы успели заметить, у вас на столах задание для работы в паре, на которое я даю вам по 15 минут. Ну а наша уважаемая комиссия будет следить за вами, чтобы понять уровень вашей подготовки к уроку. Что вы будете с нами сидеть? Саша, мы ничего не знаем. Уважаемая комиссия, можете выбрать себе ребят и присесть к ним за стол для наблюдения. Вот черт. Саша, спрячь свою ворону под стол. Если она убежит. Наташа, я очень надеюсь на вашу команду. Хорошо, Александр Юрьев. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Вы не против, если я понаблюдаю за вашей работой? Нет, конечно. Ну что, тогда давайте решать. Да, Наташа, давай. Дима, зачитай первый вопрос. Систематика это наука. И как вы думаете, что такое систематика? Это что-то связано с живым организмом. Хорошо, что ты думаешь, Саша? Мне кажется, что мне нужно выйти в туалет. Почему же вы не сходили перед уроком? Жень, Александр Юрьев всегда отпускает в туалет на уроках. Саша. Всегда отпускает, говорите. Вы нас извините, Александр просто пошутил. Александра Юрьевна нас очень редко отпускает в туалет на уроке. Интересно. А что это у вас за коробочка такая привлекательная? А, ну там голубь. Саша, заткнись. Голубь? Ну что, детки, все получается. Может, есть какие-то вопросы? Нет, Александра Юрьевна вопросов нет. Александра Юрьевна, не беспокойтесь, у нас тут все хорошо. Вот и отлично. Но если появится какой-то вопрос, поднимайте руку, я сразу же к вам подойду. Договорились? Да. Так вы говорите, у вас там голубь? Не обращайте внимания, там нет никакого голубя. Он просто шутил. Ничего я не пошутил, Наташа. Саша. Да что? Ладно, продолжайте работать, я не буду вас отвлекать. А я понаблюдаю. Дима, зачитай второй вопрос. Что такое физиология? Я когда шел в школу, нашел голубя, я решил его подобрать в коробку. Так вы серьезно говорите или шутите? Нет, не шучу, он будет жить теперь со мной. Саша. Так вы, может, покажете мне его? Кого? Голубя. А, ну, может, лучше после урока. А почему же не сейчас? Ну, потому что Александра Юрьевна может злиться. А мы ей ничего не скажем. Нет, давайте уже после урока. Вы что, подшучиваете надо мной? Нет, не шучу. Может, продолжим решать задание? Да, давайте. А что в третьем? Покажите, пожалуйста, что у вас в коробке. Я же вам сказала, там голубь, я его вам не покажу. Саша, хватит, там он его чучит, я его не обманываю. Тогда докажите, что не обманываете. Ай, ладно, на, смотрите, только честь дырочку, а то он еще улетит из-за вас. Саша, ты издеваешься. А что он мне не верит? Это идиотизм. Это Бобби вообще-то. Вы в своем уме? Что происходит? Александра Юрьевна, можно выйти? Александр, что с вами происходит сегодня? Мне очень срочно нужно выйти. Я с вами буду разговаривать после уроков. У вас есть одна минута, идите. Спасибо. И что, вы теперь все расскажете Александре Юрьевне? Я думаю, что Александра Юрьевна не виновата в том, что ученики приносят в школу черт знает что. Мы говорили Саше, чтобы он его выпустил, но он нас не послушал. Честно говоря, я до последнего был уверен, что вы надо мной подшучили. Александра Юрьевна, можно войти? Входите, Александр. Спасибо. Он опять вернулся с коробкой? Вы снова принесли своего голубя. Не голубя, а Бобби. У вас все в порядке с головой? А у вас? Саша, ты закройте это уже. А что он ко мне цепляется? Почему вы разговариваете со мной на ты? А что вы ко мне цепляете? Саша, не позорю Александру Юрьевну. Я ее не позорю. Александра Юрьевна, подойдите, пожалуйста, к нашему столу. Да, что случилось? Ну все, спасибо тебе, Саша. Вы знаете, что ваши ученики приносят в школу черти что? Не поняла, это вы о чем? А вы вот спросите у своего молодого человека. Пускай он покажет, что у него в коробочке. Александр, что случилось? Ничего. Не обманывай, учителя, покажи, что у тебя в коробке. У меня там ничего нет. Саша, покажи, что в коробке. Тут пусто. В смысле? Действительно никого нет. А кто там должен был быть? Ну что, его выпустили? Кого? Тут был голубь. Простите, кто? Голубь. Его звали Бобби. Вы меня извините, но тут и вправду никого не было. Вы меня что, держите за ее? Ну, тут реально никого не было. Тогда зачем вам нужна пустая коробка? Вы меня, конечно, простите, но цепляться к моим детям за пустую коробку на уроке, это уже слишком. Вы это о чем? Я, конечно, понимаю, что вы член комиссии и вам нужно составить правильный рапорт. Но неужели вы считаете, что пустая коробка это действительно причина для рапорта? Вы что, сумасшедшие? А почему вы так со мной разговариваете? Потому что ваши безответственные дети притащили на урок голубя. А в ответ на мои замечания вы оставляете мне шизофреником. Саша, у тебя что, действительно был голубь? Нет. Так, я все понял. Уважаемые члены комиссии, попрошу вас покинуть данный урок, а с ними и их детьми пускай занимаются другие органы. Вот черт, а где голубь? Саша, ну ты что, правда принес голубя в школу? Нет, я что, дурака похож? Значит, у этой комиссии действительно был план сорвать нам урок. Я была наслышана, ебаная, проделка. Александра Юрьевна, но во всяком случае вы молодец, вы хороший учитель без всякой там комиссии. Спасибо, Наташенька, вы мой самый лучший класс за всю историю школы. Ага. Вы что, действительно считаете, что я похож на дурака? Я его в туалете поймал. Зачем вы голубей по туалетам ловите? Чего? Что? Саша! Саша. Офигеть, сколько тут денег. Ребята, смотри, какая у Александра Юрьевны странная мочалка. Саша, а где твои кроссовки? В смысле? Чего? А ты знаешь, что я сегодня разговаривала с своим классным руководителем? Зачем? Ну как зачем? Я же должна знать, как дела у моего любимого сына в школе. Или я чего-то не должна знать. Так, а что тебе сказали? Сказали, что вы писали самостоятельную, плюс какие-то контрольные. А ты мне не сказал. Так оценок еще никто не знает. Сказали, что на следующей неделе все будет известно. На следующей неделе? Хорошо. Но если я узнаю, что плохо написал, отключу интернет. За что? За плохую учебу, Дима. Спасибо за испорченное утро. Я в школу. Пока. Надеюсь, ты меня услышала. Привет всем. Привет. Привет. Наташа, привет. Как настроение? Да мама, как всегда, его испортила. Что случилось? Говорит, что с классухой разговаривала. И что? Сказала, если у меня будет плохая оценка по контрольной, то она мне отключит интернет. А ты думаешь, что это плохо написал? Я не знаю. А когда оценки будут за контрольную? Александра Юрьевна сказала, что на следующей неделе. А кто их проверять будет? Саша, что за тупые вопросы? Конечно, Александра Юрьевна. А кто же еще? Блин, если я плохо напишу, меня бабушка тоже накажет. Ну, значит, мы все останемся без интернета. А видели новое видео Егорика? Егорика? Саша, это сейчас так важно? Нет, просто он в своем новом видео грабил директора школы. Прикольное видео. Я не вижу в этом ничего прикольного. А что, если классуху нашего грабят? Да я пошутил. Что ты начинаешь? Я думала, это уже совсем того. Доброе утро, дети. Доброе утро, Александра Юрьевна. Ну что, к урокам все готовы? Домашнее задание сделали? Да. Вот и отлично. Кстати, контрольная я ваше еще не успела проверить, поэтому оценки скажу на следующей неделе. Ну а так все, ждите учителя и к вам я приду после четвертого урока. Хорошо. Видимо, мы все провалили эту контрольную. Присон, ты смотришь на видео Егорчка, где они ограбили своего директора? Нет, Саша, не смотришь. А может, ограбим нашу классухую и подмеем все наши контрольные на правильные? Саша, ты дебил, ты хочешь, чтобы нас всех из школы отчислили? Вообще, нас всех точно не выгонят. Ну вообще, Саша, правда? Ну да. Ну серьезно? Ну если что, я могу остаться без интернета, так что идея хорошая. Это тупая идея, нужно было лучше готовиться к контрольной. Мы не виноваты, что ты отличница. А тебе что мешает стать отличником? Так что, кто за? Ну если об этом никто не узнает, то я за. Я тоже не против, я с вами. Наташ, ты как? Я не буду участвовать в этом. А кто-то знает, где Александра Юрьевна живет? Я знаю. Мы как-то с Сэмом тетради домой приносили. О, тогда я тоже с вами. Ты сумасшедший или как, Дима, ты когда-нибудь будешь думать своей головой? Наташ, ну блин, мне нельзя получать двое. Так что, тогда после урока вообще сбор? Да. А остальная часть класса не с нами? Да и пофиг. А вы уверены, что это ее дом? Ну да. Я когда выжжу, то тоже классным руководителем стану. Зачем? Я тоже такой дом хочу. Саша, блин. Ребята, стойте. Наташа. Меня подождите. Зачем она пришла? Наверное, из-за Димы. Дима, реши вопрос. Наташа, что случилось? Может, вы передумаете? Мы уже все решили. Тогда я с вами. Что? Серьезно? Да, потому что я там не уверена в одном задании, мне надо его перепроверить. Ты же была против? Мы можем идти? Пошли. Да, только давайте побыстрее. Тогда погнали. И что дальше? У нас включение. Вы сидите серьезно? Может, через окно? Может, под ковриком? Что под ковриком? Саша, не тупи, отойди уже. Вы думаете, она реально ключи под ковриком держит? А это что? Что? Может, ну его нафиг, мне уже как-то пофиг на эту твойку. Саша, ну это же была твоя идея пробраться. То есть я буду виноват? Да не ной ты, Герман, открывай. Ну, если что, это была общая идея. Хорошо, Саша, общая. Ну что, разделяемся? Хорошо, мы тогда с Димой пойдем в спальню, а вы ищите в других местах. Почему вы в спальню? Ну, может, ты сама пойти в спальню. Сама? Дима, не хочу. Значит, ищите в других местах. Так, давайте не тратить время. Начинаем искать. Давайте. А Александра Юрьевна пока ты живешь. Ну, может, у нее муж богатый. У нее разве есть муж? Ну, я его никогда не видела. Тогда откуда деньги на такой дом? Ну, я не знаю, Дима. Захоти давай. А ты? Ну, я после тебя. Ладно, иду. Офигеть, у нее спальня. Давай будем искать то, зачем мы сюда пришли. Хорошо, я тогда посмотрю по тумбочке. Хорошо, а я по шкафчикам. Дима? Смотри, наручники я нашел. Откуда это? Не знаю, я ванной нашел. А что? Саша, положи это на место. Че? Ну, ладно. Выходит, что муж Александры Юрьевны полицейский? Откуда я знаю? Ищи наши контрольные. Хорошо, так, ладно. Наташ, тут только конверт. Больше тут ничего нет. А что за конверт? Ну, тут написано родительский комитет. Это нам не нужно, лучше не трожь. Хорошо, не трогаю. Блин, так интересно. Офигеть, сколько тут денег. Тебя, смотри, какая у Александры Юрьевны странная мочалка. Мочалка? Саша, откуда ты все это берешь? Главное, что? Хватит искать контрольные в ванной. Ты их там сто процентов не найдешь. И поставь это на место. Ну, хорошо. Дима, здесь нет контрольных. Нам нужно идти в другую комнату. Ну, я кроме денег ничего не нашел. Ты что, трогал конверт? Нет. Я же тебя просила не трогать его. Я не открывала его, честно. Вы нашли что-то? Нет, ничего нет. И у нас ничего нет. Нужно идти на второй этаж. Ну, тогда чего стоим, пошли. Ну, пошли. Ребята, нам нужно снова разделяться. Давайте решать, кто куда. Сашенька, ты давно пришла? Кто это? Я не знаю. Нужно мужик? С женским голосом? Блин, нас поймают и выгонят из школы. Да никто нас не поймает. Пошли на второй этаж. Я в магазин ходила, продуктов купить. Как мы выберемся отсюда? Саша, ты помолчит уже. Я боюсь. Саша, реально, хватит ныть. Ты почему молчишь? Отдыхаешь? Что нам теперь делать? Как минимум взять тебя в руки и не паниковать. Где нам контрольные искать? Ты сейчас реально думаешь о контрольных? Если что, контрольные у меня. В смысле? Откуда? Ну, они вот тут лежали. Так что мы делаем? Ба, ты дома? Сашенька. А ты что, разве не дома была? Вот черт, Юрьевна пришла. Что нам теперь делать? Может, я за окно выбежу? Ты нормально, мы на втором этаже. И что? В общем, предлагаю так, спуститься сейчас и сознаться во всем. Нас выберем из школы. А не нужно было залазить в дом классного руководителя. Я знаю, не залазила. Я знаю, поэтому я хочу сознаться. Ба, тебе опять, наверное, привиделось. Пошли лучше поможешь мне пакет из такси занести? Сашенька, я же не дура. Дверь была открыта. Бежим, куда? Да быстрее. Ну ладно. Ну вас нафиг, все ваши идеи тупые. Зато у нас все получилось. Нам не поставят двойки за контрольную. Саша, а где твои кроссовки? В смысле? Чего? А, так я когда в дом захожу, всегда разживаюсь. Ты серьезно? Так а что с контрольной мы делать будем? Дай я посмотрю. Это что? Наташа, что там? Это наша общая фотка. И что на ней? Тут написано, что мы любимый класс. Серьезно? Так все, когда мы контрольной проверять уже будем? Саша. Саша, блин. А я вам говорила, что так нельзя делать. Дети. Александра Юрьевна, прежде чем вы выгоните нас из школы, знайте, мы вас очень любим и уважаем. И поступок, который мы совершили только что, мы его сделали неосознанно. А под влиянием интернета мы бы никогда так не поступили, так как поступили сегодня. И готовы потерпеть любое ваше наказание. Мы это заслужили. Ну что ж, проходите в дом, чаю попьем. Чаю? Да, Дима, чаю. Не будем же мы на улице стоять и разговаривать. Ну ладно. То есть вы знали, что мы проникли к вам в дом? Ну да, мне ребята из класса все рассказали. И вы нас даже не накажете? Ну, начнем с того, что я бы вас наказала, если бы вы сами во всем не признались. То есть вы специально дали нам время и возможность уйти? Ну конечно. Знакомьтесь, это Тамара Никитична, моя соседка. Когда я узнала про ваш план, я позвонила ей и попросила ее, чтобы она пришла ко мне в дом и напугала вас. Но когда я вернулась домой и увидела на пороге чьи-то кроссовки, я поняла, что вы еще не покинули дом. Поэтому я и придумала эту историю с такси и продуктами, чтобы дать вам возможность уйти. Извините нас, Александра Юрьевна, мы маленькие дурачки, и все это из-за дурацкого видео в интернете. Ничего страшного, самое главное, что вы это осознаете. И вы все расскажете нашим родителям, да? Не расскажу, если пообещаете мне больше не творить такой ерунды. Договорились? Да! Вы же мои оболтусы. Мы вас очень любим. И я вас люблю. Александра Юрьевна, зачем такая большая моча у кабанной? Саша, молчи. Саша, ты о чем? Я тебе верила, слишком много, хватит с меня. Ты серьезно, организовал для меня свиданку? А это костюм официанта. Ну, а я тебе реально так сильно нравилась? Дима, что у тебя с успеваемостью? Все хорошо, Александра Юрьевна. Нет, но если для тебя плохие оценки это хорошо, тогда да, у тебя действительно все в порядке. Как можно было умудриться получить двойку по физкультуре? Я просто форму забыл. А с математикой что, голову забыл? Вы посмотрите, там у всех плохие оценки. Я сейчас с тобой разговариваю, ты не переживай, до других очередь тоже дойдет. Но нам математичка занижает оценки. Опять 25? Ты с Наташей сидишь? Ну да. Ну вот, бери пример с нее, у нее с математикой все отлично. Ну, я же не виноват. Значит, и я не буду виновата, когда тебя за плохую успеваемость будут в другую школу переводить. Возьмись за голову, в конце концов. Попроси Наташу, чтобы она тебя подтянула. Ты сидишь с ней за одной партой, а даже списать не в состоянии, господи. Ну, Александра Юрьевна. Так, я думаю, мы друг друга услышали, свободен. Офигенно, блин. Вот почему из всего класса только меня позвали? Неужели я самый плохой здесь? Дима, ты что, плачешь? Плачу. Ну да, ты скулил только что, я слышал. Саша, ты дурак? Дима, а зачем тебе Юрина вызвала? Ну, она мне про успеваемость рассказывала. Она про всех говорила, а только про тебя? Ну, вообще только про меня. А про меня что, спрашивала? Нет, Саша, не спрашивала. Фух, пронесло. Так и что по итогу? Сказала, если не буду учиться, могут перевести в другую штуку. Так ты же с Наташей сидишь, чего не списываешь у нее? Так он же ее любит, но я она подставлять не хочет. Саша, заткнись. А у вас уже свиданка была? С кем? С Наташей у тебя свиданка была? Нет, мы просто друзья. Ха, ну друзья не смотрят друг на друга такими влюбленными взглядами. А, это ты про что? Это он про то, что Наташа тебя любит. Чего вы ко мне пристали с запросами? Никто никого не любит. Так и свиданка была или нет? Ой, все, идите в жопу. Чего вы так орёте? Вас из коридора слышно. А мы твои отношения с Димой обсуждали. Чего? Про твои и Димой. Саша, ты бы лучше про свои отношения с учителями подумал. А ты про свои с Димой. Саша, да заткнись. Что у вас здесь происходит? Они спрашивали у меня, было ли у нас свидание. Что ты ответил? Ну, сказал правду, что у нас ничего не было. И как? Тебе все устраивает? Ну нет, я пытался им рот закрыть. Дима, я не про это. А про что? Ой, все, забей. Дима, Наташа на свидание намекает. Саша, отвернись. Вообще-то я ваши отношения спасаю. У нас нет отношений. Что? Ну, я говорю, что у нас нет отношений. Понятно. А что я не так сказала? Добрый день, дети? Добрый день. Сидите, сидите, сидите. У вас же сейчас последний урок литература? Да. Вот и отлично. Готовьтесь к уроку, учитель сейчас придёт. А ты, Наташа, собирайся, пошли со мной. Куда? Я отпросила тебя у Софьи Михайловны, надо кое с чем помочь. Хорошо, Александра Юрьевна. Чего? Александра Юрьевна, можете меня тоже отпросить? Александр, если вы так хотите, я могу позвонить вашим родителям и отпросить вас на вечер мыть в школе коридоры. Хотите? Нет. Вот и отлично. Готовимся к уроку. Наташа, пошли. Повезло тебе. Кому ещё повезло, Саша? Наташа, пока. Дима, Наташа обиделась? Нет, не обиделась. Да мы всё видели. Она обиделась из-за того, что у вас свиданки не было. Мне не нужна свиданка. Потому что ты трусишь. И почему же? Дима, если хочешь, мы можем тебе помочь. В чем? Мы можем организовать для тебя свиданку с Наташей. Мне не нужна свиданка. А Наташа нужна. Мы уж делаем тебе свиданку в школе? А что, отличная идея. Я вам ещё раз говорю, мне свиданка не нужна. Да ты просто трус, ты не знаешь, что им с ней говорить на свиданке. Это не так. Так докажи нам это. Что вам нужно? Слушай, ну во-первых, Александра Юрьевна сказала, что тебя могут перевести в другую школу. Наташа хорошо учится, вы любите друг друга. Устроишь свиданку для Наташи, она взамен подтянет тебя по урокам. А что, отличная идея, я за. Я тоже за. Вы за меня решение принимаете? Короче, ребят, он струсил, готовимся к урокам. Трус. Ладно, я согласен. Так это не из-за того, что она хорошо учится, а из-за того, что она мне нравится. Ты уверен? Да, но мне пофиг на учёбу, на Наташи мне реально нравится. Тогда после этого урока у тебя начинается свиданка. Расскажешь потом? Что? Ну каково быть на свидании? Саша. Ну а что, может я тоже какой-то училки свидания устрою? Ты дурак? А откуда у вас деньги на это всё? Силами со школьных обедов. Блин, спасибо вам. Что спасибо, деньги возвращать будешь? Чего? Ну вообще, Саша прав, я не хочу голодать всю неделю. Так у меня не будет столько. Да ладно, не парься, мы шутим. Я вообще-то не шучу. Ну Саша можешь вернуть. Чё? Это всё, что я смог найти? А это что? Это костюм официанта. Какого ещё официанта? Семь будет официантом на ваш вечер. Вообще-то это не мой размер. Знаешь, кто-то другой будет официантом. Саша, это твой размер. Да я буду официантом. Стоп. Я не хочу быть официантом. Саша, не ной, пора разойдёшь и выйдешь, ничего с тобой не случится. Офигенно, блин. Ну? Мне не продали. А в руках у тебя что? А если Александра Юрьевна узнает? И что? Ну вообще да, в школе такое пить нельзя. Вообще дураки, это детское шампанское. Блин, может не будем этого делать? В смысле не будем? Мы уже деньги потратили. Так я верну. Когда? Через месяц? Ну я просто... Всё, Дима, поздно заднюю давать. Садись и жди. Да блин. Саша, ты сделал то, о чем мы просили? Да, я написал он тоже. Дима, наслаждайся моментом. Идём. Дима, расскажешь потом, каково это? Саша, отстань от него, пошли. Вот чёрт. И о чём мне с ней говорить? А вдруг я ей вообще не нравлюсь? Или может мы просто друзья? Хотя друзья не обижаются, если их не зовут на свидание. А она обиделась. Значит я ей нравлюсь. Но о чём мне с ней говорить? Саша, если это очередная ваша тупая проделка, то я не буду с вами разговаривать. Ясно? Да помолчи ты. Ты офигел? Это сюрприз. Какой ещё сюрприз? Ты обращаешься со мной как с табуреткой? Короче, садись на стул и снимай повяжку через минуту. Окей, а где стул? Не знаю, нащупай его. Ты дурак. Вот блин, и что делать? Всем наваляю, выяснили? Так, ладно, главное не паниковать. Так о чём мне с ней говорить? Может спросить, какое у неё любимое домашнее животное? Или кем работают у неё родители? Да не, это тус. Всё, я снимаю повязку, достали. Эээ, блин. Дима? Эээ, Наташа? А что здесь происходит? Ну, тут это... Это то, о чём я думаю? А о чём ты думаешь? Ну, это свидание? Ну, получается, что да. Ты серьёзно организовал для меня свиданку? Ну, как я? Ты хочешь сказать, что это организовали ребята? Нет, ты что? Это всё я придумал. Ну, тогда прости меня. А за что? Ну, за то, что я сегодня обиделась на тебя на уроке и вела себя как токсин. Что? Ну, я очень злилась на тебя из-за того, что ты не делаешь первые шаги и вела себя токсично по отношению к тебе и даже специально тебе не давала список. Ты серьёзно? Ну да. Это получается, что я слепой дурак и всего этого не замечал? Получается, что да. А? Можно к вам? Саша, что с тобой? Я не Саша, а Раль Беттерфэр. Чего? Что непонятного я официант на сегодняшний вечер? Это что, шампанское? Да. Дима? Ну, оно же детское. Ну, раздятское, тогда ладно. Ну, хорошо. Саша! Что? Ты чё стоишь? Что мне делать? Может, ты уйдёшь? Ну ладно. Вот же дурак. Да чего ты, Саша, смешной ведь. Ну, это да. Ну, а что расскажешь? Вот блин, что говорить? А кем твои родители работают? Зачем тебе это знать? Действительно, зачем мне это? А у тебя есть домашнее животное? Дима, да что с тобой происходит? Да я просто не знаю, о чём разговаривать на свиданиях. Это моё первое свидание. Это тоже моё первое свидание. Давай будем самими-собими, понятно? Самими-собими, ну ладно. Ну, а я тебе реально так сильно нравлюсь? Слушай, а может открыть шампанское? А может, ответишь на вопрос? А может, после шампанского? Так нравлюсь или нет? Я не поняла, что здесь происходит? Александра Юрьевна. Вот блин. Я спрашиваю, что здесь за уединение? Александра Юрьевна, это свидание. Свидание в шестом классе? Вы что, слишком взрослые? О, нет. Ты для этого вырядился в рубашку и галстук? Ну да, я официант. Слышишь, официант, лучше бы ты так в школу одевался. Дима, я когда просила тебя подтянуть учёбу, я не это имела в виду. Или ты всё буквально воспринимаешь? Дима, что значит подтянуть учёбу? А то и значит, Наташа. Дима, хотя я взяла тебе свидание, чтобы ты им отдавала списывать. Это неправда, а зачем ты врёшь? А ты так сам говорил. Я говорил по-другому. Мне что, сфотографировать вас с этой бутылкой и отправить в родительский чаш? Что за алкоголь в школе? Это детская шампанчика. Так, Саша, вышел отсюда. А я что? Я сказала быстро. Ой, дети, я, конечно, понимаю, что у вас переходной возраст, мозги чешутся не в тех местах. Но допускать действия такого рода в школе я просто не позволю. Вы бы ещё свадьбу тут сыграли. Наташа, тебе повезло, что ты меня сегодня выручила. Значит так, собираем всю эту церемонию и быстро по домам, пока я не позвонила вашим родителям. Александра Юрьевна. Я сказала, у Вас есть пять минут. Придумали тоже свидание в школе устраивать. Дима, в последнее время ты вообще на волоске висишь. Действительно, ещё б свадьбу тут сыграли. Блин. Ты специально это всё устроила, чтобы я тебе давала списывать? Ты что, прикалываешься? Мне пофиг на это. Ты мне просто нравишься. Я тебе уже не верю. Нужно было раньше говорить. Наташа, ну я серьёзно. Мне пофиг на оценки. Ты мне реально нравишься. Ты что, дурак, что ли? Как может быть пофиг на оценки? Наташа, Диме реально пофиг на оценки. Эту свиданку он попросил устроить только, чтобы побыть поближе к тебе. Да что вы его защищаете? Да я реально свидание хотел, чтобы с тобой побыть. Да я забыл про это. Саша, блин. Всё с вами ясно. Идите вы все в жопу. Даже ты, Дима. Да я тебе честно говорю, ну поверь мне хоть раз. Я тебе верила слишком много. Хватит с меня. Офигеть. Ну спасибо за свидание, пацаны. Мы не думали, что Юрьевна придётся. Теперь она точно меня никогда не простит. Да она перебесится, и всё будет нормально. Саша, сейчас я беситься начну. Саша реально достал. А я что? Дима, не парься. Она реально перебесится, и всё будет нормально. Тупое свидание. Так и знал, что не нужно было соглашаться. Зато она понимала, что ты ей дорог. Да иди ты. Я понять не могу. Тебе что-то не нравится. С компьютером что делать будем? Может, это я новый парень? Тебе надо, ты успокаивай. Интересно, ей понравятся такие цветы? Ой, Дима, привет. О, Наташа, я как раз хотел с тобой поговорить. А это кто? Снакомься, это наш новенький. Новенький? В смысле? Это ты мне про него рассказывала? Про меня? А ты вообще откуда? Меня перевели из другой школы. Что-то не нравится? А почему нам никто не сказал об этом? Ну, Юрьевна сегодня в школе не будет, наверное, поэтому никто и не говорил. Офигеть, а остальная часть класса видела уже его? Нет, не видела, я его только что встретила. А цветы это кому? Цветы? А это тебе? Ну, знаешь, мне цветы не нужны. Можешь их кому-то другому подарить. Костя, пошли. В смысле другому? Я же хотела звонить со своей спочтой на свидание. Офигеть. Ребят, а вы слышали новость? Ты встретила его? Ну, можно сказать, что да. Серьёзно? А где? Только что в коридоре. А оно ещё не улетело? Саша, я пошутил. Вы знаете, что у нас вообще новенький появился? Что тебе такое сказал? Я только что его в коридоре видел. Так ты сказал, что я нового видел. Саша, ну ты серьёзно? Так а откуда ты знаешь, что у нас новенький? Ну, мне Наташа сказала. А Наташа откуда знает? Ну, она с ним рядом шла. Может, это её новый парень? Новый парень? Да, она пошутила, наверное. Ребята, всем привет. Наташа. Привет. Зднакомьтесь, это Костя. Всем привет. Можете называть меня Костыль? Костыль? Костя с этого дня будет учиться в нашем классе. Наташа, ты уверена в этом? Но ведь Юрьевна ничего не говорила. Зато я вам говорю. Костя, сегодня ты будешь сесть со мной. Я тебе расскажу, что и как. А, как же я? Ты можешь сесть с своим лучшим другом. Ты про кого? Это она про Сэма, наверное. Я вообще-то про тебя, Саша. Дима, он тебе даже цветы купил. Вообще-то это не ему. Мне не нужны цветы. И мы с Димой не друзья. Пошли, Костя. Видимо, Наташа нашла тебе замену, Дима. А почему сразу замену? Дима, я не хочу с тобой сидеть. Хорошо, Саша, не будешь. Ну вообще, Костя, мы очень дружелюбный класс. И если тебе надо будет помочь успеваемости, ты всегда можешь обратиться ко мне. В смысле обратиться? Ты даже мне не помогала. Дима, почему ты лезешь не в свои дела? Не разобраться с ним, Наташа. Не обращай на него внимания. Он просто злится, что ты сидишь со мной. Ничего я не злюсь. Мне вообще пофиг, с кем ты сидишь. Я понять не могу. Тебе что-то не нравится. А если не нравится, то что? Тогда могу разобраться с тобой. Костя, успокойся, не трошь его. Ты, кстати, ноутбук взял? Вообще офигел. Первый день в школе, а уже так выпендривается. Дима, ты ноутбук взял? Нет, не брал. А нужно было? Я поэтому и не хотел с тобой сидеть. Так, а для чего ноутбук? У нас у меня информатика. Нужно было взять ноутбуки. О, так у тебя еще и с памятью проблемы. Ты это кому сказал? Мальчику, который сидит напротив меня. Мне что ли? Слушай, запишись в крючок, пройди обследуй. А то у тебя, видимо, еще со слухом проблемы. Если ты сейчас не замолчишь, то я... То что ты? Дима, отвремись, пожалуйста. Наташа. Ну что, танкисты, к уроку все готовы? Да. Дима, вот почему ты ноутбук не взял? А ты почему не взял? И бабушка не разрешает его в школу носить. Так, а от меня что ты хочешь? Я не слышу, готовы все или, как обычно, есть те, кто отличился? Все готовы. Вот и отлично. Наталья, можно, пожалуйста, список учеников, кто отсутствует? Отсутствует Малярчук, Степанюк и Осипенко. Ну, в принципе, это как обычно. А у нас еще новенький есть? Новенький? Встаньте, пожалуйста. Я тут. Это хорошо, что вы тут. А как зовут? Меня Костя. Откуда вы к нам приехали? Ну, это... Забыл, что ли? Ну, хорошо, компьютер взял? Да, вот. А вот тут ты молодец, Костя. А то в нашей школе некоторые проблемы с компьютерами иногда приходится пользоваться своими. Присаживайся. И что нам делать? Я не знаю, Саша. Александр, что у вас снова случилось? Дима, компьютер нет. У меня? А твой где? Мне бабушка не разрешает. Ну, возьмите мой раз вам бабушка не разрешает. Серьезно? Нет, я пошутил. Ну, ладно. Александр, возьмите мой компьютер. Ты больше пошутил. Саша, блин, возьми компьютер. Вот, держи и смотри, пользоваться аккуратно. Хорошо, спасибо. Отлично. Ребята, на прошлом уроке мы изучали теорию презентации. Помните? Да. Хорошо, запускаем компьютеры и приступаем к работе. Я вижу вот два сапога пара, да? Слушай, чего ты хочешь? Наташа, еще слабое звено класса. Ты под мое описание подходишь. А ты подходишь под описание тупого. За языком следи. Наташа, успокой своего нового друга. Тебе надо, ты успокаивай. Лицемерка. Что? Что слышала? Ты что, игру включил? Нет, я включала, она так и была. Ты зачем врешь? Не вруй. Предпоследняя парта, что у вас там случилось? Ничего. А предпоследняя парта решила в игры поиграть вместо того, чтобы делать презентации. Какие игры? Что у вас здесь? Мы честно не во что не играли, мы записали ноутбуки, тут это. Верю. Это я играл. Вы? Ну да, ноутбук-то мой. Значит, играл я, правильно? А вы что, в танки играете? Да, я играю. А знаете почему? Ну, может, потому что вам скучно. Нет, Александр, вот что у меня написано в ноутбуке? Танкуй. Правильно, Саш, танкуй. Это своеобразный боевой клич, с которым танкист идет по жизни. В любой ситуации проявляя стойкость своего характера. Так вот, когда я был примерно вашего возраста, мне очень сильно нравилась моя одноклассница. Ну, она как-то не обращала на меня внимания. Я думаю, у всех такое было. Бегал я за ней до конца 11 класса. Но судьба никак не давала мне шанс. Я хотел заслужить ее внимание, но у меня не получалось, и она вечно смотрела на других. У нас Дима так за Ниташей бегает. Саша, я что-то не так сказал? Так вот, она всю жизнь мечтала стать педагогом, как и я. Узнав, какой вуз она пойдет, я подался за ней, и это я называю танковать. Виктор Олегович, а вы, получается, еще тот танкист? Правильно, Александр, я тот еще танкист, ведь еще в вузе все мои старания были замечены, и теперь эта одноклассница, моя любимая жена. Получается, что Дима и Наташа будут муж и жена? Саша. Александр, получается, проявив упорство, я добился своих целей, и замечу так во всем. Главное танковать и не сдаваться, быть упорным. Виктор Олегович, я хочу быть, как вы, танковать. Виктор Олегович, это прекрасная история, нашим мальчикам бы поучиться у вас. Спасибо, Наталья. Ну, тогда продолжаем урок. Виктор Олегович, можно вас найти? Александра Юрьевна? Да, Александра Юрьевна. Запускаем софт и работаем. Наташа, прекрати, пожалуйста. Я тебе что-то говорила? Нет, но я понимаю, что ты это все делаешь на зло мне. Ты про что? Ты специально села с этим Костей, чтобы отомстить мне за свидание. Ой, да больная ты мне нужна, чтобы тебе мстить. Ты слышала, что рассказывал Виктор Олегович? Да, но в его истории он вел себя как мужчина, а ты вечно ведешь себя как баба. Зато этот дурак ведет себя как мужчина, да? Ты меня дураком назвал? Да, тебя. Или тебе что-то не нравится? Эта книга сейчас в тебя полетит, чувак. Костя, успокойся. Да он только и умеет, что предметами кидаться, как баба какая-то. А? Он что, дурак? Что вы делаете? Ты что, вообще тупой? Ты первый начал, я вообще не хотел этого делать. У тебя с головой нет никаких проблем? Это ноутбук учителя вообще-то. Я не поняла, что за шум? Учитель попросил вас посидеть тихо. Головенький сломал компьютер Виктора Олеговича. Какой еще новенький? Вот Костя. Костя, ты кто такой вообще? В смысле? Че молчишь? Я спрашиваю, как здесь оказался? Его Наташу перевела. Наташа, это кто? Мне что, по слову из вас вытаскивать? Извините. Что мне ваше извините? А если бы мне не нужно было приезжать сегодня в школу, чем бы это все закончилось? Можно я постараюсь все объяснить? Мне очень бы хотелось знать, кто это такой Костя. Почему он ломает имущество учителей и присутствует на уроке, на котором не должен присутствовать? Так ты что, не новенький? Наташа, вот о чем ты думала, когда своего брата в школу тащила? Я хотела проучить Диму за то, что он не устроил свидание. Настоящее. Вы что, вообще с ума тут все посходили? Извините, пожалуйста. Что мне твое извините? Наташа, ты лицо класса, ты староста, ты отличница. Что за выходки такие вообще? Такого больше не повторится. Мне что, каждый день на уроках с вами сидеть? Или может мне тут родителей ваших поставить, чтобы за дисциплиной следили? У меня один единственный выходной, а я должна сейчас с вами тут стоять и разбираться. Оно мне надо. Александра Юрьевна, можете позвонить моим родителям? Конечно позвоню. Я еще и Дименым позвоню и расскажу им, что у вас тут вместо учебы Санта-Барбара происходит. Александра Юрьевна, это все из-за того, что мы друг другу нравимся. Что? Ты что, с ума сошел? Романтик с опытом. Александра Юрьевна, Диму тут вообще ни при чем. Я его сама постоянно провоцирую. Не кричите на него. С компьютером что делать будем? Я могу заняться его ремонтом. Вот и займитесь. Наташа, где твой брат? Ну он уже к себе домой пошел. Чтобы я его здесь больше не видела, ясно? Да. Биба и Боба. Извините. Что мне ваше извините? Пусть вас родители извиняют. Ты действительно позвала брата, чтобы меня позвать? Да, но я не думала, что все зайдет настолько далеко. Прости. Ну ничего, считай один-один. Давай все начнем с чистого листа. Давай. Ну знаешь, мне все равно за это стыдно. А мне стыдно за то, что тебе стыдно. Ну знаешь, я тебе могу пообещать одно, что тебе не придется ждать единства класса, чтобы стать моим мужем. Ты серьезно? Ну не знаю, ладно, пошли. Офигеть. Опача, какие люди. Дима, вы что, мордовой тут решили устроить? А у вас есть парень? Ты что, вообще попутал? Да какой он ребенок? Дима, ты проснулся? Мама? Что, мама, ты почему еще лежишь? Давай вставай, не хватало, чтобы в школу опоздал. Мама, слушай, а можно я не пойду в школу? Что, прости, надеюсь, ты пошутил? Нет, я серьезно. Я не поняла, Дима, что за новости такие? В школу не пойдет. Ну, мам, ну пожалуйста, хоть один раз с другим одноклассником родители разрешают прогулать. А мне не волнуется, что там другие. Какие у тебя уроки сегодня вообще? Ну там английский, математика, биология. Нет, Дима, в школу ты пойдешь. Математику прогуливай, да еще и биологию у классного руководителя. Я не позволю. Так что давай, вставай, собирайся, а дома останешься в следующий раз. Честно останусь, а когда? На каникулах, Дима. Вставай. Блин. Привет всем. Привет, Дима. Привет, Дима. А где все? Почему нас так мало? Сегодня день самоуправления. Уроки будут вести старшеклассники, поэтому полкласса резко заболел. Офигеть, вот я дурак. Сейчас бы целый день играл дома в Бравл Старшек. Ты про что? Добрый день, дети. Я надеюсь, вы помните, какой сегодня день? День самоуправления. Правильно, день самоуправления. Поэтому вместо меня сегодня у вас уроки проведет ученица 10 класса Анна Владимировна. Анна Владимировна. Я попрошу вас отнестись к ней как к настоящему учителю. Вести себя прилично. Меня не подставлять. В школе меня сегодня можете не искать. Мне нужно отъехать в город по некоторым вопросам. И учтите, у Анны Владимировны есть мой номер телефона. Поэтому не дай бог. Александра Юрьевна, не переживайте, все будет хорошо. Вот и отлично. Ребята, не подведите меня. Хорошего дня. До свидания. А, она ничего такая. Саша, ты сдолбал уже. У тебя что, переходный возраст начался? А у тебя что? Заткнись и отвернись. Сама заткнись. Саша, отвернись от нее. Ты реально уже за парень. Кабу. Что? Ты что, только что заступился за меня? Спасибо тебе больше, мне приятно. Ну что, дети, сейчас у вас первый урок математика, поэтому доставайте свои тетради, учебники и будем проверять домашние задачи. Аня, вы даже не познакомитесь с классом? Ну, во-первых, не Аня, а Анна Владимировна. А во-вторых, давайте познакомимся, как вас зовут? Меня зовут Александр, но у меня нет девушки. А у вас есть парень? Что? Уважаемый Александр, такие вопросы учителям не задают. Так вы же не настоящий учитель. Зато замечание в дневник могу написать по-настоящему. Ой, как страшно. Саша, успокойся уже. Ну, вообще, мы здесь все можем быть истителями. Ну да. Итак, дети, достаем двойные листочки, сейчас мы будем писать контрольную работу. Вам смешно сильно? Я вам сейчас действительно замечание в дневник напишу. А мы все дневники дома забыли. Ну, значит, я вас отправлю домой за дневниками. А вы со мной пойдете домой за дневником? Саша, ты дурак? Наташа, не мешай нам урок? Это не смешно. Да-то нам смешно. Дима, скажи им что-то. А я что? Значит так, или вы сейчас молча достаете учебники, и мы начинаем урок, или будем разговаривать по-другому. Давайте разговаривать по-другому. Почему вы такие придурки? Вообще, учителя не имеют права разговаривать так со своими учениками. За это вас уволят. Ну все, вы меня достали. Я вас предупреждала. Пеняйте на себя теперь. А, куда она уходит? Ну что, доигрались? Теперь рано позвонить Юре мне и нам всем жопой. Я не буду вас прикрывать и расскажу все, как было. Ну вообще, Наташа права, это было слишком. Так она такая же школьница, как и мы. Наташа, ну вот почему ты такой тупой? Опача, какие люди. Это же мой любимый класс. Вот черт. Малолетки, не могу понять одного. Почему вы такие тупоголовые? Почему мне должны жаловаться учителя? Вообще-то она не настоящий учитель. Это кто-то тут гулькнул? Пухляшка ты? Сама ты пухляшка. Пухляшка? Значит так. Я сегодня заменяю завуча. То есть я имею полное право вами командовать. Кто будет себя плохо вести, буду отводить к директору. Поняли? Чего? Если что, он директор. А, в смысле он директор? Сейчас у вас урок математики отменяется. И вместо него мы проведем урок физкультуры. Будем из вас всю дуру убивать. Вообще-то вы не имеете права. И у нас нет физкультуры. Мы немного видоизменили ваше расписание. Так что через 5 минут всех ждут в спортзале. Офигенно, блин. Теперь будем всем классом вонять. Спасибо, мальчики. Вот блин. И что нам делать? Может позвонить Александр Юрьевич? И что мы и скажем? Что мы вели себя настолько плохо, что старшеклассница позвала на помощь своих одноклассников, да? А? Я не понял. Чего это мы тут возимся? Не кричи на нас. Крапут. Быстро встрой. Вот черт. Ну что, начнем с простого. Отжимания на кулаках. На кулаках? Да, на кулаках. Или боишься пальчики стереть? Ничего я не боюсь. Вообще-то мы в армии, мы этого делать не будем. Вообще-то я тут учитель, и я буду решать, что мы будем делать, а что нет. Понял? Упор лежа, принять. Вот блин, все из-за Саши. Может наваляем его толпой? В своем уме? А что не так? А не нужно было обижать его одноклассников? Вот ими. Я не понял, чего разговариваем. Отжимаются все. Вот это мы, конечно, попали. Вы что, думаете, я тут с вами шутить буду? А может, лучше в баскетбол поиграем на выживание? Это как? А вот так, что? Ты что делаешь, придурок? Блондинка, а ты что тут вякаешь? Я не вякаю, но вы не имеете права нас избивать. А кто вас тут избивает, выскочка? Сам ты выскочил. Малолетка, что ты такая уже противная? А ты что такой взрослый, уже такой дегенерат? Я сейчас заставлю вас бегать по всему залу до потери пульса. Ну попробуй, придурок. Слушай, ты сейчас договоришься, лучше замолчи. А то что, полезешь со мной драться? Если нужно, будет полезу. Но я не сомневалась, что от такого придурка, как ты, это стоило ожидать. Слушай сюда, полудурок. Если ты сейчас не отстанешь от нее и от моего класса, я тебе наваляю по твоей кабине. Ты что, вообще попутал? Я не поняла, кому вы тут валять собрались? Почему у вас сейчас физкультура? И что, вы тут забыли? Александра Юрьевна, у нас сейчас тут разборки. Простите, что? Разборки? Дима, вы что, мордобой тут решили устроить? Мордобой? Я вас предупреждала, к моим детям больше не подходить. Так они первые начали, мы решили их проучить. Вообще вы первые начали. Так, я сейчас не собираюсь разбираться, кто первый, а кто последний. Сейчас все собрались и быстро за мной. Куда? К директору, Дима. Так он же директор. Что? А? Господи, каждый год одно и то же. Ни один день самоуправления не может пройти без происшествий. Александра Юрьевна, расскажите, что опять произошло? Максим Геннадьевич, вы не представляете, что произошло. Не прошло и 15 минут, как мне позвонила ученица Анна и сказала, что урок математики проходит мягко говоря не по плану. Я тут же вернулась и застала свой класс в спортзале. А данный ученик Иван со старших классов моим детям там девятую роту устроил. Он еще нас на кулаках заставлял отжиматься. На кулаках? Это правда? Это не правда, все было не так. Почему ты врешь? Месяц назад не ты моих детей запугивал, я уже не первый раз тебя с ними рядом вижу. Максим Геннадьевич, можно расскажу все как было? Я вас снимать и нас слушаю. Александра Юрьевна не угрожала личной расправой. У меня даже свидетель есть. Анна его еще называла Джастин Бибером. Да как вы смеете? Дело в том, что у меня был безобидный спорт с ее учеником. И в этот момент заходит Александра Юрьевна и начинает меня запугивать. Александра Юрьевна, было такое? Максим Геннадьевич, но вы не знаете, что они собирались делать с вашей машиной. Александра Юрьевна, вы прекрасно знаете, что педагог не имеет права давить на психику ребенка. Да какой он ребенок? Александра Юрьевна, давайте будем считать, что конфликт исчерпан. Чего? Да как исчерпан, в смысле? Иван, Дмитрий, остальные все свободны. В смысле свободны? Ну что, малой, схавал? Чего? А ты со своими дружками оказывается не только придурки, но еще и ссыкуны. М? При первой возможности сразу позвонили своей мамочке-классухе. Сказали, ой, как нам страшно, ой, спасите. Мы никому не звонили, и что ты вечно докапливаешься к моему классу? Ничего, что это вы первые начали. Ну ничего, привыкай, это взрослая жизнь, естественный отбор, выживает сильнейший. Пошли. Сильно влетела? Чего? Это я позвонила вашей классной руководительнице. Ты? В смысле? Я хотела позвать своих одноклассников, чтобы они вас успокоили, но я не думала, что это превратится в такой беспредел. Я ему говорила, чтобы он успокоился, а он меня не слышал. Ну и, кстати, в нашем классе он тоже всех так строит, и ему никогда за это ничего не бывает. Говорят, что его отец спонсор школы, и именно поэтому все перед ним так трусятся. Спонсор школы? Офигеть. Она Владимировна, извините нас, пожалуйста. Мы вели себя как дураки. Да ладно тебе, Саш, можно и без Владимировны, просто на ты. Что? Если что, у меня нет парня. Ну ладно, малыши, всем пока, еще увидимся. О, у кого-то будет девушка. Вы что, придурки? А что не так? Ладно, Дима, ты идешь домой? Да, иду. Пацаны, всем пока. Пока. На самом деле, я тебе хотела сказать спасибо за то, что ты за меня сегодня заступил целых два раза. Мне очень приятно, особенно когда ты чуть не потрал старшеклассника. Ну, вообще-то я... Да ладно тебе, я всегда знал, что у меня смех. Ну да, ты у меня тоже. Пошли. Что, она старшеклассниц потянула? Ну, Александра Юрьевна, пожалуйста. Внука моего соблазнить хочет. А когда, ну, вы приняли это решение? Я очень надеюсь, что мы друг друга услышали. Хорошо, Александра Юрьевна, мы друг друга услышали. До свидания. Что случилось, мама? Это ты у меня спрашиваешь, что случилось? Это я у тебя должна спрашивать, что у вас случилось? Да, блин, что случилось? Когда ты подразумеешь? Прости, господи, ты думаешь, у меня куча свободного времени. Мама, я тебя не понимаю. Я не буду ходить в школу и тратить на это время. Мне надо работать. И передать свои классные руководительницы. Если они не в состоянии справиться с вашим поведением, то я этого делать точно не буду. Все, собирайся, иди в школу. Мама. Я сказала, я тебе в школу. Вот оно мне надо. Почему я должна выслушивать от всех? Александра Юрьевна? Что мне твоя Александра Юрьевна, Дима? На урок иди. Александра Юрьевна, можно хотя бы нему бабушку, пожалуйста? Саша, чего ты ко мне пристал? Чего ты от меня хочешь? Ну, Александра Юрьевна, пожалуйста. Наташа, что происходит? Родители в школу вызывают. Чих, Саша? Ну, пока что непонятно, ну, вроде да. В смысле, а из-за чего? Блин, меня бабушка убьет, а это все из-за вас. Из-за нас? Короче, пошли в класс, там все я расскажу. Бабушка уже едет в школу, все это из-за димы. Наташа, что происходит? У твоей маме звонили сегодня утром? Да, она с Юрьевной по телефону разговаривала. Ну вот, директор сказал Юрьевне, если она не в состоянии наладить дисциплину в классе, то пускай этим занимаются родители. А Саша чего так паникует? Ну, теперь на наших уроках будут присутствовать наши родители, чтобы смотреть, как мы учимся. А первое в списке дежурства Сашина бабушка. И все из-за вас. Из-за нас? Да, но я же срываю урок своими любовными ссорами. Мы срываем, а ничего, что прошло урок, срывал ты. И что, все равно виноваты быть? Здесь виноваты все, не только мы с Димой. И что, тогда почему только мою бабушку вызвали в школу, а не в ваших родителей? Здесь все родители будут, просто твоя бабушка первая, поэтому ты и не прав. А ты всегда права, заучка тупая. Ну, закрой ты уже свой рот. А идите вы все знаете куда? Чего? Больной какой-то. Так а чего он нервничает? Да у него бабушка не от мира сего, она ему в компьютер разрешает играть только по 15 минут в день. Ну и правильно делает, лучше бы книги считал, может умнее станет. Ну что, допрыгались? Сам директор мне дал распоряжение ваших родителей в школу позвать и проводить совместные уроки. Вот оно мне надо, позорище. Александра Юрьевна. Не надо мне, Александра Юрьевна, достаем все необходимое, готовимся к уроку. Ух, я вам устрою сегодня. Вся учительская с меня смеется, что я с вами справиться не могу. Правильно сделали, что ваших родителей позвали, пусть посмотрят, как вы тут ведете себя. А то вечно у них учитель виноват, а детки святые. Готовимся к уроку. Что происходит? Какой-то сумасшедший дом. Не говори. Ребят, всем привет. А Саша есть в школе? Есть, он просто вышел на пару минут. Если что, я могу быть вместо него. Ты дурак? Нет, Руслан. Я ему торт принесла, надеюсь, он любит сладкое. А за какие такие заслуги? Может, мы тоже сладкое любим? И можешь забыть о компьютере, я сказала. Бабушка. Я у тебя еще и мобильный телефон заберу. Здравствуйте. Добрый день, это учитель ваш? Ой, вы знаете, извините, если мы что-то, он натворил такое. Я ему дома объясню, как себя вести в школе. Больше такого не повторится. Я, если что, не учитель. Саша, это тебе торт. Только с ребятами поделись, они тоже любят сладкое, я так поняла. Так вы не учитель. Что же вы делаете в классе детей наших? И чего вы моему внуку торт притащили? Я старшеклассница. Мы познакомились с вашим внуком на прошлом уроке. Я пришла извиниться перед всеми ребятами за свой поступок. Какой такой поступок вы совершили? Ну, ребята знают, что за поступок, поэтому... Значит так, детка, забирай свой торт и проваливай отсюда. И чтоб я тебя в этом классе больше не видела. Чего? В смысле? Бабушка! Что ты бабушкаешь? Что, на старшеклассниц потянула? Ну, бабушка! Что стоим? Торт в зубы и вон отсюда! Извините. Офигеть. Какой урок у вас сейчас? Биология. Все к уроку готовы? Что? Языки проглотили. Как уроки срывают, так все пожалуйста. А как готовиться, молчат все. Бабушка, пожалуйста, не позорь меня. Что, бабушка? Я вас научу дисциплине и порядку. Будете у меня по струнке ходить. Показывай, где сидишь. Я чувствую, что ни одному с Сашей дома влетит. Что такое? Да бабушка действительно сумасшедшая. Если что, барышня, у меня проблем со слухом нет. Извините. У родителей своих извинения проси. Чего, блин, с тобой? Добрый день еще раз, дети. Добрый день, Александра Юрьевна. Я надеюсь, все уже помнят, что с сегодняшнего дня наши уроки проходят совместно с родителями. Поэтому сегодня у нас присутствует бабушка Александра. А мы уже со всеми тут познакомились, Александра Юрьевна. Вот и отлично. Тогда начинаем урок. Домашнее задание проверять будете? Чего? Бабушка. Естественно. Но для начала давайте проверим их готовность к уроку. Итак, кто мне ответит, что мы проходили на прошлом занятии? Вот вы. Вот вы, допустим, Дима. Я? Ну? Эм, ну. Царство растений. А можно не подсказывать? Наташа, ты что, подсказываешь? Нет. Что ты трынгишь? Я сама слышала, как ты ему тему подсказала. Ты что, еще и врешь? Александра Юрьевна. Вы что сюда ходите? Штаны протирать или учиться? Если не знает, двойку надо ставить. Действительно, Дима, Наташа, дневники мне на стол, а за урок у вас два. В смысле? Александра Юрьевна? Так, никаких Александра Юрьевна, я все сказала. А вы спросите у Саши, пусть он скажет. А ты за собой следи. Он все знает, да, Саша? На прошлом уроке мы изучали Царство Рожестей. Вот видите? Он же услышал, что я сказала. Он дома учит уроки, и он в состоянии помнит, что ему задавали и что вы проходили. Так, дневники, давайте, пожалуйста, я передам учителю. Ему нафиг, щебольная. Не говори. Еще раз повторюсь, проблем со слухом у меня никаких нет. Так, хорошо, раз тем уроком мы с вами повторили, давайте перейдем к проверке домашнего задания у доски. И что ОКМ? Слушайте внимательно, что вам говорит учитель. Спасибо вам, конечно, но давайте дальше я буду проводить урок сама. Если вы считаете, что вы в состоянии самостоятельно вести урок, то вам бы не пришлось привлекать родителей, корректировать поведение детей. Ну, знаете, тут уж не моя прихоть. Саша, ты сделал домашнее задание? Ну... Что оно? Ты что вчера делал? Домашнее задание. Иди к доске. Бабушка. Александр, прошу вас к доске. Да блин. Итак, домашнее задание было это выучить все виды растений. Поэтому, Александр, берите маркер и попрошу вас перечислить сейчас все виды растений, которые вы запомнили. Ну... Что, ну? Первый раздел это растения. И какие же? Что ты мямлишь там? Ты учил вчера уроки. Бабушка, да. Саша, скажи честно, ты делал домашнее задание? Вы почему давите на ребенка? Дайте ему вспомнить. Задаете сначала черт знает что, а потом давите. Ну, вообще-то, я задаю вопросы исключительно по школьной программе. Саша, отвечай на вопрос, не позорься. Александра Юрьевна? Че? Да, Анна. Опять она. Ага. В этом нет. Это что за вертихвостка? Простите, что? Я спрашиваю, что за вертихвостка ошибаются в этом классе. Это ученица старших классов Анна. А почему вы, собственно, так разговариваете? Я тебе говорила не ошибаться здесь, в этом классе. Так там Александру Юрьевну вызывают. Передай туда, где ее вызывают, что у Александры Юрьевны урок. Ты посмотри, сначала стартом приперлась соблазнять. А теперь я Александру Юрьевну подавала. Простите, что делать? Ты посмотри на нее, в юбку еще вырядилась. Ну, кому его соблазнить хочешь? Бабушка? Шо бабушка? Анна, передайте, что я сейчас подойду. Хорошо, Александра Юрьевна. Простите, конечно. Но по какому поводу вы так выражаете? Я выражаю. У вас старшеклассницы детей соблазняют. Вы с поведением справиться не можете. А я еще и выражаюсь. Бабушка. Саша, ты сделал домашнее задание? Нет, Александра Юрьевна. Вот, пожалуйста, полюбуйтесь. Прежде чем меня выставлять виноватой и кричать на меня, лучше бы сделали домашнее задание со своим внуком. А мы и выполняем. Просто ребенок вспомнить не может, потому что вы на него давите. И старшеклассниц водите сюда. Так, с меня хватит. Покиньте, пожалуйста, класс. Может, как-то определитесь? То придите, то покиньте. Я определилась. И прошу вас покинуть наш урок. Я на вас буду жалобу писать и требовать замены классного руководителя. Я последний раз вас прошу. Покиньте, пожалуйста, урок биологии. А ты месяц будешь без компьютера и мобильного телефона. Ну, бабушка. Все, надоело. Я все сказала. Войны. Взаимно. Блин, мне жалко, Саша. Ну да, моя мама ангел по сравнению с ним. Саша, дневник не на стол. Тебе сегодня два за невыполненное домашнее задание. Остальные сидим тихо. Саша, твоя бабушка реально сумасшедшая. Да я знаю, мне дома хана. А чьи родители следующие будут дежурить? Вообще, завтра Димина мама должна быть. Моя мама? Давайте что-то придумаем, мы так долго не протянем. Что ты предлагаешь придумать? Ребята, можно к вам? Что тебе нужно? Да я решила торт все-таки принести. Да мы из-за этого торта сегодняшки не подрались. Это твоя бабушка была? Ну да. Повезло тебе, конечно. Аня, а куда Юрьевну вызвали? Да я директор к себе позвал. Понятно, видимо, скоро с нами полицейские на уроках сидеть будут. Может, вам стоит извиниться перед Юрьевной? Ну вообще, это указание директора, чтобы родители сидели с нами на уроках. Ну, если вы хорошо поговорите с Александрой Юрьевной, я думаю, она сможет вылазить этот вопрос. Кстати, тортом, поделись со всеми. Хорошо. Ладно, всем приятного аппетита, пока. Пока, Аня. И тебе пока, Саша. Саша, ну теперь к нам постоянно будет заходить? Знаю, что. Сувасшедший дом, честное слово. Простите нас, Александра Юрьевна. Что вы уже натворили? Александра Юрьевна, мы понимаем, что это распоряжение директора, чтобы родители сидели у нас на уроке. Но мы, честное слово, поправим наше поведение, и вам больше не придется за нас краснеть. Александра Юрьевна, простите меня за эту бабушку. Это торт вам. Саша, это тот торт, который вам приносила Анна с утра? Все ясно, бестолочи вы мои. Короче, с этого дня никто больше не будет посещать уроки. Серьезно? Да, и скажите спасибо бабушке Александре и ученице Ане. В смысле? В общем, когда Аня принесла тебе этот торт, твоя бабушка слегка перегнула палку в общении с ней. Но Анечка не растерялась, пошла к директору и нажаловалась ему. А директор принял решение, что родители не могут посещать уроки. Это мешает учебному процессу. Особенно, если такие родители, как у тебя. Простите. Так, ладно, меньше разговоров, то следующий на проверку домашнего задания. Наташа и Дима целовались на уроке. А это мне вот этот мальчик подарил. Наташа лезла ко мне целоваться. Я Юля, я девушка Дима. Горится здесь только ты. Ну как дела в школе? Все наладилось? Все хорошо, мама. А с Наташей как? С Наташей. Ну да, Дима, с Наташей. Все хорошо, дружим. Я, кстати, рассказала бабушке, что у тебя в школе есть невеста. Мама. Ну что, мама, мы все в твоем возрасте любили. Ну прекрати, пожалуйста. Я даже видела, что вы друг другу ушли в тебе сообщение с поцелуйчиками. Ты что, подсматриваешь мой телефон? Успокойся. Так вот, бабушка передала тебе цветы, чтобы ты подарила их Наташу. Ты серьезно? Да, серьезно. А теперь все, давай, собирайся в школу, а то еще опоздаешь. Хорошо, спасибо. Блин, ничего не вскроешь от мамы. Зачем я ему телефон подсматриваю? Красивые цветы. Что? Говорю, цветы красивые. Спасибо. Это не тебе вообще-то. Но я не вижу никого красивого, кроме меня. Верни цветы, это не тебе. Ты еще и боевой, оказывается? Боевой? Ну да. Сколько тебе лет? Тебя это волнует? А кто ты по знаку зодиака? Зачем тебе это? Да так. Хочу сопоставить, подходим ли мы друг к другу. Ты вообще дурочка? Ты, наверное, лев, да? Кто ты вообще такая? Точно лев. Какой же боевой хищник? Цветы верни. Или, может, и львенок? Я говорю, цветы верни. Ладно. Пока. Еще увидимся. Ты что, офигел? Дима? Наташа? Это кто только что был? Я не знаю. А чего ты с ней разговаривала? Она что-то хотела. И что она хотела? Не знаю. Ну ты мне что-то не договариваешь. Нет, все нормально. Идем в класс. Ладно, пошли. Дима, провести ко мне в кабинет. Что я уже сделала? Ничего, мне на пару минут. Наташа, я сейчас подойду. Я буду в классе. Хорошо. Итак, Дима, мне нужна твоя помощь. Если что, я честно ничего не делаю. Я знаю. Просто понимаешь, у нашего директора сегодня полный завал. Вы это о чем? Александра Юрьевна, я тоже. Что? О, Юлечка, ты уже пришла. А что это за цветочки у тебя? А это мне вот этот мальчик подарил. Так вы уже знакомы с Димой? А так его Дима зовут. Ну да. И ты сегодня побудешь с ним в его классе. Что? Вот поэтому, Дима, я тебя к себе и позвала. В смысле? Знакомься, это Юля, дочь директора. Так как у Максима Геннадьевича сегодня дел не в проворот, а Юленька приехала к нему на каникулы, сегодня она побудет с вами на урок. А я тут при чем? Ну ты у нас мальчик воспитанный, интеллигентный, и с девчонками неплохо умеешь общаться. Поэтому я прошу тебя проконтролировать, чтобы Юлю никто не обижал. Дима, по гороскопу лев, не переживайте, Александра Юрьевна. Вот и отлично. Ну, Александра Юрьевна. Я не поняла, какие это вопросы? Нет. Свободен. Блин. А тебе нравятся такие девушки, как я? Что ты прицепилась ко мне? Ты разве не слышал, что сказала Александра Юрьевна? Ты мой жених на сегодняшний день. Кто? Жених. Хотя нет, можешь называть меня львицей. Ты же лев. Давай договоримся с тобой, что я не лев и ты не львицей. Я просто помогу тебе и познакомлюсь со всеми, и на этом все. Хорошо, договорились. Спасибо. Ребята, всем привет. Привет, Дима. Дима, а это кто? Ребята, познакомьтесь, это Юля, и сегодня... Всем привет, я Юля, и я девушка Дима. Что? Что? Блин. Что ты несешь? Ты мне даже цветы подарил. Красивые праздники. Дима, что все это значит? Она сумасшедшая. Как тебя зовут? Наташа, меня зовут. А ты откуда вообще нарисовалась? Что-то не так? Дима, она сейчас серьезно? Ты что, ревнуешь? Да иди, ты знаешь, куда? Что? Саша, я стяжу с тобой. Нет, только не со мной, вы мне достали уже своими ссорами. Да что ты ноешь? Я не ноешь, я не ною, моя баба сказала, все гардиты забрала. Так вы что, встречаетесь? Дура, скажем так, ты ничего не потеряла, она на любителя. Что? Ты где сидишь? Он сидит на последней партии. Гошник, что ли? А ты отличница? Ну да, папа-директор приходится. Папа-директор? Тебя на дочь директора потянула, теперь ясно все с тобой. Наташа! Можешь мне больше ничего не говори. Ну пошли, чего встал? Офигеть. И что делать? А какой у вас сейчас урок? У нас урок литературы, а ты вообще где учишься? Ну я живу в Германии с мамой, но сейчас каникулы, поэтому приехала к папе в гости. А в Германии классно? Ну да, прикольно. А у вас учителя там тоже противные придутки? Везде такие есть, но правда мальчики там не такие красивые, как ты. Ну это да, а я красивее чем мальчики в Германии? Такой же, как это в смысле? Она сказала то, что ты страшный, Саша. Что? Ну ты чего такая дерзь? Следи за языком, германка. Это ты мне сейчас угрожаешь? Я думаю, ты все поняла, да? Наташа! Забудь это имя. Ну ты серьезно? Я же могу все объяснить. Что ты мне объяснишь? Что ты меня сегодня утром обманул в коридоре? Что ты не знаешь, кто она? Ну я действительно не знал ее. Зато сейчас ты все прекрасно знаешь, можешь наслаждаться. Ну ты серьезно? Ну чего ты паришься? Знаешь, сколько у тебя еще таких Наташ будет? Ты шизофреничка или что? Ну слушай, я тебя не обзывала. Добрый день, дети. Здравствуйте, Ирина Анатольевна. Хорошо. Кто мне напомнит, на чем мы в прошлый раз остановились? На прошлом уроке мы изучали биографию Антона Павловича Чехова. Молодец, Наталья, присаживайтесь. Серьезно, вы проходите только сейчас. Что? Мы его проходили еще в прошлом году. А кто мне скажет, в каком году родился? Антон Павлович Чехов? Антон Павлович Чехов родился 29 января в 1860 году в Таганроге. Что? Он русский писатель, драматург, прозаик, публицист, врач и общественный деятель в сфере благотворительности. У вас удивительные познания биографии Чехова, только вы, простите, кто? Я Юля. Вы новенькая? А, так это же директор. А, ну тогда понятно, откуда у вас такие познания биографии Чехова. Ты что, специально готовилась? Ты дурочка, это же легко. Или у тебя память, как у курицы? Курица здесь только ты. Мамина дотя, смотри, не заплачь. Кто здесь еще мамина дотя? Ах, да, точнее папина. Прекратите. Убьенка, голос прорезался. Если ты дочь директора, это не дает тебе право здесь выпендривать. Даже если бы я не была дочевой директорой, я бы все равно выпендривалась. Ты реально сумасшедшая. Да ладно, не обижайся, твоя бывшая просто ревнует нас. Она не бывшая. Так если она даже не бывшая, чего ты паришься? Я не это хотела сказать. Ну да, а у вас там сладости вкусные? Сладости, да. Ты приезжал что-то попробовать? Ну я много с собой взяла, а? Саша, отвернись, у нас урок. А чего ты видишь не свои дела? Как раз таки все, что происходит в этом классе, это мои дела. Я староста. А ты, блин, староста. А все старости такие зашуганные. И почему же я зашуганная? Отвернись, у нас урок. Разве не зашуганная? Так, два дни парты, что у вас там происходит? У нас все хорошо, мы обсуждаем биографию Чехова. Так давайте все вместе обсудим, что вы интересного можете рассказать? Давайте обсудим, вон я и Наташа. Да, Наташа? Да, давайте. А вы знали, что Чехов ушел в тройку самых экранизируемых авторов мира? Помимо этого, он очень любил творчество Гоголя. Антон Павлович Чехов коллекционировал марки. Он посвятил Чайковскому рассказ. Ему нравилось искать смешные фамилии среди обычных людей. Он любил говорить нелепости. Толстому не нравились пьесы Чехова. Так, прекратите. А еще он больший час времени проводил в стаду. Я сказала, прекратите. Я только что ничего не понял. Мне, конечно, приятно, что вы так хорошо знаете Чехова, но не стоило так эмоционально об этом рассказывать. У обеих отличные знания. Присаживайтесь. Выкусила? А кто еще выкусил? Девочки, прекратите. А что не так? Дмитрий, в каком году Чехов окончил гимназию в Таганроге? Ну, в 1879. Слушай ее, в 1878. Дмитрий, в каком году Чехов окончил гимназию в Таганроге? В 1878. Неправильно, Дмитрий. Чехов окончил гимназию в 1879. Присаживайтесь. Я почему-то меня не послушался. Да идите в обе, знаете куда? Дима, прости. Что прости? Ты вместе со своей ревностью помешанная. А ты вообще сумасшедшая какая-то. Сумасшедшая? Да, сумасшедшая. Мне кажется, Наташа еще сумасшедшей, чем я. Да закройся ты уже. А давай на слабо. Что? То выигрывает, то ты идешь с Димой на свиданку. Что? Ну кофиг на него, можешь идти с ним на свиданку. А меня спросить никто не хочет? Ну вот, ты еще и трусиха. Ты не трусиха. Тогда играешь? Играю. Слабо дуть под затыльник, Саша. Не слабо. Что? Ты что, офигела? А тебе слабо дать пощечину дзун. Не слабо. Ты больная? Слабо сказать Диме, что он тюфяк? Дима, ты тюфяк. А тебе слабо порвать дневник Диме? Не слабо. Вы что, офигели? Слабо порвать тетрадь Саши? Да легко. Ты дура? А тебе слабо поцеловать Диме? Легко. Что? Эй, ты офигела? Целуй, Саша. Да идите вы в жопу, больные. Что у вас тут происходит? Последние парты, Саша. Он хотел меня поцеловать. Кто? Наташа лезла ко мне целоваться. Закрой рот. Можно пересесть? Наталья, что с вами? Что значит лезла целоваться? Она проспорила. Что проспорила? Вы что, на уроках в игры играете? Она так проспорила. Так быстро, четыре дневника мне на стол. У меня нет дневника, я же здесь не учусь. Так почему вы здесь сидите, если вы здесь не умучитесь? Мне Александра Юрьевна сказала посидеть здесь вместе с Димой. Что? А я тебе говорила, что я ни при чем. Тогда вы втроем, мне дневники на стол после урока. Ну а с тобой пусть Юрьевна и разбирается. Готоваться полезь, можно я пересяду? Давай на первую парту. А ты прикольная. Что? Ну, говорю, что ты классная. У меня еще никогда не было таких подруг, как ты. Ты странная. Ну так это же круто. Чего? Мир? Ладно, мир. Вам, видимо, вдвоем нужно к врачу обратиться. Вот опять все из вас не дома от бабушки хана. И что тебе написали? Целуться на уроки с одноклассниками. Мне тоже так написали. И мне. Извини меня еще раз, это, кстати, твои. Мои? Ну да, он же тебе их нес, а я их насильно отобрала. То есть между вами ничего не было? А ты поверила? Да, ты ведь сказала. Я шла по коридору, а на встречу шел какой-то странный пацан с цветами. Ну вот я и прицепилась. Решила поприкалываться, но, видимо, прикол затянул. А я тебе говорила, что я не виновата, и она сумасшедшая. Ну что, дети, как дела? Что? Вижу, уже подружились. Да, все хорошо, Александра Юрьевна. Вот и отлично. Юленька, собирайся, папа ждет тебя в кабинете. Хорошо, всем пока, ребята. Приятно было познакомиться. Пока. А ты каком-то еще раз приедешь, что солодочки приведешь? Тебе точно не привезут, и страшно. В смысле? Да ладно, я пошутила, привезу. Всем пока, прости меня. Да вы уже задолбались со своими ссорами, реально бесите. Саша. Что, Саша, у меня скоро даже конкулятор за вас заберут. Что значит целовались? Да, да, вот эти трое. Саша, Наташа и Дима целовались на уроке. Дима! Наташа, блин. Так, дети, сегодня на территории нашей школы произошла краша. Под каблучем. Мы здесь крысу поймали. Тоже меня достали уже. Там, дедушка, кому-то милиться не хочу. Наташа, давай я понесу твой рюкзак. Да не нужно, Дима, он легкий. Ну, как знаешь. Кстати, совсем забыла сказать. Это тебе. Что это? Ну, я знаю, что у тебя проблемы с географией, поэтому решила сделать для тебя домашнее задание. Ты серьезно? Ну да, а что, не нужно было? Ты что, нет, конечно, спасибо тебе огромное. Дима, Наташа! Саша? Вы в школу идете? Ну да, куда еще? Ладно, давайте на уроке встретимся. Че? Куда это он так бежит? Может, боится опоздать? До урока еще 40 минут, странный какой-то. Может, в туалет хочет? Ну, может и хочет. Ладно, пошли. Спасибо тебе еще раз за контурную карту. Успокойся, все в порядке. Простите, но вы уверены, что это был ученик нашей школы? Свидетель сказал, что он забежал в эту школу. Ну, знаете, я вам тоже много чего сказать могу. Все просто к директору. Где у вас от кабинета директора? Понятия не имею. Вам надо, вы ищите. Что происходит? Не знаю. Может, у Юрьевны узнаем? Ты хочешь, чтобы она опять на нас орала, как истеричка? Ну да, ты права. Детишка, где у вас от кабинета директора? Ну, мы не знаем. Как не знаете? Вы хоть из этой школы? Да. Странная у вас школа. Ну ничего, разберемся. Ты чего? Ну, если Юрьевна на него злая, зачем нам помогать? Пошли. Ну ладно, пошли. О, ребята. А то точно правильно? Я не знаю, я делал как мог. Блин, кто сделал правильно? Дайте списать. А что происходит? Мы домашку по географии не сделали. Наташа, дай списать. То есть вы не сделали домашнее задание, а я вам должна давать списывать? Нет. Пошли, Дима, дай списать. Дима вам тоже не даст списать. Под каблучник. Что? Пошли? Может, дать ребятам списать? Я делаю домашку для тебя, а ты сейчас хочешь дать им списать? Ну, нет. Если ты дашь им списать, от меня больше помощи не жди. Зачем ты манипулируешь мной? Прости, ну я просто старалась для тебя, а не для них. Я понял. Дай я сфоткую, пожалуйста. Саша, у тебя что, телефон новый? Ну да, мне бабушка подарила. Что? Бабушка? Ну да, она мне новый телефон купила. Все, отвалите, дальше сами решайте. Жуоб голимый. Сам какой. Саша, новый телефон? Ну, видимо, да. Ему же бабушка ничего не разрешает. А тут новый телефон купила? Ну, видимо, теперь разрешает. Саша, дай телефон посмотреть. Не дам. Да мы с ним ничего делать не будем. После уроков. Я не понял, почему все бегают по классу? Они домашнее задание списывали. Наташа. Опять ничего не делали дома? Раздолбай. Леопольд Арнольдович, я пошутила. Веселые, конечно, вы шуточки. Наталья. Вообще, дурочка, зачем ты нас заешь? Саша, отвернись. Ну что ж, давайте не будем тратить время друг друга и перейдем сразу к теме урока. Леопольд Арнольдович, вы меня простите, но это срочно. В классе все присутствуют? Отсутствует, как всегда, Малярчук, Степанюк, Осипенко. Так, может, это они? Эти они, как вы выразились, отсутствуют сегодня по семейным обстоятельствам. Я же не знаю, кто по каким обстоятельствам вас отсутствует. Так, дети, сегодня на территории нашей школы произошла кража. О-о-о-о. Так, тишина. Сегодня у одного из учеников украли телефон прямо возле школы. И, как сообщает наш доблестный дядя полицейский, один из подозреваемых забежал в нашу школу. Что? Нам просто необходимо выяснить, видели ли вы что-то подозрительное на территории школы или, может быть, на уроке. Ну, вроде нет. Да, Александр. А что за телефон, дорогой? Десятый айфон. А вы что-то видели? Нет, не видел. Тогда для чего вам эта информация? Просто интересно. Александр, вы бы лучше свой интерес на уроках проявляли. Остальные что-то видели? Угу. Ну вот. Я же вам говорила, что мои дети точно ничего не знают и ничего не видели. Это обязательно процедура. Нам было необходимо это узнать. Вы бы лучше реальных преступников ловили. Они ходили по школе и детей запугивали. Мы можем пройти в другой класс. Да. Простите, продолжайте. Как думаете, это кто-то из наших? А это, случайно, не ты? Я что, дурак телефон воровать? Я в детскую комнату милиции не хочу. Вот в наше время телефонов не было. И таких проблем не было. Зачем вам только родители в школу телефоны дают? Ладно, продолжим урок. Саша, у тебя десятый айфон? Да. Может, это ты украл? Ты дурак? А от кого ты сегодня утром убегал? В смысле убегал? Ну зачем ты утром бежал в школу? Чтобы списать домашку. Или может, ты своровал телефон и поэтому в школу бежал? Ты дура? Нет, почему тебе бабушка купила новый телефон, при этом она тебе все запрещает? А еще и айфон десятый, не странно ли это? Странно, что ты думаешь, докапываешься? Да признайся уже, что телефон своровал ты. Я не воровал телефон. Так, я не понял, что там происходит? Ничего, Леопольда Арнольда. Вы же все знаете, что на уроках разговаривать запрещено. Вы должны внимательно слушать то, что вам говорит учитель. Потому что это вам в будущем может всем пригодиться. Я надеюсь, на сегодня все сделали контурные карты? Да. Хорошо, тогда положите их на край стола, я сейчас пройдусь и соберу их. Вы реально думаете, что это я украл человека? Мы ничего не думаем, Саша, но новый телефон у тебя появился одновременно, когда у кого-то пропал. Это же впадение. Нифига себе совпадение. Ну я честно не крал телефон. Ну тогда молись, чтобы воры нашли, и им не оказался ты. Может это ты украл телефон? Что? Я? Наталья, вы сделали контурные карты? Да. Ну я же попросил сложить все на край парты. Простите. Дмитрий, а вы что сидите? Где ваши контурные карты? Вот Леопольд Арнольдович. Ну что там, Наталья? Она была в рюкзаке. А может вы ее не сделали? Я ее сделала, я не могла ее забыть. А может все-таки нет? Да я что дурочка, я помню, как ее делала и складывала в портфель. Я понял, давайте мне свой дневник, Наталья. В смысле? Ну я поставлю вам неот за невыполненную работу. Я ее реально делала. Ну а где же она тогда? Леопольд Арнольдович, ее работа у меня. Леопольд Арнольдович. Александра, почему я работаю у вас? Ты что, офигела? Ну я вчера не успею сделать домашнее издание и решила взять и списать у Наташи. Ты украл у меня тетрадь. Я ее не крал, я просто взял и списать, и я бы вернул. Александра, давайте мне свой дневник, пожалуйста. Извините. А вас, Наталья, я попрошу быть внимательнее к своим предметам. И дневник жду. Ты вор. Я не воровал. Телефон ты тоже не воровал, просто взял попользоваться. Ты дурочка, это мне бабушка подарила. Отвернись, или я тебе сдам Александре Юрьевне, то что ты телефон украл. Ты дура? Саша, ты оказывается крыса. Что? Дима, ты бы отсел от него, а то и у тебя телефон пропадет. В смысле? Вы издеваетесь? Ты воруешь, а мы издеваемся? Тебе сейчас удары за такие слова. Того человека, у которого ты украл телефон, ты тоже ударил? Саша, да не сын, мы тебя не сдадим. Покажи хоть как телефон. Задние парты, вы опять? Мы здесь крысу поймали. Закрой рот. Я тебя сейчас втащу, телефон доставай. Я доставать ничего не буду. Так, что здесь происходит? О каком телефоне идет речь, Саша? Мне бабушка его подарила. Ты куда? Стой, куда ты идешь? Так, кто-нибудь объясните мне, о каком телефоне идет речь? Саша украл телефон, который ищет полиция. Наташа! Наташа, вы уверены в своих словах? Если это не так, то вы сейчас оклеветали человека ни за что. Да, он еще и Наташу на тетрадь. И что? Он пришел в школу сегодня с новым телефоном, который якобы ему купила бабушка. Но бабушка ему ничего не разрешает и точно бы не купила ему новый телефон. Так, и вы уверены в этом на все сто процентов? Да. Наташа! Ладно, тогда сидите тихо здесь, а я сейчас пойду. Ребята, а что если это реально его телефон? А ты что, на его стороне? Да он крыса, сто процентов. Ребят, может это реально Сашин телефон? Да почему он утром так спешил в школу? Он же сказал, что домашку хотел переписать. У меня месяц назад ручку кто-то украл. Может проверим его портфель? Ты перегибаешь. А чего ты его защищаешь? Я не верю, что это он сделает. А может если на паре работает? А может ты не будешь говорить этот бред? А то что, хочешь выйти? Ты серьезно? Забыл как год назад был терпилой. Я был терпилой? Ну не меня же Наташа от Сережи защищал. Ну вот, смотрите, дети говорят, что вроде Александр. Где Саша? Он вышел. Куда вышел? Ну мы не знаем. Так позвоните им кто-то. Да, слушаю. А вы уверены в этом? Так, кто видел, как Саша ворвал телефон? Ага. Чего молчим? С чего вы вообще взяли, что это он украл? Он украл мою рабочую тетрадь. И сегодня у него появился новый телефон, который подходит под описание пропагантов. Хорошо. Значит будем разбираться. Нашли? Нашли. У нашего Саши? Господи, опять мой класс. Как же вы меня достали уже? Да, нашли. Оказывается, воришка в соседней школе прятался. Что? Что значит в соседней школе прятался? Ну, свидетели что-то перепутали. В смысле свидетели перепутали? Так, и мне, пожалуй, уже пора. Спасибо вам за содействие. Я, значит, буду бежать. Я слышал, кстати, у вас тоже телефон куда-то украли? Господи, оставьте нас уже в покое. Я вас умоляю. Я вас услышал, я пошел. Дубинку никто не находил? Дубинку? Честь имею. Свидетель у него перепутал. Я же говорила, что это не мои дети. Господи, понабирает черт пойми кого, а нам потом расхлебывать. Так, стоп, а Саша где? Бабушка, я им все говорю, что это я украл свой телефон. Стоп, Сель, а ну дай трубку вашей классной руководительнице. Да, алло, слушаю вас. Вы почему моего ребенка вором обзываете? Я сейчас приеду в школу и поставлю вас всех на место, твари. Простите, я сейчас уложу этот вопрос. Я еще раз говорю, что я приеду в школу и такое вам недоразумение устрою. Мало не покажется. Простите, я сейчас все уложу. Не сейчас, а уже. Хорошо. Я же вам говорю, что это не я украл телефон. Что? Вы что, тут обалдели все? Я вас предупреждала или нет? Кто тебя позвал вором? Показывай. Что? Я вас научу друг друга уважать. Будете у меня каждый день в парке мести. Работаем. Саша, не обижайся на ребят. Да и не обижайся, все нормально. Саша, если бы ты не украл у меня тетрадь, то я бы не подумала про телефон. Сам виноват. Я не украла, взяла списать. Надо бы у меня спросить, я бы тебе ее сама дала. Так я же спрашивал. Слушай, Дима, наш разговор еще не закончен, помнишь? В смысле? Мы еще выясним, кто из нас терпел, а кто из нас нормальный мужик. Что? Чего сказал? Повтори. Ай, блин! Так а что он на меня гонит? Ищите себе нового классного руководителя. Дима, у тебя что, охрана есть? Давай, покажи ему, кто здесь главный. А я говорил тебе, что меня лучше не трогай. Какой же ты все-таки слабак. Мне стыдно, что я с тобой общалась все это время. Я не терпела. А что? Дима, что случилось? Мама? Тебе что-то приснилось? Ничего. У тебя проблемы в школе. А с чего ты решила? Ну ты только что кричал на всю квартиру, что ты не терпела. Как еще это понимать? Да мне кошмар приснился. Что-то связанное со школой? Рассказывай. Мам, все хорошо, выйди, мне нужно в школу собирать. И что ты здесь командуешь? Давай вставай, балбес. Лядя Сережа? А кто еще? Или ты не рад меня видеть? Рад, конечно, а вы... Лядя Сережа приехал к нам в гости на пару дней. Ладно, оставь его, пусть собирается. Но он опять ляжет спать. Ничего он не ляжет, пацан уже взрослый. Да, Дима? Ладно. Ну что, в школе никто не обижает тебя? В смысле? Даешь отпор за диром? Ну, меня никто не трогает в школе, а все хорошо. А есть-то есть? Невеста? Ну, может, нравится кто-то. Да Наташа ему нравится. Мама? Красивая? Кто? Наташа твоя. Красивая? Ну да. Ладно, не рассказывай, покажешь мне ее сегодня. В смысле? Он тебя сегодня Сережа отведет в школу. Зачем? О чем проблема, я не поняла? Ну, я сам могу в школу пойти. Да ладно, пацан взрослый, не хочет, заставлять не будем, пусть сам забирается. В смысле, сам? Сережа, отведи его в школу. Заодно посмотришь, как он учится. Ну, мама. Стоп, мама, ты поел? Да. Тогда иди, собирайся. Познакомиться хотела? Да у нас сейчас урок, все заняты уже, наверное, давайте потом. Открываю что-то. Нет, вы что? Дима, Александра Юрьевна? Приветствую вас, а это, простите, кто? Добрый день, меня зовут Сергей, и я дядя этого отличника. Что? Отличника? Разве ты не отличник? Чего? Дима, ты серьезно? А что у него по поведению? Может быть, есть что обсудить? Ну, обсудить действительно есть что. Так, может, пройдемся? Ну, пройдемся. Дима, а ты иди пока что на урок. Дима, я пока в школе, давайте я вам помогу. Да, пожалуйста. Что происходит? Дима? Наташа? А что, звонка еще не было? Ну, нет. А ты меня ждешь? Тебя? А, у нас же сейчас урок с классухой, да? Ну, да. Тогда пошли. Ребята, привет. Привет всем. Дима, учись, я из-за последнюю парту. В смысле? Ну, лучше сядь на другое место. Саша, тебе что, зубы мешают? Отстань. Саша, сядь на место. Почему вы так с ним разговариваете? Наташа, не власть хоть ты, пожалуйста. Ну, ну, пошли, Дима. Наташа, стой. Что такое? Так, а зачем вы так разговариваете? Дима, а ты не путаешь? Не путаю. Ты реально много понтоваться стал. Я понтоваться стал? А не ты ли в прошлый раз берега начал путать? Так ты же первый зацепился ни за что. Если бы ты мне криво не ответил, я бы и не зацепился. Я тебе криво ответил? А может, мне нужно с тобой общаться шепотом и на вы? Если надо будет, будешь общаться со мной шепотом и на вы. Ты дурак? Дима, ты реально в прошлый раз перегнул палку? Лучше молчи. У вас что, переходной возраст начался? Жалко, что у тебя его нет. Дима, да забей ты на него. Руслан, ну ты в правду прошлый раз к нему просто так прицепился. А ты опять решила за него заступиться? Дима, аж не в состоянии сам за себя постоять, да, Дима? Короче, я разбираться с тобой не буду. Весь класс понимает, что ты сейчас неправда. Давай спросим у всего класса. Да иди ты. Чего сказал? Повтори. Ничего. Вот и хорошо, сядь на место. Не тебе решать. Дима, доставь ты его. Так я его и не трогаю, он же первый лезет. Он, видимо, где-то головой ударился, а ты на него ведешься. Да я не ведусь, мне пофиг вообще. Ну раз пофиг, тогда вообще ему ничего не отвечай. Ну ладно. Ай, блин! Э, Наташа! А я вам говорила, что нельзя сюда садиться. Саша, это ты сделал? Это не я. А кто тогда? Руслан! Что? Саша, тебе, видимо, зубы вообще не нужны. Так а что она на меня гонит? Руслан, ты такой... Если ты общаешься с терпилой, значит, ты получаешь так же, как и терпила. Слышь, ты терпила. Опа, она... Она девочка вообще-то, придурок. Так почему же ты не защищаешь свою девочку? Извиняйся. Дима, не глупи сейчас. А то что? Не поняла, что у вас опять тут происходит? У нас тут драка, Александра Юрьевна. Какая еще драка, Саша? Дима и Руслан дерутся из-за Наташи. Вот, закрой. Руслан! Что я вон? Диму спросите, он даже Наташа стул сломал. Ты что врешь? Видите, даже память ошибла во время падения. Что? Ты что, придурок? Дневники все на край парты. Александра Юрьевна. Дима, сядь на место. Первый урок не успел начаться, а вы уже тут драки устраиваете. А все остальные сидят и смотрят, вместо того, чтобы успокоить своих друзей. Да? Ммм. Ну как обычно, молчим. Сели все на место. Здесь стул сломал. Значит, сядь на другое место, Наташа. А Александра Юрьевна. Дима, хватит, я уже устала от вас. Каждый день одно и то же. Почему я постоянно слышу Дима, Наташа, Саша, Саша, Наташа, Дима? Почему у меня с Германом нет никаких проблем? Так он же и тихоня. Ты дебил? Герман. Ну так а что он мелик? Так, все, с меня хватит, вы мне надоели. Каждый день мне нервы трепите. На вас вообще никакой управы нет. С вами по-хорошему, а вы на шею мне садитесь. Ищите себе нового классного руководителя. Блин. Молодцы, опять из-за ваших тупых ссор у нас проблемы с Юрьевной. До урока не будет, Юрьевна же ушла. Саша, видимо, твои мозги тоже ушли, а ты, Руслан, мудак. Закрой урок. Может, вы лучше за школой после уроков решите, кто прав и кто виноват? Что? Раз на раз, а то вы меня уже оба бесить начинаете. В смысле раз на раз? Это типа махич будет? Так а зачем после уроков? Давайте сейчас. Что? Ну а что, Юрьевна ушла, быстренько решим, кто этот мужик и закрою вопрос, правильно? Ну вообще можно, Саша. Зима. Или боишься? Не боюсь. Ну и отлично, Саша, ты на шухере. Я тоже посмотреть хочу. Я на камеру сниму, потом все покажу. Пусть уже Соня останется на шухере. Вы дураки. Так ты идешь или струсил? Иду. Зима. И что ты хочешь от меня? А ты что уже, трястись начнешь? Юрфан, ты же на карате ходишь, да? Саша. Что, Саша, сейчас зимний хэна будет. Ну что, готов? Придурок. Придурок готов, а ты готов? Что? Что за разборки? Поделывали просто так? А вы кто такой? Личная охрана. Чего? Чья? А вот, придурка. Дим, у тебя что, охрана есть? Так за что разборки? За девочку или так? Показуха. Они вообще просто так стебились. Просто так, это не дело. Вы давайте определяйте, за что разбираетесь. А давайте я с Наташей разбираться буду. Я сейчас что одному, что второму просто так по ушам настреляю. А ну, дружным коллективом, зашли в класс. Так мы что, даром вышли? Зашли в класс, я сказал. Подростки трудные. Кто первый начал? Вообще, Руслан. Что случилось? Ничего. Я еще раз спрашиваю. Что случилось? Он выбесил меня своей тупостью. А ты отличный. Он вечно ведет себя как тряпка. Это меня и выбесило. И ты решил кулаками научить его быть не тряпкой? Ну, нет. Тогда в чем проблема? Нет никакой проблемы. Вот и хорошо. Дима, встань. Да. Почему ты тряпка? Я не тряпка. А может, все-таки тряпка? Нет. Вы понимаете, что вы в одном классе учите? Вместо того, чтобы быть одной большой дружной семьей, вы ссоритесь с друг с другом просто так, без причины. Вообще, где ваш учитель? Она ушла с урока. А что произошло? Довели? Или из-за того, что вы не можете определиться, кто из вас мужик, и чем могла закончиться эта ваша разборка на территории школы? Если бы директор увидел, он бы нам двойки поставил. Хорошо бы, если так. Но вы могли покалечить друг друга. И самое главное, за что? За недопонимание? За самоутверждение друг перед другом? Я вообще не хотел всего этого. А ты чего хотел? Я не подумал. Значит так, тряпки не тряпки. Сейчас пожали друг другу руки и пообещали, что дружбу и дисциплину в классе нарушать не будем. Вы же дружить должны, а не грызть, как собаки друг друга. Жмите руки. А слова заветные? Какие? Прости меня, я больше не буду называть тебя тряпкой. Или прости меня, я больше не буду тряпкой. Прости меня, я больше не буду называть тебя тряпкой. Чего? Как же вы меня все достали уже? Александра Юрьевна? Простите, а что вы здесь делаете? А мы тут решили урок вместо вас прощать. Спасибо, конечно, но я как-то и без вас могу справиться. Это нет никаких сомнений. Ну да ладно. Мы договорились? Да! Да! И Юрьевну не обижаем, да? Да! Еще увидимся. А тебя, Дима, я жду дома. Хорошо. Ну и что это только что было? Александра Юрьевна, все хорошо. У нас просто только что был урок психологии. Урок психологии, говорите? А? Вы определились, кто стул сломал? А он сам сломался. Ребята, здесь ни при чем. То при чем, то ни при чем. Как вы мне дороги. Достаем домашнее задание, будем проверять. Что? Дима, слышь, ты реально, извини меня. Просто у меня сейчас травма с андаками, вот поэтому я злой отхожу. В смысле? А может помочь? Да нет, все нормально. Прости. Дима, слушай. Что? В смысле? Ты делал себя сегодня как настоящий мужчина, спасибо тебе. Офигеть. Ну что, товарищи, знаете что? Ты мне так же послужишь, как у Дима? Ань, когда он стоп раз тебя подкатывает, может вы замутите уже? Ты с долбала командовать вечером. Дима, да они же совсем малые. Да и что? Малой, иди сюда. Я все равно рано или поздно узнаю. Ну что, разбойники, рассказывайте, как прошел урок? Прошел без происшествий? Да, все хорошо, Александра Юрьевна. Дима, ты даже не отличился? А, нет. Саша, а у тебя что? Все хорошо, Александра Юрьевна. У остальных как? Все хорошо, Александра Юрьевна. Вот и отлично. Александра Юрьевна, а что это вы ставите? С сегодняшнего дня, Наташенька, в нашем классе будет висеть или стоять, я еще сама пока не решила, доска почета. А почему она пустая? Ну потому что в нашем классе, Саша, еще нет учеников, которые учились бы с отличием. А как же Наташа? Ну вот когда Наташа подтянет свое поведение, тогда я и подумаю над этим. А пока что она будет пустой. Но я надеюсь, что вы не позволите ей пустовать до конца семестра, правильно? Да, мы постараемся, Александр Юрьевна. Вот и отлично, готовьтесь к уроку. Ладно. Для чего она пустая и доска в классе? Может, Герману на нее повесить? К нам его не выдержит. Я про фотографию, Саша. Дураки, сами себя вешать. Мальчики, хватит прикалываться, мы же обещали Юрьевне, что мы себя будем вести хорошо на уроках, поэтому давайте готовиться к географии. Ты задолбала командовать вечно. Саша. Все молчу. Дима, мы должны с тобой хорошо учиться, чтобы наши фотографии повешены на эту доску, как показатель того, что мы с тобой молодцы, правильно? Ну да. Вот и отлично, я так рада, что у нас снова все наладилось и мы стали таким дружным классом. Наташа, а я видел, как ты Диму целовала на прошлом деле? Это вы типа официально встречаетесь? Саша. А я что? Я тоже буду с кем-то встречаться и целоваться. Саша, не беси меня сейчас, пожалуйста. А ты мне так же поцелуешь, как и Дима? Давай поцелуй. Я поцелую вообще. Ты реально думал, что я тебе поцелую? Отвернись. Ну и ладно. Добрый день, мой любимый класс. Здравствуйте, Леопольд Армольдович. Так, все в сборе? Да. Я надеюсь, сегодня все пройдет без приключений? Да. Ну хорошо, тогда с чего начнем? Да, Леопольд Армольдович, вы будете проверять домашнее задание? Домашнее задание? А я, как понимаю, Александр, вы подготовились. Да, я выучу все материки и планеты. Планеты? Планеты, говорите? Ну да, что-нибудь так. Ну, раз вы выучили все планеты, предлагаю не проверять домашнее задание и сразу перейти к началу новой темы. Так что записываем число, классная работа и тему. Вот, Казуль, если на раз выучил домашнее задание, он не проверяет. Значит, на следующий урок выучишь еще раз. Где больше учить? Здравствуйте. Так, 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 мальчики, тихо. Девочки, что-то случилось? Нам сказали прийти к вам на урок. Кто сказал? Александра Юрьевна сказала сюда прийти. Странно, вроде у меня сегодня с вами уроков нет. Ой, Леопольд Армольдович, вы меня простите. Да, Александра Юрьевна, что-то случилось? А можно девочки посидят у вас на уроке? Дело в том, что у их мальчиков сегодня соревнования по футболу и директор попросил куда-то их пристроить. Так я вот и подумала, пусть лучше у нас посидят. Не, ну если некуда пристроить, конечно, пускай у нас посидят. Ой, спасибо, буду у вас долгу. А что тут мои, кстати? Ой, на удивление, очень даже хорошо. Вот Александр даже к уроку подготовился. Говорит, что все планеты выучил. Планеты на уроке географии, как интересно. Ну, видимо, допоздна учился и перепутал книгу с астрономией. Ну, ничего страшного. Ну, понятно. Раз у вас все в порядке, я тогда пойду. Хорошо, Александр Юрьевна, идите, мы все сделаем. Спасибо вам еще раз. Леопольд Армольдович, куда нам садиться? А пусть я не ко мне сяду. Александр, вы лучше свои планеты повторяйте. Девочки, смотрите, наверное, сядете здесь, хотя нет. Давайте вы сядете там. Наташа, ты тогда к Герману пересядешь, а Саша, ты к Диме. В смысле? Леопольд Армольдович, почему? Можно не с Димой, пожалуйста? Ну, ребят, ну чего, я вас только похвалю перед Александр Юрьевичем. Да ладно, это же всего лишь на один урок, потом обратно пересядешь. Ну, просто почему? Да не расстраивайся ты, я тебе и на расстоянии с ответами помогу. Да я учил, все нормально, не переживай. Ну, тогда я спокойно. Хорошо. Если мне из-за тебя сделать замчаем, то я... Да расслабься ты, я буду тихо сидеть. Ну и хорошо. Саша, привет, как ты дела? Нормально, а твои гады? Тоже хорошо. А ты что, знакома с этим? Ну да, как-то так вышло. Еще скажу, что тебе на малолеток потянуло. Ты дурочка? Нет, конечно. В смысле на малолетке? А вообще-то уже энергетики пью. Даже энергетики пьешь, какая буся. Ты мне не веришь? Саша, давай наперемень. Так что она трендит, а? Ну что ж, давайте перейдем к теме урока. А вас, девочки, я попрошу вести себя тихо. И не мешает нашим малышам получать знания. Договорились? Договорились. Даже препод их малышами называет. А он говорит, что энергетики пьет. А ладно, ты успокойся, они же забавные. Ну да. Так, тема урока, как определить азимут. Кто мне скажет, что такое азимут? Я пойду в Нозович, можно я отвечу? Девочки, конечно, попросили не мешать. Шестой класс, кто мне ответит, что такое азимут? Можно я? Да, Наталья, давайте. Азимут это угол, образуемый заданным движением и направлением на север. Молодец, Наталья, отличный знание. Ты ботанша местная? Гермиона? Рот закрой. Что? Она не ботанша, а просто хорошо учит уроки. Ну, значит, заучка. Да успокойся, ты что-то так на них гонишь, они же малые еще. Потом все равно будут прогуливать. Ну да, или целоваться по углам в школу вместо уроков. Так они целуются уже. Кто? Вот он и Гермиона целуются уже. Саша, ты офигел? Так и вы парочка? Да, парочка. Любовь, ну лет. А тебе какая разница? Слушай, а ты не бегала в шестом классе за малым Джором? Он хоть красивый был, не то что это, посмотри на него. А что со мной не так? Ну да, Дима, ты так себе. Чего? На твоем месте я бы вообще молчала, ты на Колобка похож. Сама ты Колобок. Фото в интернете сравнимо. Аня, твоя подруга тупая. Нанька, ты точно не мутишь с этим малым? Что-то он больно заливает. Да не мучай, что-то докопалось. Так, ребята, а теперь кто мне скажет, можно ли на моем глобусе определить азимут? Ты сам своим глобусом выпендриваешься. Что с глобусом он так? Говорят, он там энергетики прячет. Не хочешь проверить? Серьезно? Саша, да она прикалывается с нас, не обращает внимания. Группы, у меня реально энергетики есть. Так я же говорю, проверь. Ну что, молчим? Никто не знает, что ли, да? Мне понравилось, что вы там энергетики прячете. Ты дурак. Александр, какие девочки? Ну, вот это. Вита, какие энергетики? Почему ты детей в заблуждение водишь? Лучше бы им рассказала про азиму. Рано им еще про азиму-то знать. Да и к тому же, я не виновата, что они такие наивные. А ты в шестом классе наивной не был. Не настолько. Я вас прошу, не трогайте ребят. Вы сюда пришли не для этого, правильно? Будем молчать, хорошо. Так кто мне скажет, что такое азиму? Ты реально как голобок. У него тоже мозгов не было, а потом его лиса съела. Аня, успокой ее. Анька, да он стоп раз к тебе подкатывает. Может, вы замутите уже? Да, Вита, прикрытие уже реально. Слушай, есть идея. Какая? Леопольд Арнольдович. Извините, можно мы с Аней выйдем на пару минут? Ну, что уже случилось? Да нам тут по женскому вопросу решить нужно. Могли не кричать на весь класс, да, идите. Что ты уже придумала? Короче, малую, прикол ржачный хотите? Через пару минут выходите за нами. Зачем? Взрослеть будете. Вита, вы выходите? Да, да. Саша, я надеюсь, ты не будешь выходить? Так я не сказала, что прикол покажу. Она будет прикалываться с тебя. Лучше остаться на уроке. Никто прикалываться не будет. Тем более там Аня, и она не из таких. Саша. Леопольд Арнольдович, можно выйти с Димой? Что? А вам куда? Нам по мужским делам надо выйти. Ну что, издевайтесь надо? Нам только на минуту. Только быстро, у вас есть одна минута. Дима, пошли. Ты дурак? Дима, вы идете? Ээээ, да. Что? Ты тупой? Зачем ты меня вытащишь? Я же сам не пойду. Саша, они позвали тебя поприкалываться. Вот увидишь. Малые, сюда идите. Видишь, все нормально. Блин. Ну что, товарищи, знаете, что это? Ну да, это бутылка. Сейчас будем играть. Что? А что? В бутылочку, колобок. Сейчас будешь целовать эту малую. Вы серьезно? Да не ссы ты. Твоя герману не узнает. Идите сюда. Я не буду в это играть. Целоваться не умею. Я, если что, умею. Саша. Что, Саша, я вообще-то уже целовался. В щечку? Не только. Чего вы такие испуганные стоите? Мы на каждом уроке играем, и все нормально. Все живы. Вида, да они же совсем малые. Да и что? Малой, иди сюда. Что ты делаешь? Дима! А? А что здесь происходит? Ничего. А мы в бутылочку со Сашей классницами играем. Простите, что вы делаете? Саша! Дима, Наташа знает, чем ты тут занимаешься? Наташа в классе осталась. Саша! Аня, Вита, вы что, с ума посходили? Что за церковь вы тут устроили? Этот колобок сам попросил поиграть. Я при чем? Колобок? Ну да, говорит, вы учите мне целоваться. Так, Аня, Вита, ко мне в кабинет, быстро. Как всегда. Ладно, пошли, малое. Кошмар какой-то. Что вы лупились? Нацеловались? Вы нам даже не дали поцеловаться. Все малину исполнили. Я не поняла, мне что, твоей бабушке позвонить? Нет, не нужно. Или может быть твоей маме? Так я не виноват. А может быть мне Наташе пойти все рассказать? Александра Юрьевна. Так, на урок, оба, быстро. Простите. А куда вы выходили с Сашей на уроке? Так мы выходили поиграть с... Саша, помочь Александре Юрьевне. И в чем вы ей помогали? А, да там. Отличное у вас начало, да, ребята? Вместо доски почета теперь будете наслаждаться доской позора. Блин. Да, Дима? Доска позора? Дима, что все это значит? А Дима потом тебе расскажет, что все это значит вместе с Сашей. Да, Саша? А я что? А ничего, готовимся к следующему уроку. Уже не терпится посмотреть, кто будет следующий. Блин. Дима, почему доска позора? Мы же должны были стать примером для всего класса. Да там просто такая ситуация произошла. Какая такая еще ситуация? Мы плохо помогали Александре Юрьевне, и поэтому он решил нас не позорить. А с чем же вы так помогали? Наташа, давай потом. Дима. Наташа, все хорошо, не переживай. Давай готовиться к следующему уроку. Ну, ну, я все равно рано или поздно узнаю. Блин. Заткнулись все. Привет, родной. Вы понимаете, что у вас в столовой дети еду воруют? Урожные дети, довели меня. Поторопись, пока заявление не написать. Вообще офигелись, с такими ценами я вообще в столовой кушать не буду. Может купить тебе что-то сладкое? Да нет, Дима, не нужно, лучше сам поешь. Привет, родной. Что? Дима. Что? Да успокойся, ты же знаешь, я специально вас позднула. Не делай так больше. Ладно, не буду. Какого у вас сейчас урок? Ну, нужно по расписанию посмотреть. Не против, если я с вами посижу? А Юрьевна знает? Ну, думаю, если мой папа директор, она особо запрещать не будет. А ты разве не улетела обратно к маме? Да нет, сейчас каникулы, и пока неизвестно, когда домой. Вы уверены, что это дети? Вы понимаете, мы каждое утро печем 40 пирожков, 30 из них продаются, 10 куда-то деваются, воруют, и это происходит регулярно. Я вас понял, порешаем. Эй, подождите. Опять он в школу приперся? Я не знаю. А кто это? Местный полицейский приходил к нам искать ворованный телефон. Обвинил всех, но тот телефон вообще нашли в другой школе. Так, может, и пирожки в другой школе украли? Может быть. Ладно, пошлите на урок, а то еще опоздаем. Так что, я с вами? Ну, я не против, пошли. Ну, идем. Господи, да что вам опять от меня нужно? Вы понимаете, что у вас в столовой дети еду воруют? Так а я здесь при чем? Мне нужно разобраться с этой проблемой. А вам, кроме нашей школы, больше нигде разбираться? Давайте я сам разберусь, где мне решать эту проблему. Господи, вы сумасшедший какой-то, честное слово. Пирожки купил только что. Кстати, иди за Юрьевной. Зачем? Говорят, что ты пирожки из столовой воруешь. В смысле, вру, я его купил только что. Да давай быстрее, видишь, она уже с полицией разговаривает. В смысле? Поторопись, пока заявление не написали. Да, блин. Зачем ты так с ним? Ну, а что он такой наивный? Ну, он же сейчас реально пойдет к Юрьевне с пирожком и доказывает, что это не урок. Это уже его проблемы. Мы идем на урок. Да, пошли. У нас же сейчас урок математики. Зачем мне обманули? А ты реально к Юрьевне пошел? Ну да. Значит, в следующий раз не будешь таким наивным. Блин. Так у нас урок математики? Да, Герман. Ну, тогда нам жопа от беды. От кого? Да у нас у математички такое погоняло. Почему беда? Потому что она всегда, когда в класс приходит, беду приносит. Саш. А что? В общем, она просто сумасшедшая. Постоянно на всех кричит. Говорят, даже если ее выбесить, она может руку поднять. Так а чего она еще в школе работает? Так это ты у своего папы спросил. Ясно. Так а почему беда? Дочеклассники ей такое погоняло дали, потому что во время ее урока у них постоянно что-то происходит. Креативно, однако. Здравствуйте, дети. А вот и еще одна беда пришла. В вашей школе произошло ЧП. Опять телефон украли? Нет, учителя и многие другие жалуются, что в школьной столовой пропадают пирожки. Он что-то видел, что-то или слышал? А вы у Саши спросите. Он наверняка за каждый пирожок отчетность предоставить сможет. Закрой рот. Александр, вы видели, кто ворует пирожки? Да я не воровал пирожки. Что вы вообще ко мне пристали? Может, остальные что-то видели? Ну, нет. Я понял. Порешаем. Здравствуйте. О, блин. А это что такое было? Саша пирожки в столовой ворует. Приходите разбираться. Да я не воровал пирожки. Заткнулись все. Звонок слышали? Да. А чего бубним? Наталья, в классе все? Отсутствует Малярчук, Степанюк, Осипенко и Руслан. А Руслан где? Прогуливает? Не знаю. А что ты вообще знаешь? У тебя детей в классе нет, а ты не знаешь. Садись. Почему она такая зверевшая? Так я же тебе говорила, что она совсем больная. Мы просто к ней уже все привыкли. Так что... К такому привыкать нельзя. И что ты предлагаешь? Ну, я не знаю. Я думаю, что на этот урок лучше посидеть тихо. И лучше вообще не разговаривать. Потому что из вас у меня могут домашнее задание спросить. Саша. Я. На прошлом уроке ты получил двойку, помнишь? Ну да. Надо исправлять. Показывай домашнее задание. Блин. Сделал? Ну нет. Тогда сегодня ты получаешь палочку. Что? Болк тебе, Саша. Садись. Я же вам говорю, что лучше не разговаривать. Дима. Я. Домашнее задание. Ну я... Тебе тоже палочка. Так я же даже... Что ты хочешь мне сказать? Ничего. Кто следующий? Дима, ты вчера делал домашнюю? Ну да. Слушайте, она реально беда. У нас бы за такое выгнали со школы. Это у вас, а это у нас. Саша, у тебя еще одна палочка. За что? За разговоры на уроке. А третья палочка за глупые вопросы на уроке. Да блин! А теперь четвертая палочка за блин. Еще что-то скажешь? Вы не имеете права мне ставить столько палок за урок. А ты имеешь право срывать мне урок своим невыполненным домашним заданием. Вы ставите мне палки просто так. Потому что ты тупой. Поэтому я тебе палки ставлю. Есть еще вопросы? Почему вы так разговариваете? А ты кто такая? Я новенькая. Наташа, встать. Я. Почему ты не сказала, что у вас в классе новенькая? Ну, она... Она, она, она. Что она? Тебе тоже сегодня палочка? Садись. Что? А может, и мне тогда палочку поставите? Встань. Фамилия? Нет такой. Что значит нет такой? Меня нет в списке. Нет в списках? Пошла вон из класса. Простите, можно вас прервать? Тут на минутку. Что значит на минутку? У меня идет урок. Все во время перемены. Но у нас тут ЧП. Но если у вас ЧП, вы со своим ЧП и разбираетесь. И не мешайте проводить урок. Давайте, наверное, все-таки на перемене подойдем. Что значит на перемене? Когда они все улики уничтожат? Простите, пройдемте. Слушай, у вас школа какая-то. Ну ничего, порешаем. Так что ее даже ваша классуха боится? Мы же говорили, что ее боится вся школа. Ее нужно ставить на место. Она работает здесь больше 30 лет. Ты думаешь, никто не пробовал? Ну, как минимум я не пробовала. Я не поняла. Ты еще не вышла из класса? Не разговаривайте так со мной, пожалуйста. А как с вами при... Не разговаривать? Вы общаетесь так, как не подобает общаться педагогу с учениками. А кто здесь учитель? Ты или я? Вы. Но мы ваши ученики. И мы в большинстве здесь дети. Вы такие дети, что мне страшно по улицам ходить. Вы настолько тупые, что не в состоянии даже домашнее задание сделать. Вон из класса. Что? Так как вы меня назвали? А ты что, меня решила снимать на камеру или как? Вы меня обозвали тупой, да? А ты умная. Основные свойства дроби. Если числитель и знаменатель дроби умножить или разделить на одно и то же натуральное число, то получится равное ей дробь. Ты какие познания? Или это на камеру? Так что я тупая, да? Что? Я же сказала убрать телефоны. Вы не имеете права. Ты, деточка, какое право имеешь? Все равно я все сняла и покажу папе. Сняла? Покажешь? Что? А теперь ей что папе показать? Если что, Юлин, папа директор школы. А мой муж директор всей прокуратуры. Так что я теперь танцевать тут должна? Вы действительно сумасшедшая. Как вас вообще в школу впустили? Я сумасшедшая? Да у вас всех надо одеть смирительной рубашкой. Вы себя сейчас реально ведете как сумасшедшая. Стань, ты староста? Ну да. Какого черта ты такая тупая староста? Что? Я еще раз говорю, что ваше поколение нужно изолировать от общества. В будущем нечего ждать от вас. Вы не понимаете ни по плохому, ни по хорошему. Вы разбили телефон ученицы. А не надо было им мне в лицо тыкать. Так вы же первые начали на всех орать. А кто докажет? Ты докажешь. А кто тебе поверит? Все одноклассники, свидетели. То, что вы кинули телефон на пол и разбили его. Какой? Этот телефон разбил? Простите, что здесь происходит? Воспитываю ваших недорослей. Что делаете? Она разбила телефон Юли. И правильно сделала. Пусть скажет спасибо, что не всему классу разбила. На каком основании вы все это сделали? А нечего своими мобильниками мне в лицо тыкать, жизни учить. Домашние задания не сделали, теперь будут делать. Она нас только что обзывала и угрожала. Это точно школа? Я что-то не понимаю. А вы точно полицейский или только вырядились? Я могу попросить вас пройти со мной. Когда будет звонок, тогда я пойду. А сейчас у меня урок. И попрошу вас выйти из класса. У вас больше не будет урока в этой школе. Я надеюсь, что надолго. Уважаемый дядя полицейский, это она ворует пирожки в столовой. Что, простите? Что? Какие пирожки? С капустой и с картошкой. Посмотрите у нее в сумке. Покажите вашу сумочку. Ничего я вам показывать не буду. Что? Вот видите? Зачем вы это делаете? Это вы мне сейчас подбросили. Пройдемте, пожалуйста, со мной. Прошлые дети довели меня. Это их надо с собой, чтобы вы забрали. Просит он меня. Сейчас я пойду. Офигеть. Решаем. Ну и что это только что было? Это наш стандартный урок математики. Что значит стандартный? Мне ваши ребята сказали, что она со всеми так разговаривает. Телефон твой? Ну да. Как так получилось? Сначала она ставила все в двойки, а потом начала обзывать всех подряд. Юля начала сниматься на телефон, а беда его разбила. Господи, что происходит? Если что, это я украла пирожки в столовую и подкинула ей в сумку. Саша, ты серьезно? Что? Ну да, а то он и доставал уже своими тупыми криками. Так, ладно, об этом никому не стоит говорить. Вы как вообще, в порядке? Да. Господи, дети мои, простите меня, это мой косяк. Ну, следила вовремя. Все хорошо, Александра Юрьевна. Очень странно, что на нее еще до сих пор никто жалобу не написал. Я думаю, я поговорю с папой, она здесь больше работать не будет. Ну, поговори, пожалуйста. Так, ребята, у вас следующий урок со мной? Да. Можете собираться домой, урок отменяется. Слава богу, что никто не пострадал. И да, родителям лучше про этот случай не рассказывать. То еще всю школу проверками закидают. Хорошо. Все, можете собираться. Офигеть, ты крутая. Ну да, Юлька, ты прям спасла наши души. Но она реально больная, я вообще не понимаю, как вы ее терпели. Но она всегда делает все на полтона чише, а тут-то ее прям спровоцировало с телефоном. Ну да, мне кажется, в каждой школе есть такой больной учитель. Ну да, если бы их всех поувольняли, то мы бы росли с нормальной психикой. Ну да, у меня из нее точно психика с ума сошла. Саша. А что я? Юлька, а тебе куда? Может, все вместе домой пойдем? Ну пошли. Дима, ты идешь? Ты посмотри на него, он даже не понимает, что произошло. Идем? Да, идем. А ты, Саша, перекачай в столу, выпирожки и пей. А что я? Так, молодежь, дубинку мою никто не видел? Чего? Вот же она. Честь имею. Александр Юрьев, кто-то видел? Быстро вышли из кабинета. О, пополнение. А можно закрыть две сцены? Димон, за такой базар обычно спрашивать надо. А ты ничего не перепутал? Да ты развели, как лохов. Вот мало ей доказал, что он красава. Какая еще Аня? Дима? Здравствуйте, Александра Юрьевна. Здравствуй, а ты почему так рано пришел? Ну, меня мама подвезла, ей на работу нужно. Понятно, ну, молодец, готовься к урокам. Хорошо, Александра Юрьевна. Так, собственно, зачем я пришла? А, вспомнила. Не знаю. О, Дим, привет. Привет, Саша. А ты сделал домашку? Ну да. А можно тебе только сухо будет, как истеричка, опять орать? Саша. Что, Саша, ведь хоть что-то, что она на нас не орет, как истеричка? Саша, замолчи. Вот если бы у меня был муж, она в ее обычно не так кринжово. Что говоришь, Саша? Александра Юрьевна? Муж мне нужен? Ну, я не это хотела сказать. Домашнее задание тоже не сделал, говоришь, да? Сделал. Ну вот и готовимся, на уроке проверим твое домашнее задание. Я же говорил, молчи. Дима, почему ты не сказал, что Юрьевна в классе? Так я же пытался. Ну, спасибо тебе, Дима. А? Опять он? Доброе утро, детишки. Что? Александру Юрьевну кто-то видел? Ну, она вышла только что. А что у нее, кстати, по настроению все? А у нас что, опять что-то в школе украли? Почему бы. Ну, у вас в руках цветы. Вы ищите Александру Юрьевну. Кто-то ограбил цветочник? Ясно все с вами. Готовьтесь к уроку. О, здрасте. Добрый день. Что? Привет, малолетки. А ты что здесь забыл? Да, вот пришел узнать, как у вас дела. У нас все хорошо, выйди из нашего класса. Что ты опять борзеть начинаешь? Я не борзею, а прошу тебя выйти из нашего класса. Короче, я пришел нормально с вами поговорить. Ты не умеешь нормально разговаривать. Я вот подумал, неправильно я с вами поступил. На физкультуре вам армию устроил, деньги с вас выбивал. Хочу перед вами извиниться. Ты сейчас шутишь? Нет, не шучу. Короче, в качестве извинений хочу вас пригласить к себе на вечеринку. А что это вечеринка? Каждую пятницу мы со старшеклассниками устраиваем у меня тус у дома. Так что, был бы рад вас там увидеть, повеселимся. Что? Там девочки будут? И не только девочки. А кто еще? В общем, подумайте над моим предложением. А для тебя, Карапусь, все сделано в лучшем виде. Только костюм одеть не забудь. О, привет, малые. А ты ничего не перепутал? Да не выкуй ты. Вас тоже сегодня жду у себя. Это он про что? Он нас с Димой позвал на вечеринку в честь примирения. Какого еще примирения? Он нас всегда оскорблял и унижал. Поэтому решил с нами типа помириться. И позвал нас на вечеринку со старшеклассниками. Еще он меня попросил какой-то костюм одеть. Это оно? Ну да. Вы уверены, что это не подстава какая-то? Да он сказал, что все будет в шоколаде. Саша, ему не стоит верить вообще. Ну вообще, Дима прав. Вечеринка через час, а у нас уроки. И что, мы можем прогулять эти уроки? У нас урок с классухой, мы не можем прогулять. Почему все так зассали? Саша, успокойся. Ну вообще, вечеринка со старшеклассниками, это звучит круто. Сэм. А что, нам не обязательно прогуливать. Мы можем сходить в медпункт и сказать, что у нас температура. Тем более, сегодня пятница. Температура сразу у пятерых. Если что, я могу сказать, что у меня три подня. А это что такое? Это типа диарея. Так, ладно, карандаши у кого есть? Зачем карандаши? Теперь эту у себя поднимать будем. А как? Нам нужен грифель от карандаша. Вы серьезно? А ты что, ливаешь? Я. Так, пацаны, идем без Зимы. А то на него еще Наташа накричит, за то, что уроки прогулял. Не будет она кричать. И при чем здесь Наташа? Диман, ты каблук. Пацаны, пошли. Я не каблук. И решение могу принимать сам. Диман, ты каблук. Я не каблук. Вы что, с ума сошли? Какая еще три подня? Ну, это типа диарея. Головей у тебя диарея. А остальные что? Грифеля наелись? Ну, у нас действительно температура. А как же вы в школу приперлись температурой? Ну, мы только сейчас поняли, что у нас температура. У всех пятерых? Нет, у меня три подня. Все выходим дружно из кабинета и идем на урок. Так мы можем заразить кого-то. Знаете, сколько у меня таких заразителей за неделю проходит? Ха, быстро вышли из кабинета. Чего? Вас уволят. Вышли, сказала. Блин. И что нам делать? Может, все-таки на урок пойдем? Все, что не делается, к лучшему. Дима, тебя никто не заставлял идти за нами. Если хочешь, можешь идти на урок. Тем более, скоро Наташа придет. И если она заметит то, что тебя нет, то она такой кипиш поднимет, что тебе лучше реально остаться. Хватит мне за Наташу говорить. Ну тогда не ной. Давайте просто прогуляем уроки. Все. Вообще, да. Четверых сразу из школы не исключат. Максимум, что сделают, позвонят родителям. Ну, в принципе, ты прав. Ладно, идем. Чего? Дима, скажи, что нам стало плохо, и муж. Блин, вы серьезные? Что мне делать? Так, ладно. О, какие люди. Привет. А ты, оказывается, мужик. В смысле? Ну, как это, прогуливать уроки ради вечеринки? Так еще и прийти одному. Ты, конечно, отважный. А, я что сам? Давай, заходи. О, хорошо. Смотрите, кого я к нам привел. А ты не говорил, что будут малолетки? Прошу не называть нашего гостя малолеткой. Между прочим, он ради этой вечеринки уроки пропускает. Да его после этого дня наверняка со школы выгонят. Со школы? Она так шутит, не переживай. Хавать будет? А что ты ему похавать предлагаешь? Думаешь, он сюда похавать пришел? Тоже верно. Отцовской водички будешь? Ты про что? Согласен. Тебе еще рано. А кроме меня больше никого не будет? А тебе что, тут мало людей? Вроде тут все взрослые, интересные. Допустим, это Вита, она очень умная девочка. Да мы с ним уже знакомы, не переживай. О, я вообще-то про своих ребят спрашиваю. А зачем нам твои ребята? А ты еще кого-то ждешь? Что? Нет, вроде. Ну а ты с чего стесняешься? Распрошу новичинку к старшеклассникам? Так расслабься и забудь обо всем. Да, я просто... Что ты? Ребята, смотрите, кто к нам пришел. О, пополнение. Что? А ты что, весь детский сад сегодня решил собрать? Почему сразу детский сад? Вообще-то они уже в шестом классе. Ну да, Таша и группа согласны. А зачем он вырядился в костюм грибан? Мне сказали костюм надеть, а в школе других не было. Ты каждый раз при своем костюме гриб на себя надеваешь? Саша, я тебе говорил, что это тупость. А я что, знала? Так, ладно, гриб и грибята. Раз уже пришли, располагайтесь. Что? Наташа? Мама уже звонит. Нет. А где у вас тут туалет? Да, Наташа. Дима, ты где? Наташа, я дома. В смысле дома? Мне Юрьевна говорила, что ты в школе. У меня просто температура поднялась, и я домой отпросился. Температура поднялась? У ребят тоже температура поднялась. Ты про кого? Я про половину класса. У нас на уроке 4 человека. Я не знаю, Наташа. Малой? Что? Дима! Я перезвоню. У тебя что-то случилось? Нет, все в порядке. Со своей подружкой разговаривал? Да нет же, говорю, все в порядке. Можешь выйти? В смысле? Ну, как бы это туалет? Да, точно, извини. Так, ладно. Зачем в этом костюме пришел? Я думаю, что все в костюмах придут. А Юрьевна вообще знает, что вы уроки прогуливаете? Нет. И она вас искать не будет? Надеюсь, что нет. Дима, ты оказывается нормальный пацан. В смысле? Посмотреть на своих одноклассников, тупи. Выределись в костюм, пришли толпой. А ты сам как нормальный человек? Ну, мы вообще вместе должны были прийти. Почему тогда пришли по отдельности? Ну, как-то так вышло. Тебя что, за терпилу держат или что? Да нет, все нормально. Слушай, я тебе скажу так. Ты выглядишь намного умнее, чем они. Ты лучше подумай, с кем тебя общаться. С своими сверстниками, которые максимум тянут на слабую троечку. Либо с нормальными пацанами и девчонками, которые тебя жизни научат. Хорошо, подумай. Да что ты тут малому втираешь? Чего как жить нужно, чтобы он своих дружков как можно скорее терял. Да, одноклассник у него, конечно, так себе. Особенно этот грибочный. Да, Саша фигню просто чуть-чуть. Я тебе скажу так. Такие, как они будут тебя всегда тянуть вниз по жизни. Слушай, а что это они троются возле этих слюнчаев? Я так у нее роман с этим грибом. Я как-то была у них на уроке, так она меня за этого малого чуть не загрызла. Так, может, мы объясним этому новому, чтобы на сверстник своих смыслов? Зачем малым портить праздник? Пусть все веселятся. Да, считай, впервые в школу прогуливаются. Ну, вообще, Саша нормальный. Просто я думаю, что на него лучше не обращать внимания. Давай мы сами будем решать, на кого нам стоит обращать внимание, а на кого не стоит. Ты, Мало, главное, не бойся. Если бы это тебя обидит, подходи ко мне. Ну, хорошо. Вот и отлично. Анька, иди сюда. Ты слушай, если ты хочешь пить есть, то не стесняйся, чувствуй себя как дома. Окей, спасибо. Дима, а как ты тут оказался впервые нас? Я не знаю. Или ты решил нас кинуть? Да не кидал я вас, это вы развернулись и ушли. Да, Наташа тебя ничего не разрешает, поэтому мы не стали тебя ждать. Вы меня достали упрекать вечно в том, что мне ничего не разрешает Наташа. Ну, это ведь правда. А вам не кажется, что как-то все тут слишком добродушно по отношению к нам? Это ты про что? Ну, нас позвали старшеклассники к себе домой, хотя раньше они прикалывались над нами. И такое ощущение, что они нам как друзья. Ну, так они же сказали, что таким образом кто-то извинится перед нами. Это как-то странно. Герман, действительно, не ищи подвоха, расслабься. Вот иди-ка ты, Витя, познакомься, может домашку за тебя будет сделать. Спасибо, я сам разберусь со своей домашкой. Ну, как знаешь. Что? Опять блин? Наташа? Не твое дело. Да. Дима, где ты находишься? Александра Юрьевна? Сэм, Герман, Руслан и Саша с тобой? В смысле? Дима, мы все знаем. Откуда? Мы знаем то, что вы прогуливаете уроки. В бюкбунке мне сказали, что вы пытались поднять себе температуру грифелем. Мы не пытались. Значит так, у вас есть 15 минут на то, чтобы вернуться в школу. Если вы это не сделаете, я буду звонить вашим родителям. И если я им позвоню, то это будет последний ваш учебный день в этой школе. Александра Юрьевна. Дима? Аня? Какая еще Аня? У тебя все хорошо? Ну да. А с кем ты сейчас говорил? Тут просто... А, я поняла. Можешь закрыть дверь с той стороны? В смысле? Ну это как бы туалет. Понял, извини. Может, в бутылочку поиграем? Чего? А может, ты за водой в магазин сгоняешь? В смысле? Тебе что тут, бутылочный куб? Мы уже играли с Витой в бутылочку. Вита, он, надеюсь, шутит. Нет, она его целовала. Что? Ты вообще дурак? Что ты себя возомнил? Слышь, малой, свали отсюда, пожалуйста. Так а что я? Ну вообще, Саша не обманула. Они реально целовались. Слышь, свали, пожалуйста, тоже. Разговаривай уважительно, окей? Чего? Что ты тявкнул? Тявкаешь ты. Что тут происходит? Аня, зайди туда, откуда вышло. Почему ты так сейчас разговариваешь? Слышь, защитник, ты сейчас реально в магазин бежать будешь? Рты закрыли все? Я не понял, мы здесь, чтобы малых обижать или что? Дима, подойди сюда. Я тут. Можешь, пожалуйста, объяснить своим тугодогоняемым друзьям, чтобы они чувствовали субординацию и не нарушали грая? А что они? А они слишком много себе позволяют. Мы здесь, чтобы в бутылочку играть или общаться. Мы здесь собрались, чтобы малых обижать или бежать влечься. Так эти малые поклещи некоторых. Дима, ты нормальный пацан. Объясни, пожалуйста, своим друзьям, чтобы они были потише. Пацаны, реально, мы же в гостях. А давно ты стал приспешником? В смысле? Дима, хватит же каблуки приобувать. Там Наташа, тут старшеклассники. Саша, замолчи. Правильно, Дима, поставь их на место. Может, еще и мобовь натрешь? Про что? Ну давай, ослужись уже по полной. Димон, за такой базар обычно спрашивать надо. Не молчи. Пацаны, вы действительно позорите меня. И себя в том числе. Ты, Саша, вообще в костюме гриба пришел. А ты, Руслан, как всегда, пытаешься показать всем, что ты тут самый главный. Хотя ты тут ничего не стоишь. Дима, мы с тобой вроде бы закрыли вопрос. Или ты опять хочешь дядю в школу звать? Он что? В школу с дядей? Раньше с мамой ходил. Димон, давай ответим. Мы все во главе с Русланом стоят терпеть. Жаль, что ты, Дима, подкабульщик. И всегда прячешь свою жопу в теплое место. А мне жаль, что вы остались с детьми. И во взрослой компании ведете себя, как первобытные. Ну-ну, пошли на урок. Тусовки не будет? Как видишь, Саша, не будет. Ну и валите. Еще одно слово, я с тобой совсем по-другому начну разговаривать. Малой, ты вроде свалить хотел. Вот и валил. Тебе повезло, как всегда, нашел для себя хорошую защиту. Свали уже отсюда. Дима, ты прыг... Хорошо, Александре Юрьевне привет передавайте. А ты красава, малой, правильный выбор сделал. Но они реально себя ведут, как дети. Взрослые ребята так себя не ведут, правильно? Был бы ты постарше, я бы с тобой замусил. Ну что, тогда давайте делить деньги. Что? А что, ставка сработала? Я же говорил, что у всех тихонь внутри бурлить сильная кровь. Вот малой и доказал, что он красава. Недород свой закроет. Да пофиг на него, малой все равно уже свалили. А что происходит? Малой, иди пока в туалет. Посиди, подумай над математикой. В смысле? Ты тупой или что? Ты реально думаешь, что Ваня вас пригласил на тусовку? Ты хоть знаешь, как выглядит настоящая тусовка? Я тебя не понимаю. Прости нас, конечно, малой, но это был спор. Какой еще спор? Малой, мы поспорили на то, что мы сможем вас поссорить. Решили поднять на этом бабу. Ты, кстати, молодец. Хорошую двухсотку. Вы серьезно? А ты забыл, что я тебе говорил, это взрослая жизнь тут выживает сильнейшая. Так а зачем вы так жестко со мной? А зачем ты на это все ведешься? Ты реально думал, что мы сейчас тут с тобой станем друзьями и будем веселиться? Ну я просто только что с одноклассниками поссорился. Да им насрать на тебя, так же, как и нам. Что? Если что, насчет того, был бы ты постарше, я бы с тобой замутила, я не шутила. Да идите, вы знаете куда? На поворотах поаккуратнее, хорошо? А ты знала и молчала? Я не знала вообще, ты думаешь, я бы не сказала? Да иди ты тоже. О, а я смотрю, на манежи все те же, да? Что? Джастин Бибер с собственной персоной. Сюда все подошли, быстро. Что вы делаете у меня дома? Выйдите? Это твое? Не знаю. Ты понимаешь, что ты детей заставил прогуливать уроки? Никто их ничего не заставлял прогуливать, они сами сюда пришли. Что? Никто их туда насильно не тащил. Джастин Бибер, замолчи. Александра Юрьевна, не кричите на них сильно. А ты, Аня, вообще, почему все это не остановила? Что за элиту вы тут устроили? Так я что, знала? А ты, Ваня, вообще, это твой последний учебный день. Можешь мне поверить, я все сделаю для того, чтобы тебя выгнали из нашей школы. А ты, Дима, вместе со своими друзьями-одноклассниками домой не уйдете, пока родители в школу не приедут. Вы не его друзья, а он не наш друг, у него новые крыша появились. Так, замолчи тут. Я не поняла, у вас тут что, карнавал или что? Ты какого черта в мухомор вырядился? Я вообще так говорю. Так, вышли все быстро, проводите их, пожалуйста. Мне нужно уладить еще кое-какие нюансы. Хорошо, Александра Юрьевна, так, пошли. Блин, какой позор. Родители едут? Мы и скоро будут. Моя бабушка тоже едет. Дима? Мама едет. Ну почему туда поперлись? Дима предложил. Что? Почему ты мне врешь? Я честно говорю. А если я скажу, что знаю всю правду, что ты мне тогда ответишь? Мы решили прогулять уроки и пойти на вечеринку. И как вечеринка? Удалась? Ну удалась бы, если бы не Дима. Вы вообще знаете, для чего вас туда позвали? Да, погулять с девочками. Погулять с девочками, говоришь? А ты знаешь, что они поспорили на деньги, что смогут вас поссорить? Кто вам такое сказал? Поверь мне на слово. А много денег? Дима, что мне с вами делать? Урок прогуляли, медсестру обмануть хотели, меня обманули с Наташей. Да, Дима? Да я просто... Да что мне твое просто? Александра Юрьевна. Знаете что, вы у меня уже в печенках сидите. Вы мне всю душу вымотали. Так, дожидаемся родителей, и я буду принимать радикальные меры. Вышли в коридор. И что делать? Нереально поспорили? Да, я видел, как они деньги делили. Прикольно. Нас развели как лохов. Ну, я думаю, что мне лучше не извиняться перед вами. Мои извинения никак не спасут ситуацию. Так что просто знайте, что мне жаль, что я так поступил. Ну да, твои извинения вообще ни о чем по сравнению с тем, что ты нам наговорил. Дима, хватит уже ко всем подкабучиваться. Научись уже иметь свое мнение. Может, ты и прав, Саша. Короче, мы не будем тебе прощать, но хотелось бы, чтобы ты знал на будущее, что так не поступают. Ну, я понимаю. Как думаете, что Юрьевна в качестве наказания нам придумает? Не знаю, Юрьевна сильно нас бесила. Ничего, прорвемся. Кстати, заметили, как полицейский начал заливать к ней? Да и пусть заливает. Может, беситься перестанет. Блин, как же стыдно. Вот я тупой. Это что такое? И всех переведу в другую школу. Понятно? Ты уже бесишь меня. Ну, а с вами надо поговорить. Наташа, отвали от нас. Дима, я что бы ты не был таким, кто сейчас дома спал. Сколько мне еще извиняться? Я же сказал, что мне стыдно за свой пост. Мне иногда кажется, что нам вообще не стоит общаться. Но, Наташа. Что, Наташа? От тебя и от твоих друзей одни проблемы. Вот возьму и переведусь в другой класс. Наташа, пожалуйста, прекрати хоть ты. Я осознал, что веду себя очень некрасиво. И с этого дня все будет по-другому. Ты, Дима, пошел на вечеринку к старшеклассникам во время урока. Ты думаешь, что от одной фразы «я все осознал» что-то изменится? Ну, а что мне делать? Ну, хотя бы не врать мне и как минимум думать о последствиях. А Дима не умеет думать. Так же, как и ты, Саша. Мы все тут виноваты, по сути. Да молчи тихонько. Еще одно слово в мою сторону, и ты будешь еще и мою парту мыть. Доброе рабочее утро всему классу. Наташа все пришли или кто-то решил зафилонить? Все, кто провинились, пришли. Вот и отлично. Завтра точно так же в 6.30 утра. Что у вас у себя в учительской? Будем там порядки наводить. А почему Наташа ничего не делает? А Наташа, между прочим, в отличие от вас, мальчики, уроки не прогуливала ради вечеринки со старшеклассниками. А пришла сегодня вместе с вами, чтобы проконтролировать процесс уборки. Так что меньше слов, больше дела. Работаем. Вообще офигели все. Скажи спасибо, что хотя бы уборкой отделались после всего. И кстати, забыла сказать. На следующей неделе у вас пройдет первая тренировка по бальным танцам. Что? А на этой неделе школьный чемпионат по футболу. Так что не расслабляемся. Смысли бальные танцы? А вы что думали, что вы одной уборкой отделаетесь? Вы у меня этот прогул до конца своих дней отрабатывать будете. Блин, ну хватит уже, ну сколько можно? Так, ребята, убираем еще 10 минут и начинаем готовиться к урокам. Собственно, вот здесь у нас и учится 6 класс. Добрый день, дети. Директор. Здравствуйте, Максим, Геннадий, Геннадий. Ребята, вам в школе как? Нравится? Че? А че молчим? Да они не проснулись еще, наверное, да? А в столовой вас хорошо кормят? А так нас вообще не кормят. Старши, замолчи. Как не кормят? У нас просто для 6 классов питание не включено, да? Меня и в 3-м не кормили. Саша. Так а что я правду говорю? Александр, а может вы забыли, что вас в 3-м классе не кормили? Ничего я не забыл. Ну хорошо, а по успеваемости у вас как? Преподаватели вас не обижают? А, так у нас недавно математическая телефон ученься разбила. Этот учитель уже не работает в школе, да? Может дальше пройдем я, покажу вам столовую? Столовую? Где детей не кормят? А вот там-то я вам и покажу, кормят детей или нет. Пройдемте. Ну давайте попробуем. Кстати, а чем вы тут занимались? А, так мы класс убираем. Следите за чистотой класса. Молодцы. Ну что ж, тогда пройдемте. А, так нам классно сказала, класс убирать за то, что мы уроки прогуляли. Саша, замолчи. Что, Саш, нам еще за учительскую убирать? А как зовут вашего классного руководителя? Извините, давайте я вам все объясню. Можем пройти? Ну давайте попробуем. Надеюсь, объяснение данному мероприятию будет весьма аргумным. Дети просто неправильно выразились. Все в порядке. Продолжайте готовиться к уроку, детки. Хорошо. Саша, ты... Так а что? Саша, мне иногда кажется, что ты свои мозги дома забываешь. Так а что я? Кто это вообще был? Так, дети, сейчас внимательно послушайте, что я вам скажу. К нам в школу приехала санэпидемстанция. Чего? Будет проверять пожарную безопасность из столовой. Я вас прошу, не учудите чего-нибудь, иначе директор нам этого до конца дней не простит. Александра Юрьевна. Что, Наташа? Мы уже учудили. Ты о чем? Ну, к нам заходил директор с какими-то людьми в белых халатах. Господи, они уже приехали, что ли? Я не знаю. И что они спрашивали? Я надеюсь, вы вели себя достойно? Ну как сказать? Дима. Да. Саша. Я не знал, что это санэпидемстанция, я бы молчал. Господи, уроки еще не начались, а вы уже успели что-то натворить. Наташа, что было? Ну Саша сказал, что нас не кормят в столовой, и вы нас заставляете по утрам мыть весь класс. Что? Заставляю? Ну, я не знал, что это санэпидемстанция. О, господи, куда они ушли? В столовую. Так, ладно, готовимся к уроку, и бросьте уже эти тряпки, наконец. То бросьте, то убирайте, вы уже определитесь с Александра Юрьевна. Саша, я тебе сейчас как определюсь? Саша, ты действительно голову дома забываешь? Что ты будешь? Неужели на свою Диму побыкнуть? Научись молчать, когда тебя не спрашивают. Ты научись не командовать, когда тебя не просят, окей? О, а вы уже все в школе? Что тебе нужно? Да я вот в гости решила зайти, особенно поговорить о том, что случилось. А что уже у нас случилось? Ну как, вечеринка? Я знаю, что вы поссорились, и на вашего Диму все обижены. А еще я знаю, что вас заставляют перед школой каждый день убирать. И что на следующей неделе нам идти на балет? Ну вот. И что, тебя это вообще не касается? Да не скулитый. Я вообще-то вам прикольную штуку принесла. Саша на мозги? Заткнись, тихоня. Ну, если это похоже на Сашины мозги, то, возможно, это Сашины мозги. Вы че, тупые? Ну знаешь, если мы сейчас разговариваем про твои мозги, надо еще определиться, кто из нас тупый. Ты тупая. Так, все, успокойтесь. Че? Вы посмотрите, что у меня есть. Что это? Ну, что это? Ну, это точно не мои мозги. Вообще-то это мадагаскарские тараканы. А зачем их нужно в школу приносить? Что бы ты спросила? Иди готовься к урокам, сама же говорила. Саша, закрой рот, она права. Зачем этих тараканов в школу нужно было приносить? Она опять нас подстала. Спасибо, Дима, но не нужно за меня заступаться, я и сама справлюсь. Я не заступался, я просто сказал свою мысль. Господи, как я, я же вы все в этом классе токсичны. Аня, дай мне их подержать. Только аккуратно. Хорошо, я не буду их выпускать. Саша, иди реально готовься к уроку, а ты, Аня, иди в свой класс. Наташа, отвали от нас. Наташа, действительно, от этих тараканов ничего плохого не будет. Ну, ну. Вы что, вообще бестолковые? Вот как можно было сказать, что я вас принудительно заставляю убирать классы? Да, заставляю, но это для вашего же блага. А ты тут что делаешь? Я решила к ребятам в гости зайти. Хватит гостей в этом классе, иди себе на урок. У меня физкультура сейчас. А физкультура что, не урок? Ладно. Саша, дай ты про что? Ты что-то потеряла? Ну, как бы... Что, как бы? Ничего. Ладно, ничего. Всем хорошего дня. Сделали из нашего класса проходной двор какой-то. Вы вообще знаете, что мне от директора влетело за то, что вы сказали, что я насильно вас заставляю убирать. Я что, насильно вас заставляю убирать? Нет, Александра Юрьевна, все, что вы делаете, во благо нас. Спасибо. Хоть один адекватный человек в этом классе. Санэпидемстанции я общий язык нашла. Но это не отменяет завтрашние уборки в учительской, так что не расслабляйтесь. И вообще, вы к уроку готовы? Достаем тетрадки, ручки, учебники, давайте. Блин. Вот блин. Саша, а где тараканы? Ой, Юрьевна. Что? Ты что, не отдал тараканов Ане? Я не успел. В смысле не успел? Она так быстро зашла, что я не успела среагировать. Куда ты их делал? Ну, подкинул ей в сумму. Ты серьезно? В сумму? А что мне нужно было делать? Итак, дети, давайте мы отпустим сейчас с вами все обиды. Тихонечко проведем этот урок, потом у вас останется два последних урока, и вы со спокойной душой пойдете домой. Договорились? Да, Александра Юрьевна. Вот и отлично. Давно у меня не было с вами биологии. Я уже забыла, как это не кричать на вас, а спокойно что-то объяснять. Итак, что вы проходили на прошлом уроке? Нет, Наталья, давай Герман ответит. На прошлом уроке мы проходили царство растений. Царство растений мы проходили на прошлой неделе, а на прошлом уроке мы проходили... На прошлом уроке на вас орала моя бабушка. Так, я поняла. Ну что ж, я вижу, что тему урока никто не помнит, значит, будем повторять. О, черт. Саша, расскажи, Юрий мне про тараканов. Так а зачем? Ты издеваешься? Так, на прошлом уроке мы изучали с вами строение и многообразие покрыто семенных растений. Вот видишь, он даже не заметил, поэтому все хорошо. Александра Юрьевна, можно к вам? Конечно, Максим Геданович. Я бы хотел поговорить с вашими детками по поводу поведения. Я не против, я думаю, им это только на пользу пойдет. Вот и отлично. Александр, да, вас зовут? А чего только я? Хорошо, Александр и весь остальной класс. Я бы хотел с вами поговорить по поводу вашего поведения и по поводу того, что вы говорите при посторонних людях. Понимаете о чем? Максим Геданович, я с ними поговорила уже на эту тему. Я хочу сказать на будущее, что прежде чем говорить что-то при посторонних людях, надо думать своей головой, понимаете? А у Саши нет головы, чтобы ей можно было думать. Герман! Так а что? Как вы уже знаете, у нас в школе санэпидемстанция, и нам очень сильно повезло, что мы сгладили ситуацию, ту, в которую вы нас загнали. Я же не знала, что это санэпидемстанция. Я хочу сказать на будущее, что при любых посторонних людях вы должны думать, о чем вы говорите, вы понимаете? Да! Хорошо, Александра Юрьевна, я пойду дальше делать, так сказать, экскурсию по школе. Спасибо вам, Максим Геннадьевич, и извините, что не уследила. Все нормально, Александра Юрьевна. Ой, Максим Геннадьевич, я же забыла, я же документы вам хотела отдать. Давайте наперемене. Так может лучше сейчас? Вот черт. Давайте наперемене. Хорошо, тогда я их пока что подготовлю. Блин, я же не знала, что это санэпидемстанция. Саша, ты хотя бы что-то знаешь, а? Это что такое? Это мадагаскарский таракан Александр. А! Герман! Что они делают у меня в сумке? Так вы у Саши спросите. Саша! Они не страшные, Александра Юрьевна. А что они у меня в сумке делают? Это Аня принесла. Фу, убери их немедленно, сейчас же. Сказа, крики здесь. У нас тараканы по классу рассыпались. Какие еще тараканы? Мадагаскарские, но они не страшные. Вот, не бери его в руки. Александр, что я вам только что рассказывал? Так они не страшные. Откуда здесь тараканы? Давайте я вам сейчас все объясню. Что вы нам будете объяснять? Это точно школа? Да, пройдемте ко мне в кабинет и уладим все моменты. Нет, мы никуда не будем идти. Вышли все из класса. Саша, блин. Саша Юрьевна, они не страшные, я честно говорю. Выходим все из класса. Вот блин. Так они же бесстрашные. Мозг твой бесстрашный. Вы вообще бестолковые, я понять не могу. Извините. Вы понимаете, что тараканы являются разносчиками болезней и вирусов? Максим Геннадьевич. Кто их принес в школу? Их принесли в школу старшеклассница Аня. Я ей говорила, чтобы она ушла из нашего класса, но она не ушла. Ну сколько можно? Я же говорила с вами перед уроком. И деточки, и детки, по-хорошему с вами. А вы мне что, тараканов сутки? Я хочу их убрать на перемене. Юрьевна, если вы не справляетесь с дисциплиной своего класса, я буду думать о разжаловании вас как классного руководителя. А вы, дети, если с вами даже родители не справляются, и каждую неделю у вас есть какие-то залеты, от которых мне приходится краснеть, я буду думать о расформировании вашего класса. И всех переведу в другую школу. Понятно? Максим Геннадьевич. Максим Геннадьевич, так уже не прокатит Максим Геннадьевич. Все. Все убрали, обработали. Можете возвращаться в класс. Спасибо большое. Ну а с вами надо поговорить. Пройдемте в ваш кабинет. Пройдемте. Они что, всех тараканов потравили? Саша! Так и что, они живые были. Ой, да делайте вы что хотите. Саша, ну почему ты такой... Саша, Дима, вы не хотите перевестись в другую школу? От вас реально одни проблемы. Так я же вообще ничего не делал. Дима, ты и до этого много чего сделал. Блин. Извините. Ой, да пошли вы все знаете куда. Блин, я реально такой... Не знаю, Саша. Кстати, когда он в футболке? Я не буду брать трубку и не дави на меня. Так, я не поняла, что это у нас тут за козлятник? Александра Юрьевна, у нас ЧП. Ну что, молодцы, круто футбол поиграли. Конечно, в тупу посадят из-за вас. Это тупо, зачем вообще надо было соглашаться на это? Да время еще есть, не паникуй. Если он не придет, то нам от тюрьевных хана. Ты почему же? Потому что мы проиграем. Ну, может, у него что-то случилось? Не мог же он просто так взять и отморозить? Ну, а почему он тогда не позвонил и не предупредил? Еще и трубку не берет. Позвоните ему еще раз. Я набирал, бесполезно. Сэм, может, ты на воротах станешь? Да, конечно, может, ты на воротах постоишь? Вообще-то девочек в команде не беру. Ну, тогда не неси бред. Что ты злишься? Она, в отличие от некоторых, хоть что-нибудь предлагает. Мальчики, не ссорьтесь. Давайте лучше придумаем, что делать. А что ты придумаешь? Юрьевна ясно дала понять, что если мы и тут облажаемся, то на хорошее отношение с ней мы можем больше не рассчитывать. Можешь рассказать Юрьевне то, что он не выходит на связь? Ты не издеваешься, ты не знаешь, что у нас с нами сделает? Тихо. Подожди. Это он звонит. Ты вообще нормальный? Где тебя носят? Игра через 45 минут, и почему в школу не пришел? Пацаны, меня не будут летать форс-мажор. Какой еще форс-мажор? Ты понимаешь, у нас всех подставляешь? Ты подумал, как мы потом перед Юрьевна выкручиваться будем? Ну так придумайте, что-то. Ну так придумайте, что-то. Значит так, если ты сейчас не перетачиваешь свою большую жирную задницу в школу и не решишь все свои проблемы, тебе в понедельник такой форс-мажору стоим, что будешь нам помнить до конца девятнадцатого класса, ты понял? Я не могу прийти, у меня тут форс-мажор. Брасывай трубку, он кидалок. Давайте ему на день рождения пакет мозгов подарим, чисто козел. Так, я не поняла, а что это у нас тут за козлятник? Александра Юрьевна, мы тут о своем говорили. А почему вы о своем говорите перед девочками? Девочки, а вы что делаете в раздевалке у ребят? Так, мы пришли их поддержать перед игрой. А, поддержать, это правильно, собственно, по этому поводу и пришла. Вы вообще как, готовы? Ну, вроде да. Я, кстати, слышала, что ваши соперники из 42-й школы одерживают победу три года подряд. Но вы не переживайте, вы справитесь, я в вас верю. А это самое главное. Ну и к тому же свои проколы тоже нужно отрабатывать, верно? Да. Ну все, тогда я желаю вам отличной игры и, конечно же, победы. Спасибо, Александра Юрьевна. А, кстати, вы нашли замену, Саша? В смысле замену. Что значит, в смысле замену? Мне его бабушка позвонила и сказала, что его сегодня не будет. Так что по замене? Так он нам сказал, что сегодня будет. Так будет или не будет? Ну да, должен быть. Поэтому мы и не стали ему замену искать. Странно, однако. Ладно, готовьтесь. Ты вообще... Так и что мне нужно было сказать? Да точно не то, что ты лягнул. Так Герман же как лучше хотел. А ты что, его адвокат? Причем здесь вообще адвокат? У нас замены нет. Вот Герман и выкрустся. Ой, да идите, вы знаете куда? Я успел. О, вот ты виновник торжества. Что у тебя опять случилось? Пирожков столовых, наверное, переел, да? Причем здесь пирожки? Короче, у меня очень большая проблема. Мне бабушка запрещает идти в школу. Но если бабушка запрещает идти в школу, значит проблема слишком большая. Приехала моя тетя с моей племянницей. Теперь мне надо за ней смотреть. Как ты вообще в школу пришел? Короче, тут такое дело... Короче, вот. Что? Что? Ты серьезно? Саша, я тебе сказала притащить свою задницу и решить свои проблемы, а не притащить свои проблемы за собой. А что мне нужно было делать? Вы реально мне сказали, что меня накажете. Я не хочу, чтобы меня наказывали. И ты ничего лучше не придумал, как притащить свою сестру сюда? А почему мы на него кричим? У него мозгов, как у курицы. Если что, пакет с мозгами на его день рождения все еще актуально. Я вообще-то не курица. Так, ребята, давайте не будем ссориться, а что-то думать. Как сестру зовут? Меня зовут Алина. Алина очень воспитанная девочка, с ней проблем точно не будет, поэтому нам надо решить, куда ее спрятать. И чем ее вообще куда-то прятать? Давайте на время игры оставим ее просто в доме. А если ее кто-то увидит? Давайте ее в шкафчик спрячем. Саша, ты какой? Она же маленькая, она может испугать. Что тогда делать? Я предлагаю пойти в класс, и там уже что-то думать, потому что здесь в любой момент может кто-то зайти. Если что, до игры осталось 30 минут. И почему вы вообще должны забивать тебя этим головой? Ты притащил свою сестру в школу и повесил на нас свои проблемы, а мы теперь должны это решать. Так, ребята, мы что, не одна команда? Мы что, не один класс? Чего вы вечно ноте? Хуже девочек? Давайте просто попросите в классницу Ани, чтобы она посмотрела за Алиной. Чтобы она потеряла ее быстрее, чем ее. Если что, я вообще не доверяю, особенно после последних ситуаций. А у нас есть другой вариант? Ну, вообще нет. Тогда давайте так, вы едете в класс, а я иду со нашей классницей Аней. Алина, что здесь никуда не уходи. Дима, а ты не хочешь пойти в столовую? В столовую? Ну, тебе надо подкрепиться перед матчем. Ну, ладно, идем. А где все? Не знаю. А Саша никто не видел. А он что, не с вами был? Нет, он пошел за старшеклассницей, а потом его никто не видел. Понятно, я думала, он был с вами. Стоп, а где Алина? Она что, не с вами была? Ну, что-то мы ходили к физраку за формой, а Алина оставалась в раздевалке с Соней. Ну, вообще-то нет, я ушла с раздевалки сразу после Наташи и Димы, а когда я вернулась в класс, тут уже никого не было. Никто не видел, где с нашеклассники сейчас? Саша, где тебя носят? Мы уже успели все поесть, и ребята вон даже форму забрали. Я с нашеклассницей не искал. Кстати, а где моя племянница? Она что, не с тобой была? Ну, что, я просил посмотреть за ней? Молодцы просили. Да что ты паникуешь? Она наверняка где-то здесь. Вы приказываетесь, мне же она от бабушки и от тети. Саша, да успокойся ты, мы сейчас просто все разделимся и найдем ее. Она 100% где-то прячется, и я в детстве тоже любила прятаться от всех. И вообще-то в промзале и на первом этаже нет. Ну и в столовой ее тоже нету. Вот черт. Кто звонит? Тетя. Ну так бери труппу. Что я ей скажу? То, что пропала ее дочка, она наверняка пришла домой и увидела, что у нас нет дома. Так, бери труппу. Я не буду брать труппу, и не дави на меня. Если что, у нас игра через 15 минут. Да подождите вы со своей игрой, у нас у ЧП. ЧП будет нам от Юрьевны, если мы не выйдем на стадион. Может пойдем к Юрьевне и скажем, что у нас пропала сестра Саши? Наташа. Что, Наташа, у нас есть два варианта. Либо мы получаем от Юрьевны, либо мы получаем от тети Саши, а потом еще и от Юрьевны. Если мы расскажем все, то Саша точно не сможет с нами играть. Вы что, совсем маленький ребенок потерялся, а у вас одна игра на уме. Она может уйти на улицу или сейчас вообще где-то плачет. Но вообще Наташа права. Чем дольше мы тянем, тем хуже становится. Я тоже за то, чтобы пойти и во всем признаться. Так идите Саше и рассказывайте. Мы тут не при делах. Саша притащил нам проблему, а мы сейчас должны ее решать. Какие же вы все-таки бесчеловечные? Пошли. Идем. Александра Юрьевна, можно к вам? Я не поняла. Почему вы по школе бродите? У вас игра вот-вот начнется. Александра Юрьевна, у нас ЧП. Саша, мне обо всем уже доложили. Можете не переживать. Этот вопрос я беру на себя. Что? Серьезно? Ну да. А вы думали, если меня не было с утра в школе, я ни о чем не узнаю? У меня везде есть свои глаза и уши. А моя бабушка и тетя уже знают? Нет, Саша, не знают. Если честно, я уже устала по каждому поводу звонить вашим родителям. Вы самый худший класс в школе, самый проблемный. Поэтому пакость такого рода, вы знаете, меня даже не шокировала. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы я удивилась. Александра Юрьевна, а где она сейчас? Что за глупый вопрос? Там, где ей положено быть? На помойке. В смысле? На помойке зачем? О, Господи, что за реакция, Саша? А куда мне нужно было ее деть после того, как вы ее разорвали? Что я разорвал? А что ты мне тут цирк устраиваешь? На стенную карту в кабинете у Леопольда Арнольдовича. На стенную карту? Александра Юрьевна, я про свою младшую сестру. Про кого? Про свою младшую сестру. Я не поняла, что твоя младшая сестра делала тут в школе? Он не хотел поставить мальчиков, и поэтому взял в школу свою младшую сестру. Мы обыскали все, но ее нигде нет. Даже у охранника спрашивали и у уборщицы, но она как будто сквозь землю провалилась. Я надеюсь, вы шутите надо мной? Нет, мы не шутим. Ну все, можно паковать вещи. Меня же в тюрьм посадят из-за вас. А еще чего хуже? Твоя бабушка придет и сотрет меня в пух и брак. Классная руководительница, сейчас устроят тут все. А это кто? Что? На мелкая такая. Я кому сказала дома сидеть? Ты почему меня ослушался и в школу попер? Ну я не хотел пацанов подводить. А мне плевать на твоих пацанов. Я тебе сказала дома сидеть. Я ему звоню, а он телефон выключает. Я тебе что говорила? Бестолковый. Простите, а вы кто такая? Почему вы так разговариваете с ребенком? Я сама разберусь, как мне разговаривать со своим племянником. Вы тоже хороша, я вам полчаса дозвониться не могу. Где твоя сестра? Ну тетира. Что ты мямлишь? Где Алина? Александра Юрьевна, можно? Саш, ты случайно не терял сестру? Ты оставил ребенка постороннему человеку, еще этой вертихвостке. Тетира. Рот закрой, бегу по всему городу, ищу его, а он домой пошли, я сейчас такое тебе устрою. Тетира, пожалуйста. На вас я буду жаловаться, напишу заявление, чтобы вас отстранили от должности руководителя этого класса. Вы никудышный педагог и классный руководитель. Пошли давай. Александра Юрьевна. Наташа, тихо, я абсолютно не хочу вас сейчас ни видеть, ни слышать. А? Юрьевна. Что? Дядя Руслан? Вы меня, конечно, извините, но я ваших ребят дисквалифицирую за неявку. Что? Что, что? Ваших ребят нет. А мне нужно к следующему этапу переходить. Мы что, не будем играть в футбол? Извините. Где она была? У меня была физра на прошлом уроке, и я забыла бутылку с водой в раздевалке. А когда я зашла в спортзал, увидела, как маленькая девочка играет с мячом. Я начала ее расспрашивать, и она сказала, что все ушли и бросили ее. Поэтому я позвала ее к себе в класс, и потом в столовку кушать пирожные. Она мне, кстати, потом еще рассказала про своего брата, и я сразу поняла, что это Саша. Ну, в общем, поэтому я и привела ее к Юрине. Понятно, мы ее тоже по всей школе искали, и в столовую тоже заходили. Ну, не знаю, может, разминулись. Ну, ладно, я пошла, еще увидимся. Слава богу, что нашлась. Ну что, молодцы, круто в футбол поиграли. Нас дисквалифицируют. А я говорю, что Саше нужно купить пакет мозговых. Наташа, когда в следующий раз ты хочешь помогать Саше, нас в это не втягивай, окей? Да идите вы! Мне кажется, Юрьевна скоро от нас уйдет. Блин. Только что был на парковке и спустил колеса. Это все к новой жизни, новенький сынок. Мамуль, давай ты не будешь вмешиваться в мою учебу. Что значит не вмешиваться? Весь родительский чат в шоке от вашего поведения в школе. Дима, я для чего тебя воспитываю? Чтоб ты меня позорил? Мам, ну у нас в классе были некоторые трудности. Сейчас уже все налаживается. Я сказала, идем в школу. Ну ты меня будешь позорить. А ты меня не позоришь. Быстро в школу! Где твой классный руководитель? Наверное, у себя в кабинете. Пошли в кабинет. Мама, давай без меня. Дима, если сейчас ребята увидят, что ты пришла в школу, они будут надо мной прикалываться. Что значит прикалываться? Значит, еще и с твоими ребятами поговорю. Ну, мама. Это ее кабинет. Что? О, здравствуйте. Добрый день, Александра Юрьевна у себя? Классный руководитель шестого класса. Да, я пришла поговорить по поводу поведения. Говорят, с нашими детьми справиться не могут. Да, не могут. Именно поэтому ваша Александра Юрьевна больше в этой школе не работает. А вы заходите и поговорите. Что? В смысле не работает? Дима, стой здесь. Хорошо. Заходите. Что происходит? А что у тебя происходит? Что? Мамку в школу вызвали? А, ты про это? Ну да. Мама в школу решила прийти, потому что весь родительский чат говорит о нашем поведении. А твой папа что? Без помощи? В смысле? Ну, твои дела только мамка за тебя решает? Ну, вообще-то не мамка, а мама. И при чем здесь папа? А ты что, неженка? Ты докопаться ко мне решил? Ладно, маменька, гуляй. Я пойду дальше экскурсией заниматься. Ну, вообще-то вы могли бы со мной мягче поговорить на эту тему. А что мне смягчать? Мне достался класс тупоголовок, а я с вами должна мягко и заполнить террасы навсегда. Еще одно замечание. И он вылетит из школы без оглядки. И это касается всех. Я поняла. Хорошо и извините. А ты что стоишь? У тебя урок. Марш в класс. Развесил тут уши. Мама. Дима, иди в класс. Вечером предстоит серьезный разговор. Ну, блин. Привет всем. А вы увидели, что беда снова в школе? В школе тебя не смущает, что она наш новый классный руководитель. Что? Да, Александра Юрьевна уволилась. В смысле уволилась? Почему уволилась? Прямо, Дима. И все благодаря нашему поведению. И в частности, твоему Дима. Саша, и твоему в том числе. Стоп, подождите. А кто вам вообще это все сказал? Может, это шутка какая-то? Нам будет делать нечего, и мы придумали так тупо пошутить, да? Не знаю, как вы, но я точно буду переведиться в другую школу. Я не хочу, чтобы моей классной руководителем была эта сумасшедшая классуха, которая при первой же возможности может поставить палочку за урок или вообще телефон разбить. Так ее же за это уволили. Почему она опять в школе? Еще и наш классный руководитель. Директор дал распоряжение вернуть ее в школу и назначить нашим классным руководителем. Все просто, Дима. Да ну, это бред какой-то. Не поняла? Вы почему не по местам? А так звонка еще не было. А тебе звонок нужен? Расселись и готовимся к уроку. Я во мне, Александра Юрьевна, балбесы распоясались. Я найду на вас суправу. Офигеть. Сели. Наташа, а ты не пыталась позвонить Юрьевне? Я ей уже давно звонила, она просто трубку не берет. Так позвони еще раз. Блин, я не знаю. Задние порты. Ага. Пересаживаемся, Наташа, на вторую порту. В смысле? В смысле ты больше с Димой не сидишь? Я наслышана в ваших романтических историях. И еще одно подобное услышу, вылетите быстрее ветра из школы. Какие еще романтические истории? Что вы себе вообще позволяете? Сегодня же после уроков родители в школу, ко мне в кабинет. За что? Еще поговори и родителей вызову сейчас. Блин, прошедшая. Может, я клюшную машину пробью? А у нее что, есть машина? Не знаю. Александр, какая машина? Учти, тебя ни в одну школу города не примут. Усвоил? Этого о чем? Ты меня понял. Пересаживайся, бери свои манатки и на первую порту. Катя, погоди. Офигеть, что происходит? Что за утро такое тупое? Ты? София Андреевна, можно? Ты все документы принес? Да, как вы просили, все вопросы тоже улазил. У директора был? Да, был, он сказал, что сегодняшняя дня можно приступать к учебе. Чего? Тогда давай я тебя представлю класс. Было бы отлично, спасибо вам. Итак, оболтусы, с сегодняшнего дня в вашем классе новый ученик. Зовут его Саидов Камран. А он школу с детским садиком не перепутал? Встань. Что? Тебе палочка за этот урок. Спасибо. А с каких это пор к нам новенькие посередине года приходят? А тебя это касается? Я вообще-то староста. Камран, как ты думаешь, ты справишься с обязанностью староста? Чего? Почему и нет? В смысле? Для меня это будет честью. Вот и отлично. С этого дня в нашем классе новый староста. И зовут его Камран. Как добросовестный ученик он будет следить за порядком. Правильно? Чего? Я вам обещаю, что поведение в этом классе изменится только в лучшую сторону. Вот и отлично. Присаживайся за эту парту. Софья Андреевна, а какое вы имеете право забирать у меня обязанности староста? А какое право ты имеешь открывать рот на уроке? Александра Юрьевна назначила меня старостой. Ваша Александра Юрьевна больше в этой школе не работает, поскольку не справилась с обязанностью классного руководителя и педагога. Поэтому с сегодняшнего дня начинается жизнь по новым правилам. Понятно. Александра Юрьевна прекрасный педагог, и она справлялась со своими обязанностями. А тебе палочка за этот урок. А теперь, прежде чем перейдем к теме урока, все сдают мне свои телефоны, гаджеты и часы. Так вы не имеете права, забираешь у нас телефоны. А тебе, Александр, тоже палочку за урок. Все, пожалуйста, втроем мне дневники на стол. Не думал, что буду учиться в этом классе с Нежинкой. Нежинка, твои мамы, сын. Ты что тяфнул? Ты что делаешь? На место терпелу ставлю. Тебе в этом классе не вывез. Понял? Знаешь, в сперах минут получить титул старостой, и кому тут еще не вывез. Так что давай, доставай свой телефон в коробочку и готовься к новой жизни, новенький сынок. Дима, не вижу телефона в руках. Так меня этот новенький отвлек. София Андреевна, он мне просто только что от таких гадостей наговорил, что пришлось ему рот закрыть. Простите, моя вина. Гадости, говоришь? Дима, тебе кол за сегодня. Давай телефон и дневник. Ты что офигел? Еще один кол тебе сегодня. Ну все, это война. Звонок вообще-то. Звонок для учителя. А тебе, Александра, еще одну палочку. Да в смысле? Следующим уроком у вас должна быть биология. Вместо нее мы проведем еще один урок математики. А можно уже хотя бы телефоны забрать? Телефоны будут находиться в моем кабинете в сейфе. После урока вы их получите. Вы не имеете права. Еще одно слово, и я тебе выставлю палочек до конца четверти. Ты понял? Да. А теперь у вас есть время сходить в туалет и подготовиться к уроку. Ну что, ребят, давайте ознакомимся. Ребята, не нужно с ним знакомиться. Наташа, он занял твое место старостой. Ты мог и отказаться. И да, ты не перепутал детский садик со школой. Как тебя зовут, малышка? Что? Ну, Наташа, меня зовут. И че? Если бы я знала, что такое солнышко будет в этом классе, я бы с утра ограбил все цветочные магазины по дороге в школу. Но, увы, сделаю это тогда завтра. Ого, малой, тебя что, в детском саду преподают уроки пикапа? Уроки пикапа звучит как-то у Бога, но для красивых девушек комплиментов не жалко. Ну, спасибо. Наташа, ты серьезно? Он только строит из себя хорошего. А ты что, уже с ним знаком? Он только что меня на уроки ударил. Дима, тебя потом коча уже каждый хотя бы по одному раз забил, поэтому это неудивительно. Саша. А это, кстати, мне этот Александр забыл. Бред, ну, Саша, ты это в Brawl Stars играешь? Ну, да, в смысле? Ну, я хочу тебе подарить аккаунт Brawl Stars 2-5-ка. Хочу. Ты серьезно? Ну, да, это 25-ка. Так на уроке не играет, в общем, математичка еще одну палочку поставила. Да, ну, любительница палочек ставить. Ну, я заметил. Ты всем тут решил подвезать? Тебе обидно, что тебе не подвезали. Да мне пофиг вообще. А тебе сколько лет вообще? А тебя это волнует? Ну, ты просто не похож на шестиклассника. Ну, я просто два класса перерисовала. Это как? Ребят, вы серьезно? У нас классный руководитель уволился со школы, и нам ничего не сказав об этом. А мы в ответ тратим время на знакомство с этим клоуном. Наташа, нужно узнать, куда делась Юрьевна. Господи, Дима, да не паникуй ты. Мы все равно сейчас точно ничего не решим. Просто после уроков поедем к Юрьевне, и у нее уже все узнаем. Правильно, ребята? Ну, вообще, Наташа права. Главное в этот момент не поддаваться памяти. Вы что, странные? Мы же можем пойти к директору и узнать всю правду. Дима, что ты ноешь? Не позоришь перед новеньким? Саша, а ты вместо того, чтобы выпендриваться перед этим клоуном, лучше бы подумал, как палочки свои исправлять будешь. У меня в прошлой школе тоже была сумасшедшая математичная. Мы ее всегда наказывали за двое. Я вообще придолгал ей колеса на машине. Пошли пробьем. Ты серьезно? Ну, вообще-то вести себя так нельзя. Балышка, ты не бойся. Если что, я все вину возьму на себя. Ну, я все равно против такого мероприятия. Все бывает впервые. Идем. Дима, ты идешь? Ты же себя так не ведешь. Да, согласна, тупая идея. Да сбейте на них, они у нас в классе самые правильные. Пошли вдвоем. Пошли. Странный он какой-то. Ну да, Герман, ты прав. Ну я имею в виду, зачем училке колеса пробивать, если можно просто лобовуху разбить? Ты серьезно, Герман? Добрый день, класс. Здравствуйте, Максим Геннадьевич. Я думаю, вы уже в курсе последних новостей. Вы про Александру Юрьевну, да? Да, Наталья. Александра Юрьевна больше не будет преподавать в нашей школе по собственной воле. А знаете почему? Потому что вы первый класс, который так довел своего классного руководителя. Именно поэтому я решил лично вас уведомить об этом. Ну так а чего она об этом нам сама не сказала? Мы же ее класс. Об этом я уже не знаю, Наталья. Вы можете лично с ней встретиться и обсудить все интересующие вас вопросы. А какой черт вы поставили нам эту сумасшедшую математичку нашим классным руководителям? Учи их встать. А? Что? Почему вы так выражаетесь? Ну так а что? Он прав. Вы же сами ее уволили из-за того, что она с учениками общается как с животными. Я как директор буду сам принимать решение. София Андреевна отличный специалист. И я уверен, что она наладит дисциплину в вашем классе. Потому что Александра Юрьевна уж слишком его запустила. Или вы хотите, чтобы я расформировал вас по разным школам? Чего? Вот и отлично. Сели, учитесь. Все как-то странно. Это не похоже на Александра Юрьевна. Еще этот новенький. Почему он пришел сразу после того, как Юрьевна ушла? Нам нужно узнать, как можно больше информации. Я же говорю, что мы и колеса пробьем. Да ну, это было бы слишком жестко. Ну да, спущенные колеса тоже нормально. Кстати, она мне влетит. Да не бойся, если что, я все равно дорожу на себя. Да? Это вообще ее машина была. Камрад, а ты в какой школе учился до этого? А что за странные вопросы? Александр! Так а что я? Я говорила, что тебя ни в одну школу не возьмут. Так а что случилось? А вы вообще видели их лица? Так что я мог видеть? Он забежал в школу, а сразу за ним. Кто из вас только что был на парковке и спустил колеса? Ну, это скорее всего Александр. Он только на уроке говорил о какой-то машине. София Андреевна, это не Заша. Это он, вот этот. Я сам видел. Я? Дима, немедленно маму в школу. Ты что, офигел? Камрад, Диму выгоню эту школу. Покиньте кабинет. Это все для тебя. Уткнись в листок и делай задание. Да я тебе цветы жрать была, что ты меня понял. С чего вы вообще решили, что это мой сын? У меня есть свидетель, и он подтвердил. Мама, он ничего не видел, он просто так на меня наговаривает. Ваш свидетель, насколько мне известно, первый день в школе. А вы уже делаете какие-то выводы. Вот что вы о нем знаете и почему его вообще перевели в класс именно к нашим детям? Ставьте свое мнение при себе. Я знаю о нем все, что мне нужно знать. В отличие от вашего сына, он не переворачивал кверху ногами школу и не заводил романтических интрижах. Мама! Дима, замолчи. Ты спускал колеса. Я ничего не спускал. Это вообще Саша с новеньким все сделал. Он, пожалуйста, говорит о других и выгораживает себя. Да блин, в момент, когда спускали колеса, директор видел меня в классе. Дима, закрой рот. Ребята могут подтвердить, что это не я. А я предупреждала вас еще одно замечание, и он вылетит из школы. Ну подождите, у вас же нет доказательств, что это именно он. У меня есть свидетель, и он подтвердит. Может, мы можем как-то уладить это недоразумение? Ну, конечно, можем. Вы сейчас пишете заявление о добровольном переходе в другую школу. Что? Вы сейчас серьезно? А я похожа на клоуна. Это ваша предыдущая классная работа локлоуна. У меня все будет по-другому. А сейчас покиньте кабинет. А? Ты? София Андреевна, можно? Камранчик, что-то случилось? Я бы зашел посмотреть, как дела с Винлаником обстоят. Ты офигел? Признайся, что это ты спустил колеса на машине. Зачем со мной так разговариваешь в присутствии учителя? Потому что ты обманщик. София Андреевна, почему он со мной так разговаривает? Камра, не обращай внимания, что сын, что мама не понимают правил поведения в стенах школы. Надеюсь, отчисление школы научит их нормам поведения. София Андреевна, покиньте кабинет. Офигели. Допрыгался. Мама, ну это не я. А отчисляют именно тебя, Дима. Вот почему ты у меня такой бестолковый? Ну, мама. Получилось уладить все? Наташа, докажи, что я не виноват ни в чем. Наташа, ты видела, кто спускал колеса? Ну да, весь класс знает, что Дима здесь ни при чем. А вы еще стоите под дверью? У вас еще есть вопросы ко мне? Вот Наташа может доказать, что Дима не виноват. Не ваша Наташа, ни класс, ни авторитет в этом вопросе. А вы отправляетесь домой, а дети пусть идут на урок. А ваш Камран вызывает больше доверия, да? София Андреевна, я могу я тебе готовить за курок? Камранчик, иди. Вы будете нас игнорировать, да? А у вас есть что-то серьезное мне сказать? Или вы снова будете выгораживать своего тупоголового сыночка? Что? Простите, но очень хорошо. Она сумасшедшая. Ну ничего, я и до директора доберусь. Просто так это не оставлю. Ну я реально не виноват. Дима, идем на урок, твоя мама разберется с этим. Блин. Диму выгоняют из школы. Так Дима же не виноват. Я знаю, но беда никому не доверяет, кроме Камрана. Может она специально его к нам в класс пристроила, чтобы потом выгнать нас всех по очереди? Если это так, то это очень странно. Наташа, у тебя появилась информация об Юре? Нет, Юре она до сих пор трубку не берет. Мы вообще-то должны были после уроков пойти к ней домой. Ну вообще да. Стопа, где Саша? Камран его забрал куда-то. И куда же? Не знаю, но думаю, Саша появилась новая подруга. Саша всегда приспускается к тем, кто кажется ему авторитетом. А что это вы уже тут секретничаете без меня? А, неливерную нас обсуждали. Саша, ты не парься. Наташа, а помнишь, я для тебя говорил, что ограблю все цветочные магазины? Что? Ты серьезно? Так вот, малышка, это все для тебя. Что? В смысле? Саша, ты что стоишь? Давай я цветы на парту ставь. А, да, точно. В общем, малышка, я еще что-то признала, что ты очень красивая. Но для красивых девушек красивые подарки. Ты что, офигел? Выкинь свои цветы в мусор. Наташа, ты не против, если один букет испорщить? А, я думала, Наташа не будет против. Ты что, попутал? Если тебе когда-то нравилась Наташа, забудь об этом, понял? В смысле нравилась? Мы вообще-то в отношении. Наташа, ты серьезно встречаешься с этим, терпилась? Так, а что тут происходит? Я не понял, у нас урок географии или флористики? Так это все Наташи на цветы. И кто у нас такой смелый и ограбил цветочный магазин? А, так кто я? Не ограбил, а купил все собственные средства. А вы у нас кто? Так новый староста. Новый староста, а с Натальей что? Так Наташа исправлялась обаженностью старостью, поэтому ее и сняли. Сняли и поставили сразу новенького. Странный поступок, как для Александра Юрьевна. Так Александра Юрьевна уволилась. У меня всего лишь неделю не было, что у вас тут происходит? У нас теперь новый классный руководитель. Так, ладно, после уроков поговорим, а сейчас рассаживайтесь по местам. Наташа, ты зачем цветы эти приняла? Я что, их принимала? Ну ты могла его послать, куда подальше? Ну знаешь, здесь так много цветов, я даже не знала, как реагировать. Я тебе что, цветы никогда не дарила? Ну в таких количествах точно не дарила, и сюрпризов таких тоже не делала. Ну да, Дима, тебе, конечно, камра на лопатки. Подли за туку, вернись. Закрой рот. Ты вообще собирался переводиться в другую школу, почему остался? Тебе этого рунули. Если ты еще хоть одно слово скажешь против Саши, ты эти цветы жрать будешь, ты меня понял? Ты, видимо, еще не догнал, что тебе не ж в этом классе, да? Ты бы лучше за себя так переживал, как за меня. Тебе в этом классе осталось учиться все, пару дней. А дальше новая школа, новая жизнь. Понял? Свинчай, наверное. Ёлки-палки, задние парты, что за шум? Леопольд Арнольдович, можете пересадить этого терпилу от нас подальше? Что уже случилось? Уважаемый учитель, это Дима, который сзади, только что мне про вас сказал, что вы точно такой же страшный, как и ваш гобус. Что, простите? Ты что, фонарил? Так, прекратили шум. И со своим гобусом и всем остальным я разберусь как-то сам, хорошо? И вообще, вы помните, что сегодня вместе с вами мы пишем семестровую работу за все пройденные темы по географии. И мой гобус не такой уж и страшный. А? Что? Что тут у нас? Что? Какой бы фига она приперлась? Добрый день, а вы к нам? А вы думаете, что я слепая и путаю кабинеты? В смысле, я вас сейчас не понял? Я хочу поприсутствовать на уроке. Вы не против? Нет, но у нас сегодня семестровая работа. Я знаю, именно поэтому я здесь. Да, но у нас сейчас урок географии, никак уж не математики. Я классный руководитель этого класса и хочу проконтролировать, чтобы никто из присутствующих не списывал. Есть вопросы? Классный руководитель, вот как вы выглядите. А что не так? Нет, нет, все так, присаживайтесь. Спасибо, я постою. Ну все, считай, мы завалили итоговый по географии. Я не поняла. Наталья Александровна, вы почему сидите на прежних местах, а не туда, где я вас пересадила? Ну у нас сейчас вообще-то не урок математики. А что это за цветочный магазин у тебя на столе? Ну мне это Камран подарил. Камран, говоришь? Молодец, Камран, внимание к девочке, это хорошо. Что? Ну давай на будущее договоримся. Все это только после урока. Хорошо, с вами, Андреевна, извините. А вы сейчас же пересаживайтесь туда, куда я вас рассадила. Если что, я тебе постараюсь помочь по семестровой контролю. Хорошо, спасибо. А ты мне помочь не хочешь? Зачем тебе помогать тупым, когда можно помочь старости? Ну знаешь, если ты мне подарил цветы, это не значит, что я перед тобой расставила. Понял. Ну, поживом увидим. Наталья Александровна, долго ждать? Да не кричите мы, пересаживаемся уже. Поставьте, пожалуйста, ей палочку. В смысле? В смысле, из-за грызания с учителем ученица должна получить палочку. А может я на своем уроке буду сам решать, кому ставить палочку, а кому нет. Хорошо? Ребята, у вас на партах есть задания, это тесты. Нужно дать правильный ответ. Также на второй стороне листочка есть вопросы, на которые нужно дать развернутый ответ. Тесты легкие. Кто готовился, справится легко. А те, кто не готовился, получат палочку и после зимних каникул уйдут в школу для двоечников. Да, Дима? А что я? А что ты огрызаешься? Уткнись в листок и делай задание. Хорошо, я тебе помогу с вопросом. Я без сопливых справлюсь, ясно? Дима! Да что? Ты почему отвлекаешь Камрана? Да не отвлекал я его, он сам повернулся. Топя, Андрея, он снова в рот. Да закрой ты уже свой рот. Успокойте, пожалуйста, учеников. Дмитрий, успокойтесь. Так, ладно, не нужно на него реагировать. Схавал. После урока просто поговорю с ним и объясню ему, как нужно жить в этом классе. Получается. Что? Со слухом плохо. Ты задание сделал? Я еще не решала, я только начал думать. Ну так думай быстрее, времени мало осталось. Вы только ко мне решили приставать, лучше за Камраном своим следили. Ты опять огрызаешься. Так вы только ко мне и пристаете, еще и унижаете меня, как лично. Ты такой бестолковый, как же тебя не унижать? Ты сама по себе бестолковая, ясно? Сань. Да что вы ко мне пристали? На этом контрольная твоя закончена, выйди из класса. Да за что? Я прошу меня извинить, но... Вы что-то хотите мне сказать? Вы ведь сами подошли к ученику. К ученика, контрольная работа закончилась. Встал и вышел из класса. Я не буду выходить. Тебя сказали бы идти. Камранушка, я разберусь. Встань и выйди из класса. Да блин. Ты будешь пререкаться со мной? Нет. Тогда встал и вышел. Во все это вернется, ясно? Вышел из класса. Да ну блин, это несправедливо. Почему она цепляется ко мне? Она же специально это все. Ну что? Какого быть двоечника? Лучше уйди отсюда, иначе я себя не ручаюсь. А то что? Маме позвонишь? Если только твоей, я расскажу про тебя все, понял? Ой, как страшно. Ну ладно, маменькин, сиди и плачь. Вообще офигел. Александра Юрьевна? Александра Юрьевна, я так рад вас видеть. Вы вообще знаете, что у нас сейчас в классе происходит? Александра Юрьевна, у вас еще долго ждать? Максим Геннадьевич, я уже бегу. Ладно, Дим, у меня нет времени, еще увидимся. Ребятам привет. Подождите, Александра Юрьевна. Да блин, вы куда? А? Что? Звонок? Звонок? Ну да, наверное. Ребята, сдаем тесты. Звонок слышал? Ну да. Это я его включил. У вас в школе так легко включить звонок? У меня в прошлой школе было все намного тяжелее. Ты? А зачем? А как ты думаешь, зачем? Сейчас я разберусь, почему это в нашей школе раньше времени звонки дают. София Андреевна, так это Дима. Я отговаривал его, чтобы он звонок раньше времени не включал. Он все равно включил. Ты что, офигел? Дима. Так это не я. Что происходит? Вернись назад на урок. Так я уже все сделала. Я сказала, зайди в класс. Хорошо. А ты оболту слушай. Если ты будешь оговаривать Камряна, то завтра же займусь твоим переводом в другую школу. Да я вообще ни при чем. А мама твоя через полчаса, чтобы была у меня в кабинете. Да блин. Теперь понял, зачем я включила звонок. Дима, ты что делаешь? Мы спускали колеса в машину. Ну что? Конец твоей школьной жизни. Ты реально выгоняешь эту школу? Не смей со мной так разговаривать. Мамуль, ты разговаривала с директором? Он меня даже и слышать не хочет. Но ты же мне веришь, мам? Дима, вот как я могу тебе верить, если тебя очисляют из школы? Мамуль, ну это все новенькие меня подставляют. Слушай, а ты можешь как-то его проучить или подставить самого? Ну как, он всегда делает все против меня. Тогда сделай так, чтобы все были против него. Так а что мне сделать? Не знаю, Дима. Конец полугодия, ты мне перед Новым годом сделал столько проблем, что фиг разберешь. Может, ты нашей бывшей классной руководительнице позвонишь? И что я ей скажу? Моего сына подставляют новенькие. Вернитесь, пожалуйста, в школу. Ну можно же ей рассказать всю правду? Можно, не можно, не знаю. Знаю только то, что ты не в состоянии справиться со своими проблемами самостоятельно. Вот если бы ты изначально вела себя нормально, то никто бы тебя не смог подставить. Ясно все с тобой. Ты даже не в состоянии меня защитить. Ты куда? Я в школу доучивать свои посредние дни буду. Спасибо тебе. Никому я не нужен. Круто. Что еще сказать? София Андреевна, а вы накажете этого тупого Диму? Что? Комрачик. Не выражайся так. Ну конечно накажем. Еще нужно в другую школу его переводить. Переведем обязательно. А ты будешь с Наташенькой общаться? Ну да, она красивая девочка. Ну ладно, я побегу тогда кататься к уроку. Беги и внимательно смотри за поведением в классе. Беги, беги. Обязательно. Дима. Что Дима? Не штокай. Идем со мной в кабинет. Что вы от меня хотите? Я сказала в кабинет. Ты знаешь, что у тебя за этот семестр не двойки? В смысле? Ну вот, по математике у тебя палочка. Так это ведь вы поставили мне палочку. А по географии? Да географию вы мне тоже завалили. Я из-за вас не смог написать семестровую. У тебя виноваты все, кроме тебя. Причем здесь все. Добрый день. Че? Можно? Явились вовремя. Почему я так долго должна вас ждать? Ну как сказали, так я и приехала. Вы вообще представляете себе, что творится в школе? Вам когда сигнал поступил? Вчера. Сегодня вот приехал. Вчера. Ну вот, это Дмитрий, ученик шестого класса. Успеваемость у него жуткая. Одни двойки. Поведение тоже. Боже, вчера этот ученик сорвал семестровую контрольную работу по географии, ключи в школьный звонок. А на этой же неделе он спустил колеса на автомобиле, который стоял на школьной стоянке. Да блин, это не я, все. Рот закрой. В чем, собственно, дело? В чем дело? Я требую, чтобы этого ученика поставили на учен детскую комнату милиции и глаз с него не спускали. Ну хорошо, будем разбираться. Вы вообще больная? Вот, еще и огрызается. Да идите вы. Ученик. Так а что? Ты что, вообще бесстрашный? Так а что мне бояться, когда вы меня выгоняете из школы? Бессовестный балбес, иди на урок. Всего хорошего. Привет всем. Привет, Дима. Блин, еще бы чуть-чуть и пришла бы. Не расстраивайся, малышка, у тебя неплохо получается. Что? А мы тебя даже не заметили. Слышь, клоун, встань отсюда и найди себе другое место, понял? Дима, а что с этим местом не так? Повышенная радиация, плохая экология. Где оно проклятое? Я сказал тебе встать отсюда. А ты что, пометил здесь территорию? Я еще раз говорю, встал. Извини, но нет, я здесь уже свои вещи разложил. Твои? И что? Я тебе помогу их переложить. Дима, ты что делаешь? Помогаю клоуну пересесть. А чьи-то вещи здесь разбросаны? Это мои, Софья Андреевна. А как это произошло? Это вы у Димы спросите? Дима? Снова Дима? А ему не мешало бы врачу показаться. У него, кажется, с нервами проблема. Ничего. В скором времени у него и его мамы будет достаточно времени посещать врачей. А сейчас рассаживайте все, как рассадила я. Тебе повезло. Кому еще повезло? Всем все понятно с математикой? А можно будет как-то свои оценки исправить? Можно. Но не всем. Диме, например, нельзя. Поскольку он все равно хорошие характеристики от меня не получит. И в хорошую школу не поступит. Правильно, Дима. Его что? Правда, другую школу переводить? Его не только переведут в другую школу, но и поставили на учет в полицию. Правильное решение, Софья Андреевна. Нечего таким, как он, по школе ходит. Пусть лучше дома сидит с мамой своей. Чего? Камранчик, тихо. Хорошо, Софья Андреевна. И после урока взойдете ко мне в кабинет, получить стихотворение и программы для выступления на новогоднем вечере. Хорошо? Хорошо. Хорошо, Софья Андреевна. А сейчас готовьтесь к следующему уроку. Ты реально выгоняют из школы? Я не знаю, Наташа. Мама разбирается с этим вопросом. Я уже думала, что все наладилось. Как видишь, нет. Слушай, ты же не обижаешься, что я играла на телефоне Камрана? Да мне уже пофиг на все, если честно. Мы с тобой столько времени вместе проводили, а ты вот так быстро находишь себе новых друзей. Значит, обижаешься. Да нет, я уже все понял. Что же ты понял, Дима? Что всем на меня пофиг. Ты такая же, как и Саша. При первой же возможности начинаешь общение с теми, кто выгоден для тебя. Ты сейчас не прав, я не общаюсь из-за выгоды, ты понял? А вас не смущает, что здесь стою я? И что? Ну, мне как-то неприятно слышать, как ты плачешься делать. Что? Закрой рот, Камрана. Закрой рот? Я тебе цветы дарю, на своем последнем айфоне даю играть. А ты мне говоришь, закрой рот? Ты думаешь, если ты мне подарил цветы и дал поиграть на телефоне, то я тебе чем-то обязана? А что, лучше снимки маменькиному сыночку потерять? Мои вещи. Не трожь их. Что ты там сказал? Маменькин сыночек, да? О, а чьи-то вещи прилетели. Это мои вещи. А что же вы книжками-то разбрасываетесь? Книга, между прочим, лучший друг человека. Спасибо. Дмитрий, я, собственно, к вам. Можно вас на пару слов? На учет в детскую комнату меня записать хотите? Можем выйти в коридор? Можно с вами. Что в школе происходит? Наш классный руководитель уволился, а на замену пришла сумасшедшая училка, которая постоянно все валит на Диму. Вы спускали колеса в машине? Это не Дима. А звонок включали раньше времени? Нет, не включал, это все новень. Дима сейчас говорит полностью правду, новенький постоянно его подставляет, а колосуха никому не доверяет, кроме него. А где ваш бывший классный руководитель? Ну мы не знаем, она трубки не берет. Я видела ее вчера в школе, она меня проигнорировала. Ну конечно, после ваших проделок еще с вами о чем-то разговаривать. Так вы действительно будете ставить Диму на учет? Будем разбираться. Где ваша школьная парковка? Входы в школу. Хорошо, порешаем. Идите-ка на урок. Спасибо тебе. За что? За то, что ты на моей стороне. Но я вообще-то перед тобой тоже виноват. Осталось доказать, что это все новенький меня подставляет. Докажи мне это, пошли в класс. Ну что, конец твоей школьной жизни? Спеши с выводами, понял? Ну, я тогда помогу твоему отчислению из школы. В смысле? Что ты делаешь? Ты вообще отбитый. Зачем ты мне только что намочил пиджак? Ты думаешь, ты реально думаешь, что в это кто-то поверит? Ну, мне как старостей поверит точно больше, чем вам, двоим ученикам, которые добились свою классу художественную. А ты попробуй штаны еще туда окунуть, чтоб наверняка. Тебе смешно? Ты реально клоун. Ну-ну, сейчас проверим, кто здесь клоун. Я смотрю, без меня вообще распоясались, да? Что? Папалыч! Владислав Папалыч! Тихо, тихо, что у вас здесь происходит? Дима, я не понял, почему мне звонит ваша мама и говорит, что вас исключают из школы? Кто посмел? А ну, быстренько мне все рассказать. А вы что еще за Шрек? Понятно. Это вот этот вот слезняк всему виноват? Слезняк вашей мамы сын! Ох ты боже, какой! А что ты родненький тут пиджачок свой намочил? А это не я, это вот этот всему виной. А ничего, что я своими глазами все это? Ну, значит, у вас глаза косят. Ну, теперь мне понятно, почему меня попросили за вами присмотреть. Давно у нас тут слезняки и все контролируют. Закройте рот! Кто вы такой, чтобы меня оскорблять? А я тот, кто будет здесь наводить поверьте, понял? Я не поняла, почему крики из этого класса слышны по всей школе. День добрый. А вы кто? Да я вот решил к своим ученикам в гости зайти проверить, кто тут угрожает отчисления. Я так понимаю, это вы? Покиньте класс или я вызову охрану. Да вы не нервничайте. Пару капель балерианки и все будет хорошо. Что вы себе позволяете? София Андреевна, Дима только что окунул мой пиджак в ведро с грязной водой. Дима! Да вы надоели, вы реально сумасшедшие или прикидываете? Не смей со мной так разговаривать. Так, вы успокойтесь. Для начала это не Дима, это Слизняк сам взял и окунул свой пиджак. София Андреевна, этот мужчина только что вообще хотел меня ударить. Чего? Ты еще пойди побой с ними. Вы почему себя так ведете в присутствии детей? Разрешите? Я же вам говорила, чтобы до конца дня вы оформили этого оболтуса в детскую комнату милиции, а вы где-то ходите. И вот что он сделал с вещами ученика. Я напомню, это не Дмитрий, это вот этот Слизняк все сделал. Да как вы смеете? Я здесь по этому же вопросу. Ко мне в руки попала видеофиксация с регистратора машины на парковке. Именно в тот момент, когда спускали колеса. Какая еще видеофиксация? Давайте придем к вам в кабинет и совсем разберемся. Да, Кабран Александр? А зачем Кабран? Меня Кабран заставил, я тут не придела. Бабушка, они все врут. Я реально здесь ни при чем. Бабушка? Вы верили вообще с вами? Горька! Я так изна, что тебе нельзя положиться. Не на ту нарвали. Дима, полчаса тебя ищут. Да, он стиль забыл. Я сказала, выворачивай карман. Че засунул? Иди по гору. Тебе, валерьяночки, налейте. Дмитрий, прошу. Да начнем с того, что вы своего внучка засунули в класс, где являетесь классным руководителем, верно? А вы что, директор морали мне читает? Я не директор, но меня смущает тот факт, что ваш оболдус срывает дисциплину в классе. А во всем винить других детей, не так ли, Дима? Да, навсегда меня во всем винило. А Кабран руки распускал в бусту. Какие руки? Да он ниже тебя в два раза. Что себе придумал? Ваш Кабран неоднократно поднимал руку на Диму. Кабран? Кабран? Между прочим, он тебе цветы дарил, а ты... А что я? Я еще слышал, как вы в коридоре с Кабраном обсуждали, что если вы меня выгоните, то Наташа будет встречаться с Кабраном. Что вам встречаться с Кабраном? Может, еще свадьбу мне устроите? Ты почему врешь? Тут еще нужно разобраться, кто из вас здесь врет. А вы чего приперлись и в разговор лазаете? Ну не приперся, а пришел, это во-первых. А во-вторых, вы своими глазами видели, что ваш внучок творил на школьной парковке с гражданским автомобилем. Это все фотомонтаж, а вы специально детей выгораживаете. Вы думаете, я не слышала, уважаемый полицейский, о том, как вы таскали цветы для их бывшей классной руководительницы? Думаете, вернуть ее? Не получится, они на ту нарвались. Ну, дело я передал в отдел, могу гарантирую, что ваш внучок будет состоять в детской комнате милиции. Ведь вы меня просили поставить на учет учеников. Вот, собственно, по вашему же распоряжению я и действую. Вы что, шутки надо мной шутите? Что вы, никак нет, констатирую факты. Смотрите, чтобы ваша констатация не вылезла вам боком, ясно. Кабран, пошли? Бабушка! Какая бабушка? Я Софья Андреевна для тебя здесь. Бабушкин мальчик, смотри по ковидору, не заблудишься. Рот закройте. Все-таки валерьяночки. Тебе валерьяночки налейте. Ну, и что скажете, лоботрясы? Спасибо вам, Владислав Павлович. Меня благодарить не стоит, это все вот, мама Димы. Хоть сказала, что у вас черт возьми, что происходит. И вообще, почему вы мне не позвонили? Я сколько раз говорил, обращайтесь ко мне в любое время за помощью. А вы балбес. Так что по итогу-то у вас? Вы что, его выгоняют из школы? Еще своего внучка засунула в класс. Так в этой ситуации еще и Саша виноват. Они же с Кабранов лучшие друзья. Так я что, знала? Да, Александр, видать, я вас плохо воспитывал, раз мы променяли дружбу класса и авторитет на новенького разболбая. Я не знала, что он внукова случится. Так что он врет? Он все время ходил с ним и не знал об этом. Он мне толком ничего не рассказывал, кроме того, что он влюбился в Наташу и хочет выгнадить мою школу. Так а тебя это не смущало? Так что мне нужно было делать? Вы все время вообще скидывали на меня и не хотели вообще со мной общаться. Ты решил найти себе товарища в лице Кабрана? Такой он реально нормальный. Такой нормальный, что из-за него меня за школу выгоняют, да? Да никто тебя не будет выгонять, правильно? Ну, конечно, у нас все факты налицо. Только я одного не могу понять, почему Юрьевна так резко ушла? Мы в последнее время каждый день умудрялись во что-то вляпаться, и она уже говорила, что у нее на нас просто сил нет, наверное, поэтому ушла. Но она же могла просто сказать детям об этом, верно? Мы пытались узнать хоть что-то, но она просто избегала нас. Так Юрьевна ушла, потому что ей выбора не оставили. Здрасте. День добрый. Ну, не прям к вам, скорее к нашим детям. Я учитель географии Леопольда Арнольдовича. А вы, собственно? Я бывший преподаватель по физкультуре Владислав Павлович. Очень приятно. Так вот, вернемся к Юрьевне. Насколько я знаю, она неоднократно получала замечания от директора, учителей, родителей. Что если дисциплина в этом классе не улучшится, то с должностью она попрощается. Во всех школах есть классы, где поведение оставляет желать лучшего. Увольнять же знания. Но вот тут Софья Андреевна и приложила свои усилия. Вы что-то знаете. Мне кажется, человек в форме побольше. Ну да, эту Софью Андреевну уже увольняли из школы. И, между прочим, из-за этого же класса. Она нам еще телефон разбила на уроки. Ну да, было дело. Но там родственники поспособствовали, чтобы ее вернули в школу на должность классного руководителя. А еще она говорила, что у нее муж директор всей прокуратуры. Это что получается? Она просто вернулась отомстить ребятам? А Дмитрия зачем трогать? Там то история виновника мне. Ну, лично мне не кажется, что она вернулась, чтобы отомстить. Устроить здесь свой порядок. Это да. И, скорее всего, Юрьевну уволили из-за этого. Так это что получается? Юрьевна просто крайняя? Ну, это надо уже спросить напрямую у Юрьевны. А если с директором поговорить? Не выйдет. Он сейчас на больничном. Если вам интересно лично мое мнение, то уволить Софью Андреевну у вас не получится. А вот сместить ее с должности классного руководителя, это да. И вот тут можно вернуть Юрьевну. Вообще да, убрав Софью Андреевну, нужно будет назначить нового классного руководителя. А тут-то Юрьевна в самый раз. Если еще родители детей подключатся и скажут, что она хороший педагог, то считай вопрос улажен. А как убрать Софью Андреевну? Если вы сможете доказать, что она переходит грань в общении с детьми, то я помогу вам в этом вопросе. Как это сделать? Ну, может, кто-то снимал на камеру, как она сквернословит на учеников. Она вас обзывала? Да, я обзывала. Тогда мы можем от нее избавиться, правильно? Все так просто, нужны доказательства. Может, все-таки кто-то снял на камеру или записывал на диктофон. Обязательно будет камера, диктофон. В общем, суть вы уловили, не нужно бежать. Вы знаете, что нужно делать. Ну, звучит все довольно легко. Что вам легко-то? Ну, вы же слышали, полицей сказал, нужно, чтобы она кого-то обозвала. Ну да. А мы это подснимем, правильно? А вы бы еще предложили оператору? Уже идея. Это безумство. Нет, максимум, что мы можем сделать, это записать все на диктофон. Нам нужно просто ее спровоцировать, верно? Да, но не все так просто. Она сейчас будет вести себя предельно аккуратно. Ведь вокруг нее столько внимания, после того, как мы о ней все узнали. А вы все кости мне перемываете? Может, разойдетесь? Вот вы идите домой, а вы к себе на урок. И не думайте, что у вас что-то получится против меня. Так что проще покинуть школу. Вы, собственно, еще пришли-то? Я пришла к своим детям раздать им стихотворение и программки на новогоднюю елку. А вы мне будете мешать. Ну вот и поставьте свою папочку там на столе, и дальше вытирайте сопли, слюни своему внутреннему. Это школа, покиньте территорию. Вы что, не понимаете? Уроки закончились у детей, или у вас может быть какая-то своя программа? Как же вы пожалеете о том, что вы появились в этих стенах? Можете мне поверить. А вы, чтобы завтра выучили все и не позорились. А болтусы, слушайте двух взрослых тупоголовых мужиков. Вы до сих пор думаете, что мы не сможем развести ее на оскорбление? Ладно, вы действительно были правы. Леопольд Арнольдович. Да, а вы, собственно, почему нам помогаете? Так, я считаю Александру Юрьевну отличным педагогом. Хочу, чтобы она заслуженно вернулась на свое место учителя. И считай своим долгом помочь вам в этом нелегком деле. А как? А может у вас просто планы какие-то на Александру Юрьевну? Водесу Павловичу. Попернуть Александру Юрьевну на свое место. Пока что все верно. Пока все верно. А, кстати. Леопольд Арнольдович. Арнольдович, мы организуем ему свидание с Александр Юрьевной. Эх, Водесу Павлович. Что? Все, пошутил же. Вы же не забыли, что там есть мен, который может вас и ваш глобус. Ну, вы понимаете, да? Вы серьезно? Я серьезно. Только как нам это все промутить? Да давайте Дима просто спровоцирует Камрана на глазах у Софии Андреевны во время выступления. Завтра во время выступления, когда все родители будут в зале. Ну, а что? Нет, нет, нет. Ее, конечно, хорошее, но Дима с этим не справится. В смысле я не справлюсь? Я справлюсь. Да дело даже не в этом. Завтра на концерте Софья Андреевна будет вести себя как божий одуванчик. О, Леопольдович прав. Тогда давайте перед выступлением, когда все будут репетировать, все это и сделаем. А вот это уже звучит интереснее. Получается, мы сможем перед выступлением начать наш план по возвращению школы в нормальное состояние. Ну, то есть вернем Александру Юрьевну на свое место, ну и победим зло. Так, ладно, я значит сегодня иду к Александре Юрьевне, узнаю, почему она нас морозит. Ну и, конечно же, постараюсь, чтобы она была в момент того, когда мы будем хвалить, какой она прекрасный педагог. А может, я все-таки с вами съезжу к Александре Юрьевне? До завтра. Дима, ты собрался? Да я собрался уже, не кричи. А костюмы в школе будут? Да. Ты просишь, что мне звонила сегодня классная руководительница? Александра Юрьевна? София Андреевна сказала, что пересмотрит твое вопрос о подчислении. Серьезно? Это все Владислав Павлович постарался, я правильно понимаю? Ну, не знаю. Я так и знала, что Владислав Павлович решит все ваши школьные проблемы. Кстати, ты стих выучил, который вчера дали? Выучил. Отлично, тогда дуй в школу, а я подойду сразу на концерт. Таблить сегодня выдаю. Я не знаю, мама. Это что ты вообще знаешь? Смотри, смотри, где он ходит? Дима, полчаса тебя ищем, где ты ходишь? Ты меня мама вопросами своими замыла. Какие вопросы? Говорит, что ей Беда звонила и сказала, что меня не будут отчислять из школы. Беда не поняла, что мы против нее план строим. Ну ничего, это затишье перед бурей. Дима, держи. Это что? Это диктофон, он уже включен, поэтому веди себя так, как обычно ведешь, понял? Ну да. Ребята уже в классе переодеваются, нужно идти. Все, на тебя вся надежда, а я пойду географу мяч покажу. Офигенно. Дима, пошли. Наташа. Что? Я хочу тебе кое-что сказать. Что уже случилось? В общем, когда мы учились в пятом классе, ты проявляла ко мне внимание, и ты мне тоже нравилась. Но когда мы перешли в шестой класс, ты почему-то стала холодна ко мне. И я не могу понять, мы вместе или нет. Дима, ты реально решил поговорить об этом сейчас? Ну а когда еще? Скажи мне, мы встречаемся или нет. Ну, наверное, скорее нет, чем да. Я еще не определилась. Я знаю, что я еще тот дурак. Я терпила, я обесцениваю твое внимание и вообще всегда иду на поводу у всех. Поэтому я хочу знать, что между нами. Дима, давай поговорим после концерта. После концерта мы разъедемся по домам. И потом еще не будем видеться полмесяца. Дима, ты неоднократно пренебрегал мной в пользу других. Твои похождения на тусовки к старшеклассникам, это как вообще? Ты хочешь, чтобы мы были вместе и мне нравишься, но я не хочу встречаться с тобой такой, как ты сейчас. Либо ты меняешься, либо мой ответ на твой вопрос, то, что мы сейчас не вместе, а сейчас пошли в класс. Офигенно. Ребята, Дима пришел. О, привет. Почему мне опять достался костюм Гриба? Тебе еще повезло. Как я понимаю, у тебя есть стих про Деда Мороза? А у тебя, я так понимаю, про Грибы. Да. Саш, если хочешь, можешь отдать нас его костюм. Я не буду тебе ничего отдавать, и вообще отстань от меня. В смысле? Я не хочу больше с тобой дружить и общаться. Это все из-за того, что я внук нашей классуры? Не только. Ребят, если что, я реально не хотела рассказывать, то, что она моя бабушка. Вы вообще обижаетесь меня? Камран, да всем пофиг на тебя. Наташа, если хочешь, я могу отказаться от обязанностей старости. Ты думаешь, что это все только из-за этого? Я вас понял. Дима, извините меня за то, что я себя так вел. Я реально не думала, что это будет тебя так сильно задевать. Я так полагаю, нам лучше вас оставить, да, Дима? Да, Наташа, нас лучше оставить наедине. Ребята, пошлите, Дима и Камран хотят поговорить. Дима, ты только не тупись, я все, как говорили, вынесла в паузу. В смысле? Саша, ты тупой. Так а что? Иди уже быстрее. Вы что-то задумали против меня, да? Нет, мы ничего не задумали. Подставить меня хотите? С чего ты взял? Ладно, Димон, ты реально меня измени, я действительно перегон. Ну так ты же тупой. А чем ты меня обзываешь? Потому что ты и твоя бабушка больные и тупые. Ну выходит, что моя бабушка реально тупая, если хочет таким способом добиться должности директор. Что? Что-что, моя бабушка специально меня переговорила из другой школы в эту, чтобы я помог ей разобраться с этим классом. И она всем доказала, что она крутая. Ты серьезно? Ну вообще, что она мне говорила, чтобы я тебя провоцировала на конфликт, и за счет этого показывала, что она справляется со всеми ими. Стоп, так ты постоянно меня задевал, потому что тебя просила бабушка? Ну, выходит, что так, и Юрьевна она выгнала с угрозами, сказав ей, что если она попробует вернуться в школу, то расформирует весь ваш класс по другим школам. То есть, Александра Юрьевна не приходила к нам ради нас самих? Ну, получается, что так, просто моя девушка в прокуратуре работает, и поэтому бабушка слушается даже директор. Ты серьезно? Офигеть, нам нужно срочно об этом рассказать ребятам. А, кстати, а что вы сидели против меня? Расскажешь? Блин, мы хотели вывести твою бабушку на эмоции, чтобы она нас обматерила, и записать это все на диктофон. Потом выгнать ее из должности классного руководителя нашего класса. Что дальше будете делать? Ну, я не знаю, нужно ребятам все рассказать. Ну да, зови все. Зашли все в класс, почему в коридоре стоим? 30 минут до начала выступления вы шастаете по школе. Мы готовы, не кричите на нас. Я не вижу, что были готовы, не все еще в костюмах. София Андреевна, у Димы в кармане диктофон. Он только что хотел меня вывести на эмоции, чтобы потом вы его оскорбили. Потом он вас записал на диктофон, и потом вас отстранили от должности. Что? Ты что, офигел? А что? Ты же сам мне это все только что рассказал. Да ты тоже сказал, что беда хочет занять место директора. Ты что в этом такого? Дмитрий, выворачивай карманы. Не буду. Я сказала, выворачивай карманы. Не понял, а что это мы заставляем ученика карманы выворачивать? Дима, все есть? Владислав Павлович, тут такое дело. А вы думали, вы сможете записать меня на диктофон? Что? Она все знает. Откуда? А это вы у Димы спросите. Просто комра мне рассказал всю правду про беду и про то, как она выгнала Юрьевну со школы. Наверное, она сказала, не приходите не в школу, иначе вас расформируют. Это я мог и без комра на тебе рассказать. Но я же не знал. Я так и знал, что на тебя нельзя положиться. И ты мне еще что-то просрещаться говоришь, что я даже нормально не смог помочь классу. Как с тобой вообще после этого разговаривать? Наташа. Что, Наташа? А я вам говорила, что у вас на меня ничего нет, съели. А сейчас переодеваемся и жду вас через 20 минут на сцене. Камран, иди со мной. Хорошо. Софиан, ты, ребят, простите. Ты мог все исправить, но ты как всегда налажал. Димон, прости, но тебе реально после такого проще в другой класс перевестись. Да я все исправлю, вот увидите. Ну что, могу вас поздравить? Да не с чем поздравлять, Леопольд Тарна. В смысле, не получилось или еще не записывали? Ну, у Димы спросите. Ладно, там Юрьевна приехала, пойду встречу, обрадую. А что произошло? Мне кто-то может что-то делать? Дима рассказал Камрану, что у него в кармане диктофон. Дмитрий? Ну, блин, просто он мне такое рассказал. Камран ему рассказал все то, что Александра Юрьевна рассказала Владиславу Павловичу. Ну, ребят, стихи все выучили. А можно костюм не надевать? А это ты можешь спросить у нашей новой, постоянной, классной руководителя Наташа. По дорожке шли, боровик нашли, боровик боровой в мох укресла с головой. Юрьевна, видите? Да. Блин, мне так перед ней стыдно. Настолько наших проделок вытерпело, а мы даже в замене ничего не можем сделать. Ну, Дима сделал все, что мог. Ну, ребят, бери. Сейчас хочу пригласить на сцену следующего ученика. Герман. Его стих посвящен прекрасному принцу. Ладно, я пойду. Мы видим, там Юрьевна стоит. Да, Саша, видели. Ты чего вы так переживаете? Если не правильный подход к моему бабушке, то все будет хорошо. Ты стих выучил? Ну да. Ну вот стой и повторяй, окей? Дима. Что? Ты как всегда облажался, да? Закрой рот, козел. Да ничего страшного, а видишь, судьба сама распорядала, что тебе придется перевести в другую школу. Без тебя разберусь. А что, друзей у тебя в этом классе уже нету. Так что считай, что в новой школе новая жизнь. Герман, спасибо за прелестный стих. А сейчас приглашаю на сцену любимца всей школы, отличника и просто замечательного ученика Дмитрия. Что за стул? Иди, позорься. Дмитрий, прошу. Да иду. Так, ладно. Дима, давай. Мама. Александра Юрьевна? Привет всем. Я ученик шестого класса и сегодня расскажу вам стих. Нет, я не могу, простите. Я не смогу вам рассказать. Дмитрий. Дима. Ха! Он стих забыл! Хотя, подождите. Пожалуй, я расскажу вам стих. Стих, о котором вам не расскажет никто. Дмитрий. Уважаемые родители, бабушки, мамы и дедушки, вы не подумайте, я стих знаю. И я его не забыл. Но это не тот случай, когда нужно рассказывать стихи и радоваться жизни. Пусть даже после моих слов меня выгонят со школы, а меня выгонят. И я, честно, ничего не потеряю. Но я буду доволен собой, что рассказал всем правду. Если у вас есть камеры, доставайте свои телефоны и начинайте снимать меня. Сейчас будет весело. Слева от меня стоит наш новый классный руководитель. Мы ей погоняло дали. Беда. Потому что она всегда в школу беду приносит. Смешно? Не правда ли? Дмитрий. Видите, как нервничает? Но мне плевать на нее. Ведь в этом зале стоит наш любимый классный руководитель. Александра Юрьевна. Мы в этом семестре вели себя настолько плохо, что ее уволили из-за нас. Представляете? А могли бы себе представить, что наш новый классный руководитель разбивает телефоны ученикам и еще нас оскорбляет? Понятное дело, что в это никто сейчас не поверит. И все будут говорить, что я сошел с ума. Но среди всех, кто здесь присутствует, сошла с ума она. Выключи кто-нибудь микрофон. А сзади меня стоит самого маленького роста мальчик. Видите его? Так вот, это Гамрат. Это ее внук. И она его пристроила к нам в класс, чтобы избавиться от каждого из нас по очереди. Прикольно, да? Уважаемые родители, я предлагаю наш праздничный вечер перенести назад. Сядьте, пожалуйста, на место и не мешайте слушать. Вы больной? Рот закройте. Так вот, она метит на место нашего директора. И все потому, что у нее муж работает якобы в прокуратуре. И ей все спадает с рук. Вы можете говорить, что я обманщик. И можете говорить, что я ребенок и мой мозг еще не окреп. Но нет. С такими учителями, как она, нам ученикам в взрослой жизни будет плохо. Такие учителя, как она, ломают нашу психику с детства. И мне жаль, что таким ученикам, как я, никто из присутствующих здесь не поверит. Так что, пользуясь моментом, хочу извиниться еще перед одним человеком. Наташа, можно попросить тебя выйти сюда? На протяжении всего полугодия я вел себя, как омерзительный человек. Я знаю, что мы нравимся друг другу. Но я, как мужчина, никогда не делал первых шагов. И никогда не предлагал тебя встречаться. Пользуясь моментом, хочу сказать. Я люблю тебя. И хочу, чтобы мы официально были вместе. Почему руководство молчит об этом? Ну я же говорил, что директор на больничном. Правильно, директор на больничном. А наших детей унижают. Я вам ничего не могу сказать. Так, все, давайте подписывать документы, давайте свои бумажки какие-то. Диман. Да, Наташа. Хотела тебе сказать спасибо за то, что ты сделал на сцене и за всю правду. Я всего лишь сказала то, что чувствую. Ну ты не знал же, как все обернется. Но мне было не важно. Мне важно, чтобы все узнали правду и то, как есть на самом деле. Дима, ты мужик. Спасибо вам, Владислав Павлович. Дима, спасибо тебе. Вот так закончился наш школьный семестр. А что будет дальше? Я и сам не знаю, чего стоит ожидать от этой школьной жизни. Все мы школьники, ученики, которые подвергаемся разным ситуациям. И с которыми каждому из нас нужно справляться так, как чувствует сердце. Спасибо, что вы с нами. И всем до скорой встречи. Ведь эта школа глазами школьников. Субтитры создавал DimaTorzok